Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У нас под носом орудует потерявший всяких страх угонщики. И полиция в ус не дует? Полиция работает, товарищ генерал. Но преимущественно по рядовым исполнителям. А если не рядовые? Ты хочешь сказать, что это настоящая банда? Организованная преступная группа. У нас есть все основания это предполагать. Но, боюсь, вам не понравится. А ты не бойся. Ну? Следы угонщиков ведут 102-й специальный батальон Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Да ты что, 102-й спецбат? Это же самая элита, придворный батальон. Кто конкретно? Пока не ясно. Но, возможно, там не один замешан. Если копнем, можем спугнуть. Что предлагаешь? Операцию под прикрытием. Под прикрытием оперативника хочешь в спецбат внедрить? Оперативника не примут. А вот следственно-оперативную группу, с которой они и так и так работают по угонам, по ДТП и прочим делам, примут как родную. А в нее втолкнем под прикрытием своего человека. И не оперативника, а следователя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ 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 МУЗЫКА Серега звонил? Никому ни слова. Через 10 минут меня здесь не было. Ну, Верочка, значит, не было. Даже если через час уйдешь. СТУК В ДВЕРЬ У нас что-то было? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты что, правда, ничего не помнишь? Запомни, Никита. У нас с тобой ничего не было и не будет. Никогда! Понял? Никогда не будет! Вера! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Замечательно! Только вчера купила. Поздравляю, хороший выбор. А я смотрю, вам весело, да? Дня не прошло, и все, она уже битая. Так ведь моя машина теперь тоже битая? Тоже. У вас регистратор есть? Не знаю, может, есть, может, нет. Ну и все. Кто сзади, тот и виноват. Вам любой гаишник подтвердит. СМЕХ Девушка, вообще-то я на месте стоял. Послушайте, молодой человек, вы хоть знаете, сколько моя машина стоит? Молитесь, чтобы вам страховки хватило. Ну, тогда я бы поехал. Куда вы поехали? Молиться в церковь. Шучу, у меня нет страховки. Шутник. Вера, Серега догадался? Уйди отсюда! Знаешь что, Никита? Даже если что-то было, все равно ничего не было. Здравствуйте, это я вам звонила. Вот мои документы. А европротоколы для кого вы вводили? Или вы их заполнять не умеете? Да не умею. А это сразу кричать чуть ли не в драку. Бандит какой-то. А я одна. И заступиться некому. Разберемся, Маргарита Алексеевна. Очень надеюсь. Тут, постойте. Инспектор ДПС. Старший лейтенант Гусев. Очки и бейсболку снимите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похож. Я смотрю, хорошее настроение, Сергей Антонович. Документики на машину можно? СМЕХ Да вот такая ситуация. Да я вот жену в аэропорт отвез. Она улетела, я назад. А смотрю, документов-то по привычке. В сумочку все сунула и документы... А это у вас что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вместе с ключами. И увезла. Из машины. Лицом к машине, руки на машину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, как-нибудь договоримся, а? Старлей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понял, понял. Стреляться не будем. Тем более из-за брюнетки. Что, при виде красивой женщины так и тянет схватиться за ствол? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В вашей ситуации, Сергей Антонович, любое слово может быть использовано против вас в суде. А суд я вам гарантирую за оскорбление должностного лица при исполнении. Ясно? Ну, тогда еще раз. Сюда сранец. Старлей. Здорово, Элис. Здорово! Ни хрена себе! Ты чего? С утра прикорму все решил, Серег? Ой, извините, Сергей Антонович. Кстати, иди-ка сюда, познакомься. Это мой первый напарник. Понял, о ком я? Угу. Когда-то с зеленым летехой ходил, а сейчас ни хрена себе. Сергей Антонович, а? СМЕХ Майор, 102-й спецбат. Дворяне. Короче, ты обыскивать собираешься или нет? Это, товарищ майор, не знал. Так точно. Засранец. Ах, товарищ майор. Значит, вы все здесь заодно. Теперь я виновата, да? Девушка, вот след от протектора. Это значит, что моя машина стояла на ручнике, когда вы сдали назад и в меня въехали, а потом аккуратно сдали вперед. И если посмотреть на запись видеорегистратора, он же у вас есть? Ну, есть. И что? Регистратор пишет только то, что спереди. Ну, вы будете дико удивлены, но спереди тоже видно, чем вы тронулись. Передком или задницей. Образно. И ту передачу, что ли, воткнул, да? Ну, бывает. Хотела взлететь, а тронулась раком. Ой, все такие умные! Машинка приемистая, но только вчера купила. Понятно. Так, ну что, где-нибудь посидим, заодно оформимся. Давай. Машинку приставляем к тротуару. Товарищ майор, это я как бы под гипноз попал. А, да-да, засранец. Вообще, Серега, как не девается? Чего тебе, сложно было приставиться? А? Чего ждал-то? Силу показал? А нету ксиву, Юрец. Забыл? Ах ты, блин! Под следствием я. Труп на мне. То есть ты, получается, до сих пор отстранял, что ли? Я до сих пор на свободе, Юра. Что само по себе у меня нет. Я говорю, что говорю. Похоже, тачку не раз приложили, вся морда в кирпичной крошке. Ну, ты же не страховой агент, дядя Боря. Сергей Антонович, я эксперт. Эксперт. Меня на кривой козе не объедешь. О! Так. Фу. Антонович, это что такое? Я говорю, что говорю. Похоже, прямо в тачке и распевали. По-любому, случай не гарантийный. ГОЛОЗИВАЮТСЯ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выбрось. Из головы все равно тебе чинить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, я тебе когда сказал быть? Кутузов. Злой, как с цепи сорвался. На 40 минут развод задержал. Про меня спрашивал первым делом. Что-то я не вижу майора Чертанова. Поднимите мне веки. А ты? По вашему поручению осуществляет проверку техцентра на сокрытие находящейся в розыске транспортных средств. Сойдет? Сам раз. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Давай, Вер, пока. Смотри. Наташа. Ростова? Короче, Карапетян. А, неугомонная гонщица, так? Да, пять судимости и дважды лишение прав пожизненно. Надо брать. Ну, если кого-то застрелить, возьмем. А так пусть пока гаишники парятся. Может, снова права отберут. Слушай, на этот раз дело серьезнее. Решено гонщицу посадить и привлечь к этому максимальное внимание общественности. Там уже журналисты на стрёме и готовятся снимать. Ну, с нашими-то ружьями сама-то на камеру сниматься. Рома, у меня выходной. Меня девушка ждет. Давай. Анекдот слушай. ДПСник останавливает машину. Подходит. Сержант Петров, откройте ваш бумажник. Простите, боже мой, багажник. Блин, а! Вот мне мама всегда говорила из детства. Тороплюсь, тороплюсь, тороплюсь. Серег, ну ты чего такой тухлый? Спать было жарко, вот и протух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай направо. Погоди, стоп. Так, что это у нас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пьян? Как фортепьян. А добренький инспектор его отпускает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще не факт, погоди. Видишь, Бухарик не за рулем. Посмотри, смотри. Может, подъедем? Нет, погоди, рано. Скажешь за вещами порез. Если кто-то из наших рядом, вызывай на перепад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладога, 01-й, Ладоги. Слушаю. Виталь, это 01-й, кто в центре есть? Надо машинку на бульваре придержать. О-о-о, Марин, по встречке пошел! Кого принимаем? 003, встречай черный Лексус. Водитель, черный Лексус, останавливаемся. Черный Лексус, 2-0-0, останавливаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладога, он на бульвар выехал под кирпич. Здесь атосторонние. Ползвел, как жут навозный. Виталий, дай мне пистолет, я уже стрелю. Водитель, буду вынужден применить оружие. Останавливаемся. Серега, да тебе нельзя! У тебя нет ни формы, ни значка! Не вмешивайся, я сам! Вылезай давай, отъездился. Паш, заднюю дверь проверь. Есть. Эх, подавишь чуть-чуть! Эх! Глуши! Читаю, до трех стекло выбиваю. Раз! Ребят, ребят, стекла погнете! Ладога, ноль первый. Мы его взяли. Это совсем уже никуда. Я... Я расплатился. Мне теперь на каждом углу вам отстегивать. С кем расплатился? С летёхой вашим. Слышь, мне тут до дома хрен ничего совсем. С каким летёхой? С гаишным вашим. На бульваре стоит. Ты вообще кто такой? Ты кто? Паш, камера пишет? Так точно, товарищ майор, пишет. Майор. И что, майор? Ни копейка сверху не дам. Иди свою летёху тряси. Я ему 300 тысяч на карту скинул. Угу. 300? Мало? В самый раз. Принимайте мецената. Выходим из машины. Ваш водительское удостоверение. Документы. Я всё объясню! Не врубаешься? Не ага, прямо сейчас. Звонишь своей маме, пусть срочно всё возвращает. Что, куда ты дура? Откуда ей только что 300 тысяч капнуло? Да, вот пусть туда и возвращает. Быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаешь меня? Ну, знаю, майор Чертанов, только мне, товарищ майор, без разницы. Без разницы? Правда? А разница есть. Был бы он трезвый, хрен бы с ним. Но ты же ему, пьяному, сесть за руль позволил. А если бы он кого-нибудь на тротуаре? Кому и когда чего позволял? Какому пьяному? Не понимаю, товарищ майор. Объясните? Популярно. Вы мой начальник? Сотрудник СБ или просто стукач? Я слышал, что вас отстранили. С какого я вас должен слушать? Фамилия, лейтенант? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же все равно узнаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, Разина, и что? Ладога, 01-й, Яузе. Слушаю, Ладога, 01-й. Яузе. Яузе, ваш сотрудник, инспектор Разин, за взятку в 300 тысяч рублей допустил к управлению транспортным средством нетрезвого водителя. Яузе. ПРЕНИЕ Ладога, 01-й. Ну, дает, парень. Нормально. Я тоже так хочу. Отпустил козу на 300. Ну что, не хочешь слушать? Ну, пусть другие послушают. ПРЕНИЕ Ладога, 01-й. СМЕХ 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 Повторить за штуку баксов, да легко. А я готов за 500. Погнали. Погнали. Так, вот это уже во всех новостях. Нам сроку дали до вечера. Найти и за решетку. С обязательным привлечением прессы. А то, видите ли, призовые он тут объявил. Ну, вот еще один ньюсмейкер. Тертанов, ты что, вообще рехнулся? Открытым текстом на весь город. А? Что, закон полосатой палочки? Да, Серег, за такое не на одну полосочку вставят. И не на две, Серег. По самую рукоятку кое-кому. И мне в том числе. Ну, тебе-то не привыкать, Макарыч. Так. Так, чертанов. А я отстранен, нету чего. Восстановлен. Восстановлен с завтрашнего дня, Чертанов. Правда? Угу. А почему я узнаю об этом от посторонних? Не от посторонних. Мы одна команда. А я твой новый командир, Чертанов. Ну, майора Мальцева представлять тебе не надо. Так что все, работаем. Срок не успеете, на пешеходные зебры порву. Рожнов, дай пройти. Кутузова сегодня как подменили. А я давно говорю. Наш Кутузов не настоящий. Настоящий был одноглазый. Так, Потапов. Не прав, каюсь. Ну что, Чертанов, присоединяйся. Если, конечно, не забыл, что такое розыск. Да поди его разыщи. Мотоцикл без номеров. Таких мотиков, как грязи. Ну да, из опознавательных знаков. Какие особые приметы? Наездник во всем черном. Черная кошка в черной комнате в черной ночи. Командир, не найдем. Шершеля Фан, товарищи. Ищем девушку особой приметы. 22 года, темные волосы. Зовут Наташа. Таха, Натаха. По месту регистрации не проживает. Подождите. Я чего-то не понял. А как он узнал? По зеркалам, отражения? Да по каким отражениям? Она же ролик на своей странице выложила. Это же Таха. Наталья Крепетян. Ну, гонщица Таха. Иди сюда. На что это похоже, м? Ну... Кладовка? Ну да, наверное, кладовка и есть. Кладовка с лежанкой. Ночлежку себе здесь устроил. Бордель? Может, ты и баб сюда водишь? Ну кого же еще, если бордель? Сегодня же вот эти пролежни на помойку. Еще раз. Узнаешь, что тут по углам ночуешь. Ты что? Ну что ты мне сделаешь? Я же и так наказан на полную катушку. Чем еще напугаешь? Дверку прикрой. У Мальцева лосатая лапа в городе. Когда тебя отстраняли, он активно за тебя вступился. Причем за моей спиной. Мальцев за меня вступился. С чего вдруг? Не знаю. Похоже, его назначение на твое место – часть компромиссной сделки. Правда? Значит так, к утру здесь должен быть кабинет. Три рабочих места. Следователь, опер, криминалист. А ничего, что у нас в штате нет ни следователя, ни опера, ни уж тем более криминалистов. Будут. Из города присылают. Так что давай, соберем анутки и выгребайся отсюда. Подожди, Макарович, ты же в курсе? Мне спать негде, я с Верой развелся. Значит, сходитесь. Хватит дурить. А вот это уже не твое дело. Мое. И это тоже мое. Тебя кто-то просил? Тебя просил кто-то заступаться, Мальцев. Я тебя просил заступаться, а? Я свою группу с ноля создавал, пока ты своей тощей задницей в оперчасти отсиживался. Ты контуженный, конечно, Чертонов. Контуженный на всю голову. Это тебе ж не людьми командовать. Это тебе в психушке самое место. Правда? А что ж ты тогда меня отмазывал? При своих-то связях мог меня и в психушке изгонить? Потому что ты классный инспектор по розыску. А мне нужны показатели. Ошибаешься, Мальцев. Мне на того поставил. Ты ж ты все-таки дурак, Чертонов. Но я ж единственный, кто пока в тебя еще верит. Мы ж оба понимаем, что доверять-то тебе ни хрена нельзя. Все равно рано или поздно сорвешься. Что, Гарик? Да слушай, я тут одному гонщику набрал. Вроде это конный пацан. Говорит, гонщица Тахо засветилась в одном вамжайнике. Ну, не знаю, там молодняк, гаражи, тусуются. Что ей там делать? Слушай, говорят, там наркотой барыжут. Адресок есть? Ну. Ну что, Серега, с возвращением можно поздравить? С понижением. Для меня... Да что для меня? Для нас, для всех наших, Серега. Ты командир. Для Мальцева наша группа на трамплин, чтобы управление прыгнуть. Да то дай ему и дорога. Если надо, мы можем ускорение придать. Спасибо, Виталь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, это ты. Привет. Слушай, прости, я тут пока есть время домашними телами занимаюсь. Ты посмотри, я сейчас вернусь. Странно, должна светить. На лестнице все в порядке, здесь тоже вроде. Лампочка перегорела. А, ну лампочку ты сама поменяешь. Дверь не ломали. Замок не знаю, эксперты нужны. Их, кстати, хорошие знакомые. Нет, я думаю, не надо больше никого сюда. Лерусь, я на тот проезд дам. Решу вот. Ну, я думал, все нормально. А все нормально? А что не так? Ну, я по поводу того, что вчера между нами. А что вчера между нами? Я об этом же. Был повод, посидели, выпили, потом разъехались. Как обычно. Ты к себе, я к себе. Ну, а то, что было после? Или ты хочешь сказать, мне это приснилось? Твои сны, это слишком лично, Никита. Вот что я хочу сказать. А если мой сон повторится? Если я очень хочу, чтобы он повторился. Никита, мне вчера абсолютно ничего не снилось. Я спала, как убитая. Веруся. Послушай, я не для этого тебя сюда позвала. Мне нужно знать, кто здесь был. Погоди, так ты что, серьезно, что ли? Блин. Я думал, это повод такой увидеться. Еще хотел комплимент тебе сделать, мол, заценил. Может, ты наконец-то вспомнишь, что ты сыскарь и сделаешь свою работу? Говорю же, проездом я. Машина ждет. А в попыхах я ничего не делаю. То есть абсолютно ничего. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Жухер! Менты! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна! Командир, Анна! Типа, стоцкий ты угольный бассейн! Куда без приказа, Раков? Стоять! Ладога, 01-й, Мотабатом. Принимайте клиента. Черная кошка, без номера. Анна у нас по шоку. Понял тебя, Ладога 01. Мы на объекте, конец связи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри. Еще один без номеров. Здорово, орелики. Здрасте. Здрасте. Чей гараж? Хозяин. Логично, кто хозяин? Дядька один. Тут все его, все эти гаражи. Мотоцикл. Тоже его? Ну да. Так. Ковыряемся. Он нам сам разрешил. Так. А вот сейчас вот от вас выехал байкер. Отсюда? Никто. Андрику скажи. Не, не. Никто не выскакивал. Принимаем кошечку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так даже интереснее. Командир, давай вызываем наряд. Пусть менты приезжают и сами с этим разбираются. Угу. СМЕХ А вы типа не менты, да? Типа на Хэллоуин собрались. СМЕХ СМЕХ Формально я не на службе. Виталик, ты приоружи, у тебя жетон. Не, ну если хотят лишь беспредел, то... Чего? Выключи. Не понял? Выключи музыку, я тебе говорю. Музыку выключи! Чего? Ты что, побесить меня решил? Пойдем. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот и доездилась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Блин, зачем? Ну что, жива? Жива. Ты скорую вызвал? Едут. Не она. Ладно, да. Ладно, посмотрите. Одну из куточку. Малой! Служи. Обслужи женщину. Антонович, документы привез? Ты вроде бы сказал, что хозяйка приедет. А ты делай, дядь Борь, потом разберемся. Я гонщицу ищу, Таху. Таху сейчас многие ищут. А я ее первым хочу найти. Где же она дневного света-то прячется? Помните, как-то жаловался, что она у тебя уже в печенке сидит? Устал ей жестянку рихтовать, так? Нет. Я говорю, что говорю. Эта ж Таха-гонщица ко мне подъезжает, когда ей приспичит. А не я к Тахе-гонщице. Да. Неожиданно. Дядь Борь, тебя чему на зоне учили? А? Вроде как одной ниточкой повязаны. Общее дело делаем. Нет, дело мы делаем общее. Но вот представь, что будет, если узнают, что я тебе сдал Таху-гонщицу. А кто узнает? Приветствую, Михал Юрьевич. Да, есть информация. Адрес той самой Тахи. Да. Как видишь, мои орлы быстрей уголовного розыска землю роют. А как же, конечно, проверили. Дом пока еще спит. Надо так все это обставить, чтобы никаких подражателей. Чтобы у летчиков этих все желания разом отбить. Ну да. А то. День добрый. Добрый. Слушаю вас. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Послушал. Открывай. День добрый. Командир, кажется, нас здесь не уважают. Серега. Серега! Серега! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК День добрый. Добрый. Здравствуйте. А можно с вами? Товарищ майор, возьмите меня. Здесь? Прямо здесь? Девушка, вы сейчас что, интим прилагаете? Вы почти угадали. Нет, я журналист. Уголовный розыск. Считай. А эти чего стоят? Они тоже с нами. Криминальный вестник, интернет-издание Кремру. Товарищ майор, давайте я вам аккредитацию покажу. Аккредитацию не хочу. Садитесь. Спасибо. Проезжай. Я-то проеду. С тобой я не прощаюсь, понял? Я выясню, на чем ты ездишь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово, дворяне. Здорово. Ну что, на пальчиках скинем, кто будет браслетики надевать? Ага, что ты собрался раскидывать пальцами? Здесь очевидна наша тема. Нарушение ПДД, а? И хулиганка ломится. Какое ПДД? Вы у нас понятыми будете, еще спасибо скажете. Здорово, Серег. Как сам? Как сало, килограмм. А Вера как? Вера? А ты что, не в курсе, что ли? Вы же с ней тусили всю ночь. Василий даже. На пропалуй. Забыл у нее спросить? Да нет. Да я же просто что-то... Давай, Ром, за рацию в машину, а я пойду гончиться поднимусь. Здрасте. Здрасте. Командир, ты что-то не понял, а мы? Да стоп, получается, жену отдаете, а сам дежурный ладит? Ничего страшного, я привыкла. А можно вас на фоне мотоцикла сфотографировать? Мне для репортажа нужно. Меня? Ну да. А, нет, извините, я на фоне чужих транспортных средств не фотографируюсь, девушка. Ладно. Это мотоцикл Тахик? Он? Не знаю. Похож. Уже вроде он. Только это с номерами. Ну вот. Пробивай номера, поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас. О! Здрасте, девушка! Освобождаем-ка, девушка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, товарищ генерал. Понял. Майор Чертанов Сергей Антонович. До недавнего времени командир группы оперативного реагирования спецбата ДПС. Повысили? Сняли. Майор в неслужебное время на частном автомобиле устроил погоню за угонщиком, по которому был объявлен план перехвата. Угонщика упустил, но спровоцировал аварию, в котором ее пассажирка... Пассажирка в его машине, и он в погоню. Она тоже из органов? Нет. Она родная сестра его бывшей жены. Погибла на месте. Да. Майора оправдали. Но до сих пор Игорь Сергеевич, непонятно, преследовал этого угонщика. Или, может быть... Прикрывал его отход? Да. Но мы это выясним. О! Как настроение, девушки? Нормально. А как у главной девушки? А тебе, Сергей Антонович, не похрен ли мороз? Логично. В первой половине дня к майору Мальцеву, командиру гор. Усволил? Угу. Скажешь от меня, он в курсе. Заходи, герой. Разрешите присесть? Или герои смерть принимают стою? Простите. А командиру чего? Гор? Ага. Угу. Ой... Парнишку видал? Стажёр. Подсадишь к Виталику, пусть обкатает. Макарыч, сядь. Вот как задницы чуял. У тебя ж там Юра работает. И ты не знал, что у этого лейтенанта, как его... Разина. Разина. Что он прокурорский сынок, ты не знал? Буду знать. Значит, тем более затопчу. Да ты ёп! Рехнулся! Вообще туго доходит. Прокурор! Расслабься, Макарыч. Я не на службе был. Так что это моя война. Да иди ты. Война у него. На войне хоть какие-то шансы. А это всё равно, что против ветра. И ветру всё пофиг. И сам обсыхай. Еще не ветер, Макарыч. Не ветер, говоришь? Угу. Из управления звонили. Приказно отстранить. Опять? Дошло? А ты что думал? Крикнешь на всю губернию, что взяточника поймал? Услышит, оценит на командирскую. Должность верну, да? Честно. Я испугался. Летёк меня стукачем назвал. Я решил, что так и подумают. И тут вот, знаешь, как накрыло. Чувствую, еще секунда, и сдам назад. И сдал бы. И правильно. Пьянь за взятку отпускать. По-твоему, это правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неожиданно, правда? У нас уплотнение в батальоне попросили с вещами на выход. Потерпишь у него какое-то время? Пока не подыщу себе чего-нибудь. Конечно, живи. Это и твоя квартира тоже. Квартира твоя. А машина твоя у дяди Бори. Починки. Там, конечно, не дешево, но платить не придется. Ну, конечно. Разве станет дядя Боря угонщик-лицидивист, брать с тебя деньги? Дядя Боря давно не угонщик, а жестянщик. А банкет за счет виновницы аварии. Поняла. Я разбила, я заплачу. Нет, ты не поняла. С тебя ключи и документы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот, держи. Как-то по-дурацки вышла застыла машина. Сама ему отдашь. Заодно заберешь стаканчики из-под коньяка. Я не пила. Я подвозила коллег, у них была бутылка. Я... Я выпила потом. Правда? Значит, кто-то из твоих коллег красит губы твоей помадой? Слушай, ты меня достал. Квартира моя, машина моя. Бедный несчастный обделили тебя. Ты сам отказался от раздела имущества. И где я? С кем и что делаю тебя касаться не должно. Ты не мой муж. Мы с тобой так, соседи по коммуналке. Вера, Катя бы осталась в живых, если бы не пьяный урод на фуре, если бы он не бухал за рулем. Но всего этого не случилось бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь что, ты прав, я тебя действительно здесь какое-то время потерплю. Только, пожалуйста, не затягивай с переездом. Ну да. Чем реже будем видеться, тем быстрее притупится боль. Не притупится. Да, пьяный урод на фуре, это он виноват. Но только Катюхи там не должна была быть. В тот момент, в том месте. Это твоя вина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 и от своих пьяных слов отказался. Не знал, как выкрутить, вот и ляпнул, что первое впрело в голову. И 300 тысяч на карту Летехи он, конечно, не отправлял. Банковская выписка. Вчера ни на один из счетов инспектор Разина ничего не поступало. Ну да. И, скорее всего, они друг друга вообще в глаза не видели. Выходит, что так, Сергей Антонович. Заведомо ложные обвинения имеют уголовные последствия. Вот только не надо. Мне уже приходилось иметь дело со службой собственной безопасности, так что все это уже проходили. Нет, не все. Это особый случай. За подобное клевету предусмотрен реальный срок. Но это уже лишнее. А то майору покажется, что на него оказывают давления. Это не так. Ваша служебная, можете приступать к работе. Водитель будет строго наказан. Вам, по месту вашей службы, будет объявлено дисциплинарное взыскание. И все, конфликт исчерпан. И извиняться ни перед кем не придется. Но я очень надеюсь, что вы тоже откажетесь от своих необоснованных обвинений. Я так не думаю, товарищ генерал. А вы подумайте, мою. Идите. Жду в машине. Капитан Рожнов! Войдите. Идите. Анекдот? А судья спрашивает подсудимого. Ваше последнее слово. 300 тысяч. Ну, вы признаете себя виновным? Нет. Ну, на нет и суда нет. Смешно. И оказалось, у нас на этом разе вообще ничего нет. Слушай, может, ну их давай перестанем бодаться, Серега? Во-первых, есть и много. А во-вторых, все очень просто, Виталик. Мне не оставили выбора. Если я его не дожму, то его папаша дожмет меня. Но если правильным образом слить информацию в прессу, то может подняться такая волна, что папику и сыночку мало не покажется. Журналисты четвертая власть. И у меня с этой властью вот такие вот завязки. Почти. Ого. Уже. Да. Откуда завязки? Девушку помнишь? В подвале у Тахи. Ага. Ну... Ну да, по-моему, ничего такая. Журналистка. Ну да. Ну вот. Жаль, я не спросил ее, как зовут. Но мы уже почти познакомились. Ладога. Всем патрулям. Дорожная. Промзона 18. Набережная. Автомобиль пробил пробет. Висит над водой. Угроза падения. Водитель, скорее всего, без сознания. Ого. Как они вообще-то въехали? Ладога, ноль первый. Мы рядом. Выдвигаемся. Он у Виталина. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ВИЗГ. 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 ИНТРИГУЮЩЕЙСЯ ВИЗГ. 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 Держу на связи. Выводи ребёнка на меня. Понял, Серёга, соединяю. Как слышишь? Мам, что с тобой? Ладно, слышу его. Ты девочка, мальчик, как твоё имя? Я и Ваня. Ваня, Ваня, совсем взрослый уже, наверное. У тебя свой телефон? Нет, маме. Ваня, ты здесь? Ой-ой, мы падаем прямо в речку сейчас. Ваня, не шевелись. Отстегни ремень быстрее. Мам, 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 нет, я не знаю. Ваня, мы уже близко, Ваня. Мы здесь, Ваня. Давай, открывай. О, привет. Мне мама сказала, чтоб я выходила отсюда. Собирайте его скорее, слышите? Так. Виталий, давай затрушим. Ага. Ты один удержишь? Ага, держу. Держу. Нормально, нормально, держу. Во, нормально. Ага. Так, Ваня, вот давай сейчас перелезай через сидушку и ко мне. Аккуратненько. Давай-давай, вперед. Скорее. Вперед, 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 Ваня, Ваняш, давай. Вот ты молодец. Вот сюда садись. Ага. Сиди, сиди здесь. Ванечка, смотри на меня. Вань, Вань. Ты молодец, герой, все хорошо делаешь. Вот так посиди, никуда не прыгай, понял? Да. Ну что, Маш, отстегнулись уже? Нет. Давайте-давайте. Я боюсь. Давайте-давайте, Асюр, давай! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Мама! Присмотри за ним, за ксивы мои. Чтобы было потом все начальство, отнялась! А-а-а! Руки, ноги целы, ты как? Хорошо. Ага. Мама тут работает, мы ехали, а к нам собачка бездомная под колеса. Санечка бездомная. Где машина? Там. А Серега? Там. Давно? Прям перед вашим приездом. ВЫСТРЕЛЫ Мама! Все хорошо, папа! Где Серега-то? Можешь прыгнуть самому. Кто-нибудь видит его? Мама! Да Серега-то где? Юрец, затнись, ждем. ВЫСТРЕЛЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Включи документы, гражданочка. Глашения лучше не оставлять. Командир! Как ты? Ну? Ноги промочил. А так водичка нормально. Сам раз. Серег! Да ты еще поныряй! Раки там есть, нет? Может, наловишь пивков? Дяденька, спасибо, что мою маму спасли. Это ты молодец, Ваняша. Ты всех спас, ну? Вперед! Ну что ты скажешь, Михаил Лукич? Где Чертанов-герой? Там герой. Угу. Конечно, будем учитывать, конечно. Спасибо. И вам. Чертанов опять на коне? Угу. Не успел от нас выйти, спас ребенка и мать из упавшей в реку машины. Непотопляемый черт. И вот что с ним делать? С ним? Что с этим дураком лейтенантом делать? Папаша прокурор-то ведь не успокоится. А я, товарищ генерал, похоже, знаю, как Чертанова пришпилить. Да? И как? А вот так же. СМЕХ Ты, Тюленев, дошутишься. Короче, у Лютюфи этого нашел. Разина. Папа. Мама. Папа. Наедет, уже не съедет. Серега, я сейчас серьезно. Я бы на твоем месте коней бы попридержал. Ты бы лучше напарничка своего, Юрец, попридержал. Уж больно резвый. Да? Да? И тебя утащат, когда сам вниз пойдет. А я-то что? Хочешь сказать, что ты завязал с поборами? Вот ты забери мне свой спецбат для перевоспитания. Комбатом стану. Заберу. Ну, комбат иметь еще? Высоко. А низко, Юра, только курицы ретают. Кстати, о высоком. Я с твоей Олей вступил в интимную связь. Не ревнуешь? Да, Оля мне во всем призналась. Ревную. Друзей-то у меня много. А жена одна, запасных не имею. Нет, я серьезно, как там у нее продвигается? Продвинулась уже все давно. Рождается скоро. Готовимся. Я о нашем подпольно-непристойном сайте. Дородов успеет? Серый, все уже давно работает. Ты в интернет сам зайди и проверь. Не могу. Мне нельзя сметиться на непристойных сайтах Юрец. Ладно, передовой мой большой вид. Ладно, давай. Так, и это что такое? Так, командир, у тебя штаны мокрые? Мокрые. А мне потом как сушить сиденье, а? Давай-давай. Промокаску какую-нибудь посадишь? Вот, Виталя. Виталя, ты у мамаши поинтересовался, как она в реку улетела? Да. Да она собачку пожалела. Дура, у нее ребенок в машине. Головой надо думать. Это инстинкт, Виталя. Когда думать, когда чужая жизнь под колеса летит? Когда жизнь, это понятно. А тут собака. Бездомная. А что, бездомная, значит, не жизнь, что ли? Я тоже бездомный, Виталя. И что? Это что это он? Бог ходит, что ли? Ну-ка, давай за ним. Серега, он права не имеет. У нас нет ни нагрудников, ни жетонов. Давай, слушай, я по рации передам, пусть без нас примут. Без нас? Знаешь, Виталя, однажды точно так же кто-то подумал без нас, а потом пьяный урод на форе ко мне в лобовую приехал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извини, командир, принимаю. Желтая Шкода Фабия, 135. Право, прижимаемся. Еще посмотрим, кто кого высадит. Выходи из машины. Выходи! Выходи, сказала. Ишь сидит он тут. Нас гаишники тормознули, глаза разуй. Вот с ними дальше и катись. 102-й спецбат ДПС, капитан Рожнов. С вами все в порядке? Забирайте его. Сидит он, расселся. Ваши права и документы на машине. Да мы с женой ругаемся. Да не то, что ругаемся. Так. Понятно. Бывает. Самочувствие как ваше? Да какое у него может быть самочувствие? Идиотина! Муж ваш? А я не знаю. Может, и не мой. Знаете, у нас недавно такой случай был. Муж с женой тоже вот так поругались. Муж не выдержал, вечером напился, сел за руль и со всего размаха вот такую вот стенку влепился. И совсем, что ли, идиот? Насмерть? Ну нет, если бы. Машина в утиль, а может, действительно идиотом стал. Теперь жена ему всю жизнь алименты выплачивать будет на содержание, как инвалиду. Да мой-то... Не, он и не пьющий совсем. Да? Нет, я поняла. Не пьющий. Ну все, Лапуля, все нормально. Забирай документы, заводи машину, левый поворотник, и выиграй. Вяк! Кто за рулем? Так он. Вот пусть он и рулит, ясно вам? Ясно. Пристегнись. С левого пути. Спасибо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Фамилия? Нежный. Как? Нежный. Прибыл на стажировку в распоряжение командира. Гор. Ты к нам, что ли? Нежный. Вспомнил. Паспорт. Вспомнил. Вот он. Всем привет. Я Вова Нежный. Вот он. Сегодня мы проводим эксперимент. Он на спор свою тачку расстрелял. Ну, рванет бензобак или нет? Попасть в бензобак машины. И главный вопрос, взорвется ли она? Нежный. А стажер? Попасть в бензобак. Подожди, ну что, ворвануло? Ну, интернет он точно взорвал. Попасть в бензобак. Говорят, его из-за этого видео из Юракадемии поперли. Прямо перед дипломом. Подожди, без диплома и сразу к нам, что ли? Не-не-не. К нам без вышки не берут. Не берут. А этого взяли. Значит, второй этаж, 24-й кабинет. Угу, спасибо. Здрасте. А 24-й кабинет? Сюда, по лестнице наверх. Спасибо. Так, ну что? Кто расскажет главные сплетни дня? Да. Командир, это было реально круто. Я бы тоже дырнул. Не сомневаюсь. Уже видео в интернете есть. Показать? Это позже, Лёнь. Давай что-нибудь ближе к реальной жизни. Да мы на усилении. Угу. На что усилие тратим? Злодеи сперли с завода полтона чистого спирта. Ого! Так, стоп. А тому, кто найдет от государства 25 процентов? 25 процентов, Виталий, это уже портвейник. СМЕХ Поэтому, Виталь, раздваиваемся. Я Сушиса, а ты... Здравствуйте. Здравствуйте. На усиление. Понял? Понял, понял. А вот... А Виталик, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Вер. Ванна. Сергей Антонович, уйдет слухи, что вас полностью оправдали. Это правда? Нет. Работаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Серег, а что это сейчас было? Верку нам следователям прислали? Она что, теперь у нас там будет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, герой. Ну, красавчик. Уже во всех новостях. СМЕХ Макарыч. Серега, ну, ей-богу, вот я ни сном, ни духом. Кого прислали, того прислали. Со мной не торговались ни на базаре. Правда? Базара не будет. Я сейчас оружие получу, будет ЧП! Шучу! Уголовщина будет, Макарыч, ты меня знаешь. Знаю! Серег, ну, знаешь, как говорят, нет худа без добра. Поработайте бок о бок. Может, опять сойдете. Макарыч! Макарыч! Звони генералу. Ты позвонишь, тебя послушаю. Майор! Шел бы ты на усиление со своим Санчо Пансей! Да! Мне сказали, в этот кабинет. И кто вам это сказал? Я от Суворова. Да ладно! От Суворова! Слушай, он был бы великим полководцем, если бы в офисе звали Александр Васильевич, да? Да. Понятно. Ну, и что просили передать? Что я к майору Мальцеву. Он в курсе. Угу. Товарищ майор, к вам тут. От самого Суворова Александра Васильевича. Генералиссиуса. Да? Угу. Не понял, от кого? А, от Кутузова. Зиновий Макарович. Ну, да, я что-то перепутал. Ну, так и подумали. Прибыл для прохождения стажировки в экипаж майор Чертанова. Так. Товарищ майор, я на усилениях. Рожнов. Стажера-то прихвати. Он теперь ваш. Слушай, ты ничего не перепутал? Точник Чертанова? Он перепутал просто. Я ничего не перепутал. Рожнов. Исполнять. Пойдем. Стажер. Пойдем. Я тебя слушаю. Правда? Это я тебя слушаю. Ты же понимаешь, что у меня нет другого выбора. Но ты, когда узнала, ты же могла... Что? Отказаться? А чего я еще должна отказаться, Сережа, ради тебя? От жизни? Майдарь! Вон, пополнение дали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Владимир. Здрасте, Владимир. Да, Виталий, я с вами. Идите, оружие получать. Стажер, выезжаем на усиление. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добро закончил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У вас Макара вот этих вот, что ручонки-то прибрал? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А чего, значок мне тоже не дадут? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Володь, запомни, ни жетона, ни уж тем более оружие стажеру не полагается. Ну и хрен с ним. У меня свое оружие есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вальтер АП. Немецкий. Как к офицеру. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С правом хранения, ношения. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, погоди, погоди. А дай посмотреть. Ну дай. Ай, красота-то какая, а! Солидно. Ха! Ты смотри. Красавица какая! А там что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Магазин. Магазин? Ничего себе! Магазины-то какие! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лучший пистолет времен войны. СМЕХ Леночка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У нас здесь дача образовалась. Забери. Я вернусь и отдаю. Хорошо. У меня же разрешение. А у меня запрещение. Давай всех фашистов победишь, когда вернемся. На выход. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего ты такой унылый? Ну чего? Садись! А, нет, стоп. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, садись. Присогивайся. А майор Чертанов? Чего? Садись, говорю. Ты у нас главный. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что такое убор? Группа оперативного реагер... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А реагирование на что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А, ну да. Что-то как-то сыра тут у вас. Импортозамещение. Вместо сыра в магазине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Офицерское звание есть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лейтенант. Медицинской службы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не пойму. Ты стебешься, что ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет, не стебусь. Шесть лет, пироговка. Лечебное дело. С красным дипломом, кстати. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как же тебя к нам угораздило? Ну, документы собрал. Вот. А родители у тебя кто? Папа умер пять лет назад. А мама анестезиолог. В больнице работает. М-м-м. Да ты же ценный кадр, стажер. Снотворное сможешь достать? Без рецепта. Ну, попробовать можно. Но это статья. Слушай, без статьи я и сам могу достать. Я бы тебя не спрашивал. Ты ж теперь член экипажа. Считай, мы все семья. Меня можешь называть дядей Виталик. Понятно. А вас как? А меня еще проще, товарищ майор. Ты не обращай внимания, дядя Виталик шутит так. Ты, значит, можешь снотворное достать. О, командир, новый анекдот. Товарищ водитель, вы превысили скорость. Кто? Я? Да, да, вы. Но я же еле ехал. Да ну, ехали. Во-первых, вы обгоняли по обочине справа. Да не может быть, кто я. Вы, вы, вы. А вот еще раз удивитесь. Значит, пересечете сплошную. Под красный. От нас угоняюсь. Отстреливаюсь. СМЕХ 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 А это что? А, это задний радар. Измеряет скорость попутной машины. Где? 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 Сзади. А это передний. А это передний. Передник. Мы так его называем. Мы так его называем? Держи. Давай, давай. Ну что, доктор? Держи. Давай, давай, держи. Иди, пробуй. А что пробовать? Ну, вылечить кого-нибудь. Сходи с народом, пообщайся. Инструкцию ты получил. Давай, давай, бегом уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билюлькин! Давай в машину. Скорая отъезжает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты в следующий раз не тупи. Увидел, не подчиняются. Мухой в машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если там бандиты или террористы. У вас оружие, бронежилеты. А у меня-то что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не тупи, стажер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останавливается! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. Ты нас террористами пугал. Ты это брось, Вовчик. Спокойно. Дай палку. Ну, дай сюда его. Спокойно. Подходишь, представляешься. 102-й спецбат ДПС. Стажер. 102-й спецбат ДПС. Берешь документы, приносишь мне. Его сажаешь на свое место. Понял? А мне куда? Воздухом дышать. Свежим. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Здрасте. Здрасте. Стажер 102-й. Специальный батальон ДПС. Государственной инспекции безопасности дорожного движения на главной трассе федерального значения Министерства внутренних дел. Ладно, я верю, верю. Вот документы. Спасибо. Пройдемте в машину? Ну, я смотрю, вон пацанчик какой-то стоит. Ну, я думаю, дорожный рабочий что ли какой. А вашу-то машину я уж потом в зеркалах увидел. Ну, думаю, все равно уж проехал. Ну, потом же я остановился. Ну, сначала-то проехал. На 800 рублей, кстати. На 500, командир. К-6-3-9-С-А. Короче, капитан. Там, кажется, спирт из машины течет. Ну, медицинский. Е-мое! Что же это такое? Да что же это такое-то? Ай-яй-яй! Чего ай-яй-яй? Чего в багажнике? Так все, что не есть, все мое. Обыскивать не имеете права. Правда? Да. Ну, тогда не будем. Ну, что, Никит, упакуем? Да и хрен с ним. Упакуем всех. Давай-давай. Здесь с ним разберемся, 5.100. Мужики, заводи! Серега, здорово, бродяга. Не ожидал? У меня для тебя, похоже, подарок намечается. Подарок в смысле подарок или... Вы медицинским спиртом похищенным еще интересуетесь? Здорово, дворяне. Что, где он? В сиденье сушит. Не раскололся? А мы и не кололи. Это? Спасибо, братец. Подарочек-то подарочек. Ты проверить не хочешь? Вдруг не то. Конечно, проверим. Стакан нанеси. Уголовный розыск. Майор Чертанов. Выйти из машины. Да я не боюсь я тебя! Не пугай! Давай рукам. Зачем наручники-то? Зачем? Не боишься, да, значит? Майор Чертанов? Угу. Еще один? Два брата. Два черта. У нас их так в управлении называют. Родные? Единоутробные. Это когда мать одна, а отцы разные. Вов! Угу. Ну, только это между нами. Понял? Не подведи семью. Угу. Ну, пойдем, дружок. Птичек послушаем. Угу. 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 Испирс смотри, не правой ром. Тем более свою пользу. Угу. Угу. Ну, вот так бы сразу, а то не пугайте, не боюсь. Начальник, начальник, он задницу мне прострелил два раза. Да я из травмата. Сиди. И через броник. КРИК Что, больно? А ты давай на бочок. Угу. Вот так вот. Чего ты смотришь? Ну, давай пристрели меня. Ты же не за красивые глазки мне такой подарочек подкатил? Ну, предъявляй, Серега, что ты молчишь? Вера машину свою при тебе разбила? Машину? При чем здесь машина? Вера вообще за руль не садилась. Я ее подвозил, я ей вмазался. Угу. То есть ты нажрался и сел за руль? Не, нажрались мы уже после аварии. Серьезных жульков с поличным поймали, решили обмыть. Угу. И ты хочешь сказать мне, Никита, что ты на трезвую башку влепился в стену, так? Ну, с кем не бывает. Засмотрелся в сторону и... Засмотрелся? Так может, и на нее засмотрелся, а? Слушай, Никита, если я узнаю, что у тебя с ней что-то, не прощу. Да ничего у нас с ней. А чего ты так переживаешь? По старой привычке? Сереж, ты, может быть, забыл, но она больше не твоя жена. Она свободная женщина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, Никита, ты прав. Свободная. Но не для тебя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладога, ноль первая. План осиления отработали. Возвращаемся на базу по нолям. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладога, ноль первому. Понял вас. По нулям, ноль первый. А что такое по нулям? Э-э-э, на дорогу смотри. Кто будет нам всем по нулям? Это конец связи. Это мы дальнобойщиков подслужили. Или они у нас, я уж не помню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, Володя, давай на разворот за свадьбой. Так здесь только прямо. На разворот, Володя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Э-э-э, ну быстро, раздолбай, включи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дави, нежный, дави. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вон, вон, смотри, они на проселочную дорогу заживали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Внимание! Водителям тортежа принимаем пыл. Останавливаемся. Повторяю. Всем водителям останавливаемся справа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой! Убери оружие! Что я сказал?! Стоять! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так тихо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто из вас старший? Разговаривать буду со старшим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Старшему дорогу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говори. Что сказать хотел? Нас уважаемые люди в ресторане жили? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сейчас вызываю подкрепление. И все ваши уважаемые люди вместо ресторана едут в обезьянник. Слыхал о таком? Я сейчас сделаю один звонок. Тебе позвонят. И ты пожалеешь о том, что я сейчас услышу. Ну, видишь, какое дело, отец. Позвонишь ты, позвоню я. Потом позвонят тебе. И ты будешь унижен и оскорблен. Они что так не унижают и не оскорбляют, как чувство собственного бессилия? Но я так не хочу. Что ты хочешь? Вы сейчас сдаете оружие, и вы едете с миром. На все оружие есть разрешение. Вот завтра твои ребята подъедут после свадьбы, привезут разрешение, я все верну без лишних бумаг. Добро. Люгер, довольно редкая вещь сегодня. Да. Ну что, ребята, ничего не забыли? Молодцы. Привет. Привет. Ты что здесь делаешь? Я за тобой приехал. Домой? Никит, решил меня подставить перед теми? Берусь. Ну, во-первых, ты не замужняя женщина. Во-вторых, я опер, ты следак. У нас куча общих дел вместе. А Серега, да он бесится и перебесится. Я ему все рассказал. Что все? Что не ты сидела за рулем, а я. И не по пьяни, а потому что ты лезла ко мне целоваться. Это я лезла к тебе целоваться? Угу. Ты чего не помнишь? Вера. Вера. А что ты еще рассказал? Про то, что я ночевала у тебя. Он знает? Это очень хорошо, Никита. Надеюсь, что не узнает. И чтобы я тебя здесь больше не видела. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Товарищи офицеры! СМЕХ СМЕХ А от имени и по поручению главного управления МВД памятный подарок стажёру... Это тебе брелок на ключи. За невключённую люстру и пересечение двух сплошных! В машине под зеркалом повесишь! Люстра! Давай! Молодец, Роман, прекрасный луч! Учим отчасти, стажёр! Садитесь! ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Так, ну что, вчера поработали хорошо. Поэтому все, кто этого заслуживает, мной представлены к поощрению. Сегодня капитан Рожанов. Невыездной. Кабинетный день. Приводишь в порядок всю документацию. А, Серёг... Новая метла по-новому метёт. Майор Чертанов, не забывайтесь! Я могу и за дверкой постоять. Ну, это если я вам разрешу. А вам, капитан Рожнов, напоминаю о субординации. Никаких Серёг. Это всё в прошлом. Вам всё понятно? Всё. Не всё так точно! Так точно! Итак, майор Чертанов и стажёр Нежный заступают в скрытное патрулирование. Все остальные по плану. Вопросы есть? Вопросов нет. Работаем! А скрытое это значит тайное? Точно! Кружим по городу, ни во что не вмешиваемся. Смотрим, наблюдаем, докладываем. Совсем ни во что не вмешиваемся? Ну, только если что-то очень серьёзное, то можем. Шучу. Не можем. Но я могу. О, а вот наш воробушек. На нём полетим! О! 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 Ну да. Не подумал. Так, мы не закончили. Откуда ствол? Честно? Ну, один вгляд'йный человек мне помог. Вообще-то, я члена стрелкового клуба. Вот оно что. А членам, значит, законы не писаны. Так? Интересная трактовка. КРИКИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорую вызывайте! В рацию. В рацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега человека сбил. На дороге. Прямо на пешеходом переходе девушку. Она жива? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СТУК Сюда! АПЛОДИwinning ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Качайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты хренешь, что ли? У него сердце остановилось. Надо что-то делать, а то скорая нам уже может не понадобится. Товарищ полковник, он только что пешехода сбил. Думаю, на смерть. Если умрет, я тебя пристрелю. Сбили, ел вы. Язык прикуси. Виталик даже не проси меня. Вера, Вера, Вера Ивановна. Ну, не меня вас учить, но если правильно посуетиться, дать делу нужных... Язык прикуси. Если он убил, то ответят по закону. Это не первая смерть на его совести. Мне одной хватило. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Возможно, это даже хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это что? Не знаю. Армейская разработка мертвых на ноги поднимает. Сам видел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, наркотик? Откуда у вас? В командировке недавно был. Там стреляют иногда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот это... То, что вы кололи, наркотики в больнице узнают. Она же на наркоманку не похожа. Ты давай делай что-нибудь. А тебя хоть какая-то польза будет? Носилки, быстро! Вы очумели! Кто так делает? Я. Все не так плохо, как нам сказали. Грузимся? Куда ее, доктор? В Боткинскую. Ее вещи. Я с вами. Вы простите, кто? Родственник? Муж? Вообще-то я ее сбил. Ага, а сам под шумок смыться решил? Не получится! Ты чуть не убил ее! Ты не можешь перед пешеходным переходом остановиться? Успокойся! Спокойно! Тихо! Стажер! Вы себя нормально чувствуете? Что? Вы себя нормально чувствуете? Я? В самый раз. 0-1, ответьте, Ладоге! 0-1, ответьте, Ладоге! 0-1, Ладоге. Слушаю. 0-1. Срочно вернитесь на базу, как поняли. Следую к месту наезда. Код 47-011. Ладоге. Давай. 0-1. Вас нет в разрядке на выезда. Срочно вернитесь. Ладоге. Я 0-1. Действую по рекламенту ГОР. Повторяю. Код 47-011. Ладоге. ГОРОТ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Серега, здорово, черт. Как раз тебя вспоминал. Слушай меня внимательно и лишних вопросов не задавай. Я сейчас девушку на переходе сбил. Ни хрена себе, Серый. Как это? Юра, не гомони. Девушку увезли в Боткинскую больницу, везут в твою сторону. Номер я тебе сейчас сброшу. Проводи до больницы и выясни для меня, кто она, что она. Сделаешь? Конечно, сделаю. Не вопрос. Все, Элис, давай, встречай. ВАДОГОНУЮ-ПЕРВЫМУ. Продолжение связи по 210. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Слушаю. Капитан Роженов, вы что там себе позволяете? Предоставляю транспортное средство по законному требованию сотрудника следственных органов, товарищ майор. Какого нахрен сотрудника? Следователь Тяжелова. Вера Ивановна? Еду спасать честь вашего батальона. Вы не против? Вадим Денисович. Да я... Меня просто не ввели в курсы дела. Удачи вам, Вера Ивановна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ладога, 01. По нулям. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 01. Ладоги. Принято. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вспоминай, вспоминай, Летина. Может, дорожку где-нибудь случайно Чертанову перебежал? Зацепил как-нибудь? Обидел? Может, не поделился, к примеру? Да нет, мы с ним раньше никак. То есть версию личной мести мы даже не рассматриваем? Ну да. Хотя... Если только... Гена, юлить и что-либо недоговаривать сейчас не в твоих интересах. Отец уважаемый человек, не подведи его. Иволгин, Юра, служит у нас. Начинал в одном экипаже с Чертановым. Дружит еще со школы. Ну, звание, должность? Капитан, инспектор ДПС. И что этот Юра? Ну, не тяни. Мы подрались с ним, ну, типа, я ему. Иволгин дернулся, ребята, которые были, удержали. Сказали, что прокурорский сыночек. И Юра застал. Но обиделся. И попросил своего дружка Чертанова отомстить. Похоже на Юру? Нет. Иволгин дернулся. Иволгин дернулся. Сычок. Хотя... Не знаю. Ген, это очень важно сейчас. Особенно для тебя. Скажи честно, Юра берет? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как все. Друзья всегда помогут пришпилить друга. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И что мы за этим, мои болиты, мои взялись? Не твое дело. Тебе Чертанов что-то сказал? Питек, жало свою несу, куда не надо. Когда скажу, туда и поедем. Тебе вообще без разницы. Так я и еду. А чего стоим тогда? СИГНАЛ СИГНАЛ Да единорог какой-то хочет налево повернуть. Тут же прямо только. Так я поэтому и говорю, единорог. Так а чего сидим-то? Не, бросит руль или чего? Да, бросай, я пересяду. Поработать хотел? Вот, вперед. Этюка, давай пошибче только, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Командир, что делать-то? Сейчас разберемся. У нас человек умирает. А если я проверю, и не умирает? Да? А если умрет? Женщина молодая, между прочим, машина сбила. Работайте уже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Инспектор ДПС, старший лейтенант Гусев. Вы в курсе, что тут сплошная? Ее пересекать нельзя. И дорогу скорая перекрыли. Да я понимаю, что скорая. Но вот носят, как угорелая, не дают повернуть. Хоть бы кто притормозил. Так, ладно. На углу припаркуйтесь. Документики готовим. А чего я нарушил-то? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что сейчас правильно, как разнозначно. Ну, делал верный вообще урок? Да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поскольку навредили навыки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что-то все Musik фиг التful assort. Что же вспомнил все? Может, что зато, как-то загляда в savings Leben? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А пешеходы шли, а парень на Рено пытался дорогу перегородить. Он когда-то вышел на дорогу, а он ее сбил, уже по инерции, я так понимаю. Значит, получается, что если бы майор Чертанов не подставился, то пострадавшую сбил бы их гелик. Если бы до кабы, Ивановна, ты понимаешь, как повернуть? Нет, поверь мне, ради тебя я реки готов спать повернуть. Спасибо, Анташа. Готов. Но не сегодня. А что не так? Реки не те? Так и будешь сидеть в машине? А что это, Виталик, на безопасном расстоянии, неохота в Бубин получать? А в Бубин-то за что? Ты мне хочешь сказать, что Вера сама подрядила сюда приехать? На коленях умолял? Ну, так, так. И Кутузов еще. Да мы вообще думали, что ты насмерть сбил. В следующий раз собью, прячься под одеялом, дыши через трубочку. Я не мальчик-мажор на Феррари, чтоб за мной няньки толком бегали. Да понимаешь, дела еще пока никакого нет, а все же рвут под себя, кто быстрее. И комитетщики, и прокурорские. И все хотят взять на контроль. Интересно. Кстати, насчет мальчика. Ты куда Сташора делал? Где он? Стажируется, принимает опыт дачи ложных показаний. Ему полезно. Ты сам как, командир? Как в сказке. Сейчас к наркологам повезут кровушку пить. Компанию не составишь? Я угоняю. Не-не-не, командир, я не могу, я на привязи. Слабак. Вопросов больше не имею. А что с личностью пострадавшей? А с пострадавшей еще интереснее. Она же без сознания была, ее на скорой в Боткинскую отправили. Вот везли ее в Боткинскую, везли, а там опера моя должен был в больнице их встретить. Но не довезли. В каком смысле не довезли? В смысле исчезла. Ну, теперь придется в розыск ее подавать. ВЕСЕЙЧЕСКАЯ Следующие доказывает Are you up? Здрасте. Так возмужал. Спасибо. У себя? Попробую. Здрасте. Можно? Володь, пять минут. Пять минут подожди, пожалуйста. Там Людочка, попроси чай, кофе. Понял. В общем, я думаю, что с напарником... Юра. ...капитана Иволгина у нас проблем не возникнет. Свободны. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, Владимир! Сам не пострадал. Что врачи говорят? Все нормально. Ну, проходи, он по трубности ждет. Ну и ко мне, если что, заглядывай. Людочка! До свидания. Аллах, ну что я смотрю? Держься огурцом. А то я уж был подумал, все, угробил парня. Твоя мать бы меня никогда не простила бы. Знает? Не-не, ей не надо знать. Достойно. Давай, садись. Николай Ильич. В общем... Я больше не хочу быть коричником. Передумал. Не по-мужски идешь сюда. Я тебе давал время подумать? Давал. У тебя был выбор. Был, и ты его сделал. Тебя отговаривали, а ты сам. И что? Дня не прошло. А ты уже передумал? О матери что будешь говорить, а? Зря просила? Ну, скажу как есть. Не справился со стажировкой. Слушай, а может быть, ты действительно головой ударился в машину? Больнич не дали? Да я отказался. Сегодня сказали отдыхать, а завтра в патруль. Но без майора Чертанова. Без Чертанова? Девана как? И кто же это так распорядился? Ну, комбат. Кутузов. Я просто тогда не понимаю, в чем смысл. Вы же сказали, что я всегда должен быть при Чертанове. Так, давай, давай, не будем горячиться. Давай, садись, садись. Давай, рассказывай все, как было. На твоих же глазах человека сбили. Тем более молодую женщину. Я понимаю, это стресс. Прости, я сразу не сообразил. Давай, рассказывай. Николай Ильич, а можно личный вопрос? Ну, конечно. Вы на чьей стране? Вы сверху или снизу? Ты что напишешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Юрис. Сэр, ты где? Посижу у результат своих анализов. Хочу убедиться, что я не пьяный мальчик. А то доказываем потом. Слушай, тут фигня какая-то с этой скорой произошла, которую ты просил проводить. Я ее встретил, все, но... Короче, мы ее упустили. Плохо, Юра. Не забуду, не прощу. А что с девушкой? В том-то и дело. Я как раз из Ботлинской выхожу. Не поступала она сюда. Сегодня в ДТП вообще никто не поступал. Заявка есть. Девушка. После наезда. То есть как раз, похоже, твой случай. Без исходных данных. Но ее потеряли. В смысле потеряли? Она умерла? Да вообще никто ничего не знает в этой больнице. Все стрелы переводят на скорую. Понял, Юра. Хотя не понял. Лаптев, в состоянии расписаться? Мы уже расписываемся. Ну как он? Как стеклышко? Как он соображает вообще? Как, как я соображаю? Нормально я соображаю. Ты мне права давай. Права мне неси. Лаптев, давай домой отсыпаться. Давай, давай, давай. Лаптев, давай. Чего домой? Где мои права? Права мне, права мне неси. Давай, давай права мне. Ну! У меня их нет, они в машине у лопарника. Сейчас твои мозги на улице будут! Слышь ты, шкура, чего замерла? Неси мне права! В машину дуй живо! Живо, сказал! В машину... Стой спокойно! Внимание, Ладоков, всем патрулям! Ввожу режим 102-3-пятерки! Дежурные экипажи гор на выезд! Внимание, Ладоков, всем патрулям! Ввожу режим 102-3-пятерки! Дежурные экипажи гор на выезд! Что случилось? Чертанова в заложники взяли! Ничего себе! Юлек! Ну, не нужно меня учить! Меня даже в школе учить не пытались! Повторяю! Дежурные экипажи гор на выезд! План к рекламу 0-3! Ничего себе! С приездом, Сачок! Здорово! Мы на выезд! Подожди! Дань, что происходит? Серегу в заложники взяли! Где Серега кого-то? Браво он меня забрал! Да, правильно, Лаптев! Лучший выход из запоя – это захват заложников! Ты вообще заткнись там среди накопчика ровно! Ясно? Я сижу, сижу! Ну и сильные! СТУК В ДВЕРЬ Слушай, ну тут прям как в цирке! Чего приуныл, Летек? Локтем бей в печень! Он затвор не передернул, так что все нормально! СТУК В ДВЕРЬ Чего такое? Пружинка тяжелая! Давай помогу! О! Так, в самый раз! Пойдем! Полиция! Оружие на землю! Возьмешь или бросить? Хотя в твоем случае это одно и то же. Круто! 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 Все в бегах, ты фигней страдаешь! А тебе завидно? На, займись мужской работой! Вот номерок командир попросил побить! Мальцев? Или Чертанов? Леня! Командир! Ладно, ладно, что спросить даже уже нельзя! Сказал бы сразу Чертанов! Смотри, вот номерок, это скорая, это время вызова, она забрала пострадавшего. Ну, в общем, ты понял, давай! Как раз ничего не понял! Чего пробивать-то? Ты все сам сказал! Леня, врача! Ну, фамилия, отчество, адрес, всю информацию... Все, что так кстати предусмотрено Уголовным кодексом. Да, и то, что нужно мне прямо сейчас! Ну, давай! Нет, так быстро не получится! Лень, я тебе как старший инспектор разрешаю превысить скорость! Поехали! Ладога! Всем экипажам гор! План перехват 03, отбой! В общем порядке! Как поняли? Я тебе говорю, если Серега кого-то в заложники прихватил, это одно! Но и вот если Серегу взяли... Я представляю! Да, это личное горе этого несчастного человека! Ладога 03, парковка на тротуаре, ловите метку! Это у вас под боком! Может, нам еще билетики в цирк продавать? Ладно, поехали! Здесь нельзя стоять! Пошел нахрен отсюда! Клеим! Да! Давай мне! Держи! Держи! Так, запись идет! Так, запись идет! Да! Ну вы что, правила парковки не знаете? Чего? Давай снимай! Куда ты пошел-то? Вы правила дорожного движения не знаете? Парковки? Снимай, я тебе говорю! Да мы уже вас снимаем! Вас все... Иди сюда! Я юрист! И я... Ты дурак! Да! Захар! Захар! Пойдем! Я тебе говорю, снимай! Ну что делаете, а? Больно же! Языком заскребать будешь сейчас! Понял? Да отпусти! Да отпусти его! УСМЕНТЫ Крошка сын к к отцу пришел! И сказала, Кроха... Пусти его! УСМЕНТЫ Что такое хорошо, что такое плохо?! Да хватит! УСМЕНТЫ 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 Да пошел ты! УСМЕНТЫ УСМЕНТЫ А-а-а-а-а-а! Мужики, жестко крутите, а! Нападение на сотрудника полиции при исполнении, просто, 17-я статья УК. От двенадцати до пожизненного. Права зачитать. Из-за машины человека калечить вообще одурел. Э, мужики, я при исполнении! Там у меня сила в правом кармане. Это я на всякий случай, чтобы вы не скулили потом. Паш, нам угрожают. Камеры фиксируют? Да, я еще потом к обоям поеду сниму. СМЕХ О-о-о! Дань, тут все очень зло. Смежники? Перевоэтажом выше. Соседи. Крыша серьезная. Глеб Олегович? Только мы на службе и в форме. А вот ваше при исполнении еще обосновать надо. Ничего, я обосную. Неправильная парковка, мордобой в общественном месте. По-любому два косяка. Паш, наряд, эвакуатор. Как обычно. Э, мужики, ну, может, ко мне в автобус зайдем, а? Ну что, пошли поговорим нормально, разберемся, что как. Три косяка. А, понятно, откуда вы, какая борзота. 102-й спецбат, полковник Кутузов, да? Иди, давай. Как ты уроды! Не забудьте лекарства, Зиной Макарович. Спасибо, идиоты. 101-й, 102-й. Не угадаешь, откуда в следующий раз надует? По обстановке, Зиной Макарович, мои ребята действовали в пределах. Твои ребята, ум раскатал. Да тебе до них, как мне, до БМВ, к гранд-купе. Ну, я имел в виду, что я их командир, и я за них отвечаю. В моем батальоне за все отвечаю я. И все знаю. Даже о чем по ночам в постели с женами шепчутся. Да. Ну, я о чем шепчется. Так, Матисов, не рановато ты полосы движения попутал? Это не я тебе, это ты мне докладывать должен. Виноват, товарищ полковник. Виноват, спрошу Настю Катушку. Или тебе показалось, что я кого-то боюсь? Дежурная часть, капитан Орлов. Орлов, передай 0-3-му, чтобы в отношении этого дрочуна, кем бы он там ни представился. Наказать по полной, чтобы никому впредь не повадно. Есть, товарищ полковник. Вот так, исполняй по нулям, Орлов. Вот так, Вадик, что-то спросить хотел? Да нет-нет, уже ничего, Зинаида Макаровича. А вот что касается М-8, гранд-купе, я ее обязательно найду и вам подарю. Ну, я уже здесь, пораньше вырвался. Ты где? Я поднимаюсь. Привет. 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 Пойдем. Сюда. Прошу. Давай лучше за стойку. Вера. Ну... Ладно. Вот это тебе. Не поверишь, но я скучал. Вот с этого и начнем. Вера, ты по телефону была такой нежной. Я мне снова приснилась. Никит, давай, чтобы сразу расставить все точки над «и». Между нами-то и ночью что-то было? Вера, ну, если ты ничего не помнишь, то какая разница? Я совершенно ничего не помню. Присаживайся. Ну... Почему? Почему тебя это так парит? Между нами-то. Ты ему не жена. Дело во мне. Дело во мне. Да не отвержусь. Не в тебе. Сказать, в чем дело? Я его брат. Ну, это же... Никит, все, давай закроем эту тему. Спасибо тебе за цветы, но больше так не делай. Хорошо. А ты больше не назначай мне тайных встреч. Меня это возбуждает. Это тайная, рабочая встреча. А? Почти рабочая. Сергей сегодня наслужил обновешение. И сбил девушку. Прямо на пешеходной зебре. Серега? Насмерть? Слава богу, нет. Но мне дали понять, что его хотят подставить. Врагов у него полгорода. Это не новость. Новость то, что потерпевшая не доехала до больницы. По дороге исчезла. Вот ее фото. Личность до сих пор не установлена. Она была с ним. На задержании Тахи. В смысле? Они что, знакомы? Приехали на патрульке вместе. Она вроде как журналист. Почему он закрыл этого во время опроса? Мало ли. Но он на нее так смотрел, что, зная Серегу, я думаю, это не просто так. А что ты имела в виду, когда сказала, что она исчезла? Только то, Никита, что ты должен найти ее первым. Раньше всех остальных. В том числе и раньше твоего бороться. Ну, конечно. Кто бы сомневался. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, ну хочешь жрать свои тортики? Жри. Только не ной. Плохая, плохая. Просто я не люблю лицемеров. Если мне не нравится ананас, я не ем ананас. Я не хожу с ананасом. Э... Э-э-э! Ты чего? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Центральный! Это Поль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разрешите, товарищ полковник? Давай. Очередной угон. Средь бела дня, при свидетелях, в наглую, при десятке видеокамер. Ничего не боятся. Чья? Числиться за супругой формально, они не расписаны. Но в общем и целом владеет он. Кто? 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 Ну, этот не обеднись. Давай, присядь. Чтобы гореть. Ну, спутник слежения потерял сигнал еще на парковке. План перехвата введен, но Надежда, как вы понимаете. Ну, понятно. Что по Наризу Чертанова? Пострадавшая кто? Личность установили? Она вообще кто? Пострадавшая кто? Про Bourg Пострадавший ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 102-й спецбат ДПС. Капитан Рожнов. Здравствуйте. Я что-то нарушил? Ну, здравствуйте. Вон, знак. Постановка запрещена. И что спрашиваете? Позвольте, но... Но я же... Что вы? Вы же сами. Что я? Так я подумал, вы останавливаете меня. Я вас, я вас не останавливал. А у вас что, были причины какие-то? С вами все в порядке? Все, будьте внимательны. Счастливого пути. Остановка запрещена. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Это папа. Вы ему дозвонились? Ну, естественно. Он сразу засыпал меня сугубо медицинскими вопросами. Стал оскорблять. И отключился, прежде чем я успел хоть что-то спросить. А потом уже не отвечал. Ну, вы тоже не отвечаете, доктор. Она ведь не от папы сбежала, а от вас. Почему? Я не знаю, этот папа или кто он там. Орал на меня благим матом, как на безмозглого студента первогодку. Возможно, она все слышала? Мы приехали. Это мой дом. 10, квартира 73. Спасибо, доктор, вы мне не помогли. Постойте. Я не знаю, поможет вам это или нет, но на суде все равно всплывет. Первичный анализ на наркотики показал, что она под дозой. Вот оно что. А под машину она попала, совершая пробежку. На теле в привычных для наркоманов местах следы инъекций отсутствуют. И тут мне подумалось, что девушку сбил не рядовой водитель. Пусть вы не в форме, но вы гаишник. История с пьяным мальчиком не единичный случай. Спасибо, доктор. Теперь я знаю, что она слышала. Худо, Виталия. Куда? Домой? На самое дно. Не слишком круто? В самый раз. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Здрасте. Что, Серега, решил за ум взяться? А качать его пивом виски? Хотел. Не идет. Ну, тогда за тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты не думай, я без машины. Правда? Ну, тогда тебя ждут вон там за стойкой бара. Нет, там пиво платное. Я с расспросами не суюсь, потому что все знаю. И по-братски сочувствую. Алена Перова. Журналист. Блогер. Репортер интернет и знания Крим.ру. Зарегистрирована в Москве. С родителями не живет. Снимает квартиру. Кстати, не замужем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она что, в розыске? Понятия не имею. Тогда для кого все это? Серега, тебя окружают люди. Они мне сказали, что ты ее ищешь. Я вспомнил, где и когда ее видел, и вот решил помочь. Никита, где она? Давай еще бокальчик пива. Я с удовольствием тебе расскажу про ее отца. Он у него вот такой вот мужик. Хирург. Не просто хирург, главный хирург в Успенской больнице. За ходом мысли следишь? Она в больнице у Попа. Красава, Серега. Тебе бы к нам в уголовный розыск. Такая собака из щеки пропадает без практики. Не дождетесь. Грифон! Одно пиво-кепки за мой счет. И вискарик еще. Обойдешься, засранец. Минутку. Сейчас дело. Прошу вискар. Спасибо. Вера Ивановна, здравствуйте. Звоню вам с отчетом. Я ее нашел. Все только для вас. В Успенской больничке. Как обычно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, не хочешь, не ешь, сынок. Не хочешь, не рассказывай. Ну, не говори мне, что я ошибаюсь. По-твоему, у меня глаз нет? Да, ма. Все нормально. Просто устал. Настроения нет. Угу. А то я тебя уставшим не видела. Не хочешь, не надо. Вон, иди в комнату к себе. Там страдай. Да я ни с кем не поругался. Все нормально. Я тебя предупреждала, сынок. Марина, девушка уязвимая, тонкая. Ну, у меня к тебе такой вопрос. Что бы ты делала, если б перед тобой стоял выбор? Этот давай. Спасти чью-то жизнь и нарушить закон? Или выйти белый и пушистый, но... Ты меня пугаешь. Вопрос философский. Ну, ты врач, тебе когда-нибудь приходилось делать выбор? Ну, скажу банальную вещь. Преступление преступлению рознь. Но главное помнить о наказании. Потому что оно неизбежно. Если ради чьей-то жизни кто-то способен пойти на все, невзирая на последствия, он это сделает. Потому что иначе... Вова, посмотри на меня. Этот вопрос слишком серьезен, чтобы он возник просто так. Я перечитывал тут на работе в свободное время конспекты старые, юридические. Жалко не научился, да? Я не могу. Вечная заходили. Я на вас очень надеюсь, машина. Ну, пусть она эту мышку идет одна. Ночью не должно быть заездов в новость, это пока только однажды. Тихо, 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 чтоб не справить, ну ты что? Мне правда надо будет отличиться на короткое время. И если меня на обходе не будет... Андрей Михайлович, я все понимаю. СТУК В ДВЕРЬ Разрешите? Машенька, извините. Вы? Я. Я не поздно, извините. Вы знаете, это мистика какая-то. Я недавно лежала и думала, как вас найти. Меня? Ну да. Все же только и говорят о том, что задержали гонщицу Таху. А о том, как ее задержали, кто, ни слова. Я же даже вашу фамилию не знаю. Вы же Сергей? Сергей? Да, и майор. А больше я ничего не знаю. Садитесь. Вы правда ко мне? Я в шоке. У нас все так странно было. Я так нагло напросилась. На сегодня днем вас сбила машина. И за рулем был я. И за рулем был я. Простите? Что? Нет. А ну-ка вон из палаты. Пап, подожди, пожалуйста. Вон отсюда сказано. Или охрану вызвать, чтобы вытолкали в зашей. Папа! Я не толкаться сюда пришел. Мерзавец. Твое счастье, что с ней вот так вот все, а не то бы... Пап, пожалуйста. Наркоманкой хотел ее выставить? Мол, невменяемая была сама под машину, попала? Что-то ей вколол. Что за дрянь была? Отвечай. Это правда? А вы кто такая? Что вам надо? По-братски. Следователь Тяжелова. Вера Ивановна, это не ваше дело. Сергей Антонович, то, что я сейчас услышала, это правда? Нет. Или да. Я не знаю состав, я не медик. Супкин ты, сын, это же... Папа, что там? Это военный самоспасатель. Применяется при тяжелых ранениях в боевых условиях. На войне? Молодой человек, в таких случаях бумажку на ткань прикрепляют или напрямую заявляют об этом. Но, тем не менее, это не отменяет тот факт, что моя дочь едва не погибла под колесами вашей машины. Папа, ну я же не погибла. У меня просто какой-то ушиб. И тем более, что все уже хорошо. Не городи вздор, какой-то ушиб. Закрытая травма сердца с полной его остановкой. Андрей Михайлович, с процессуальной стороны вы сейчас оказываете прямое давление на потерпевшую. Ради бога, любезная. А мы полицию не вызывали. А я здесь никак должностное лицо. Я как добровольный защитник. Но, я вижу, мой муж в защите не нуждается. Дома поговорим? Извините, Алена Андреевна, мне правда жаль, что так вышло. Поправляйтесь. Сергей, подождите. Вы мне жизнь спасли, и сказать вам просто спасибо, это... Давайте поговорим. Не уходите просто так. Я не хочу вас опять потерять. Пап, выйди. Я будуеть. Спorts granular. А-а-а. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрая, желаю. Мобильный телефончик имеется у вас? Да. Разрешите воспользоваться в служебных целях? Ну, странновато, конечно. Надеюсь, не за границей звонить? Ни в коем случае. Спасибо. Будьте добры, разблокируйте центральный замок. Простите, что? Я говорю, двери откройте, пожалуйста, вон там вот замочек. Нажмите на кнопочку. А зачем? Что вообще происходит? Вы собираетесь документы смотреть? Не переживайте, документы после. Я жду. Открывайте двери. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рыбнешься, пристрелю. Все кольца, висюльки и цепки снимай сюда, в сумку. Быстрее, быстрее, быстрее. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Все. Ключи. Ключи от машины. Видеорегистратор. Все, он свободен. Уходим. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини, я тоже заблудил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Приведешь сюда, обварю кипятком обоих. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты о чем? Ни о чем. О ком. И ты прекрасно понимаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А... Ты об этом хотела поговорить с бывшим мужем дома? Я об этом тоже. Ну, извини, я хотел себе что-нибудь снять, но... Теперь, видимо, буду выплачивать за ремонт служебной машины. Так что потерпи меня еще чуть-чуть. Сергей, откуда наркотики? Ты понимаешь, что это хранение с целью сбыта? Правда? Нам доверяют оружие. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Видимо, когда чья-то жизнь висит на волоске, я должен просто его пристрелить, чтобы не мучился. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты думаешь, ты закрутил девчонке голову, она не напишет заявление, и все, и дела не будет? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, кто и почему, но на тебя объявили охоту. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я похож на Оленя? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты похож на Дморозка, которого рано или поздно на чем-то подловят. Нападают на женщин-водителей. В основном, в границах области. Уголовный розыск пока располагает единственной случайной записью, сделанной из машины, проезжающей мимо. Лейтенант Покровский, запись, пожалуйста. Вот, это ролик недельной давности, но последнее аналогичное преступление было совершено сегодня ночью. Запись остановить. Раскраска машины, полицейская форма и синие номера – это все бутафория. Запомните марку машины и физические данные преступников. Ваша задача – останавливать и проверять всех маломальски похожих. А в УГРО фотороботов нет, что ли? Отставить выкрики с мест. От фотороботов толку мало. Преступники постоянно меняют лица. Использую, по мнению экспертов, пластический грим. Госномера на машине тоже все время разные. Где они их берут, интересно? На уроках труда штампуют. Потом своим девчонкам отдают, чтобы все в синий цвет перекрашивали. Майор Чертанов. Ну, я. Без ну. С сегодняшнего дня ваше позывной 13. И вы заступаете в одиночное патрулирование. Вот он счастливчик-то, а! Капитан Кольцов и старший лейтенант Соломин. Ваш экипаж расформирован. Теперь работайте с пополнением. Кольцов берет на себя лейтенанта Ярцева. Я. С испытательным сроком в три месяца. Есть. Ну, а Соломин на тех же условиях берет на прицеп лейтенанта Анухина. Я. Разрешите, товарищ майор? Скажите, а как же мы наш мерс-то делить будем? Угу. Расслабься, Соломин. На этом марсе майор Мальцев будет свою командирскую фуру катать. Ну что, сучку когда-нибудь держал в руках? Разбирать собирать умею. Прям готовый Рэмбо. Как твой? Год в срочке, два по контракту. И потом институт МВД. Понял, Соломин. Встретишь его на улице, перемегай на другую сторону. Что-то мы как на войну собираемся, нет? Гранаты всегда под рукой держи. Ну что, вот светошумовая. Считай, хлопушка. А вот все, заточи вы нас. Ну что там, Саныч? Брин на здоровье, Сергей Антонович. Спасибо. Учту. Угу. О, анекдот. Вспомнил. Две блондинки. Одна другой говорит. Слушай, представляешь? А в этом году Новый год на пятницу попадает. Вторая. Мама дорогая. Лишь бы не на тринадцатая. Ага. Вот и наш Мальцев. Как та блондинка. Боится чертовы дюжины. Я ж черт. Мне сам Бог велел. Может, вам еще раз к Зине сходить? Кому? Ну, к Кутузову. К Зиновию Макаровичу. Смотри-ка, Виталь. Ток пришел, а уже буреет. Комбата Зиной называет. Не, ну подожди, мне нравится Зина. Слушай, а я на 8 марта ему в букет цветов подарю, щечку поцелую. А вот это попробуйте. Ну что, поконим? А, чуть не забыл. Вот, снотворное, кому? Опа. Это что такое? Незаконный оборот рецепторных препаратов? Ну, вы же сами просили достать. Я достал. Володь, ты дурак. Ну, если бы я тебя, не знаю, попросил бы стриптиз бы на разводе танцевать, ты бы станцевал? Да ну вас. Давай. Ладно, удачи, командир. Все, если что, мы где-нибудь рядом. От бандитов прячемся. Угу. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, милая девушка. Как ваше самочувствие? Здравствуйте, Сергей. Все хорошо, готовлюсь к выписке из больницы. Вы знаете, я сегодня проснулась, и мне так стыдно стало. Я вас вчера своими допросами ночью прям замучила, мне кажется. Летние ночи такие короткие, я бы подольше помучился. Да, кстати, я еще забыла спросить. Вот тот водитель, который врезался в вашу машину, его же он накажет? Вряд ли. Формально он ничего не нарушил. Точнее, не успел нарушить. И вы так спокойно. Сергей, ну так же нельзя. Давайте я подниму эту тему. Поднимайте Алену, если поднимется. Сергей, я сейчас не шучу. Ну что вы, какие шутки. Я и вчера тоже хотел сказать, но забыл. Сказать о главном, о самом важном. Ну, говорите сейчас, я слушаю. Ну, это... это не по телефону. Желательно при личной встрече и не в больничных застенках. Как вы на это смотрите? А-а-а. Вы приглашаете меня на свидание, товарищ майор. Ну, ради приличия я, наверное, должна чуть-чуть поломаться. Но я не хочу. Я согласна, Сергей. Когда? Никогда. Я навел о нем справки. Он опасен. Авария на аварии. Я перезвоню. Недавно женщину молодую угробил. Сестру своей жены. Был на грани нервного срыва. К врачам обращаться отказался. На войну лечиться отправился. Ты понимаешь? Ну, куда тебя несет? Опа! Не понял. Почему не на службе? Да старлея моего, засранца! На Кавказ отправляют, прикинь? Так что, пока в одиноре катаюсь, зато свобода. Домой заскочил. Ясно. Я вообще-то к твоей жене, пока ты на службе. А тут такой облом. Вообще-то он уже уходит. Правда? А, ну давай-давай. До свидания. Так, Оль, посмотри мне, он разведен. И очень опасен. Спасибо, что напомнил. Ну вот, как-то так. Не слишком претенциозно. Ну, для непристойного сайта самое оно. Ты молодец, Оля. Боюсь только одного. Если когда-нибудь нас накроют... Сереж, я в этом деле давно не девочка. И знаю, как спрятаться в интернете, чтобы нас не накрыли. Угу. Ну хорошо. Прячься. Я поехал. Может быть, чайку на дорожку? Спасибо, не отказался бы, но не могу. Времени нет. Надо на сервис заехать. Машина служебная разваливается. Сереж, у вас с Верой окончательно все? Так и не простила? Это я не простил. Себя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Малыш! Что? Парадольный наклонышку вольно сделал? Да. Еще раз посмотри, пожалуйста, опять будет жопа. Я же знаю. Борь! Там этот черт приехал. Черт? А который из них? Этот такой... Ну, который? Из уголовного розыска, который. О, Никита Саны. Здрасте. Пойдем, дядя Борь, потолкуем. Пойдем. Малыш, делай, делай. Дело, делай. Да? Дядя Боря. Вчера в центре бумер угнали. Кто заказал? Никита Саныч, я говорю, что говорю. Мне даже такое слышать обидно, честно. А ты не обижайся, дядя Борь. Обиженком на зоне ой как несладко. Ну, да. Ну, да. Муж слышал чего? Нет, ну, слыхать-то я слышал, конечно. Вон, ветер сильный. Так и что? Муж и получит. Чья работа? Ну, работали, да. Работали люди, да. Шелупонь. На такие тачки не залезал. СМЕХ Ты мне прямо сейчас глаза открыл. Ну, да. А кто Шелупонь-то, дядя Боря? Да там есть. Вот. А эти, эти крутые. Сильно крутые, да. Они здесь были, вон, у пацанов спроси. Крышу мне предлагали. Так тебе же брательник мой крышу. Вот, я и сказал, да. Вы там между собой договаривались, все. Они ушли. И больше они приходили. Все, все, все. А от кого в итоге-то вообще приходили? От этого, как... Подожди, от... От Семена Семеновича. О таком не слыхал? Да. На вид бандюки. Ну, крышу. Крышу предлагали. Красную. Да. Да. Семен Семенович. Семен Семенович, да. Красную крышу? Красную. Ментовскую? Ментовскую. Ну, что-то такое слышал. Вороты, закрой, а! Сейчас же, Борь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Твою же мать! Твою... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего, Серег, тяжелая ночка? А ровно в полночь твоя патрулька превратилась в корыто. Ну да. Ты, кстати, нашел, что искал вчера? Да, Никитос, нашел. Хорошо. И знаешь, какое совпадение? Вера тоже нашла. Да ты чего? А при чем здесь Вера? Вот мне тоже любопытно, Никитос. При чем здесь Вера? Не ценишь ты братскую помощь. Брат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, вы точно братья? Угу. Самому не верю за дядь Бабу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ключи от кассы машины. Не знаю я. Ну как, не знаю, кто знает? Ну там, наверное. Ну пойдем покажешь. Что, Борода, что там? Все нормально. Ну ладно. Стамповать полицейские номера не всякие решится. Ну да. Геморроя много. Да. Плюс нужен пресс. Ага. И номера нужны. Где взять? Сказать? Ну да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну я говорю, что говорю. Ментовской. На складе. Из тех, что еще не выдано. Взял, попользовался. А обратно положил. Никто не заметит. Угу. Грамотно. Угу. Ну вот, допустим, один номер у меня уже есть. Угу. Значит, я выхожу на партию. Да. И на конкретный склад. Угу. Так? А на кой это тебе? А ты же не опыт. Ага. Что у тебя, на дороге мало проблем, что ли, а? Да проблем-то в самый раз, дядя Борь. Мне деньжат не хватает. Чуть-чуть. СМЕХ Шучу. Вообще не на что не хватает. СМЕХ Вот халтурку ищу. СМЕХ Халтурку? Ну, неожиданно, правда? Да. С халтуркой ты меня удивил, Антонович, да? СМЕХ Да, дядя Борь. Думаю, а вдруг мне вот за раскрытие начальство премию выпущут? А если очень повезет, так и долги простят, а? Антонович, ты понимаешь, мы премию прямо сейчас можем выдать. У нас ты хорошего человека. Всегда халтурка найдется. Ну? Ну, значит, заметно. СМЕХ Заметно. СМЕХ Никит, что от тебя хотел? Вчера с нее Ломборджини ищет. А что ее искать? В отстойнике где-нибудь? Ждет, пока суета улежется. Я у него про Семена Семеновича так мягко прощупал. Он что-то знает. Будет копать. А, ну-ну. Ты лишнего не сболтнул? Я говорю, что говорю. Вы с твоим братцем все обидеть меня норовите. И вправду как черти. Все? Все. Не богато. Да. Ладно, продолжаем работать. Смотри, не спугни его. Эдуард Ефимович, мы... Короче, сними прослушку с его квартиры, хватит слушать бабьи стоны. Понятно, товарищ полководник. Ну иди, занимайся. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Франзов. Слушай, Эдуард Ефимович. Есть что-то новое по гранд-купе БМВ? Хозяйка через социальные сети пообещала солидное вознаграждение. К розыску подключились буквально все, но пока ничего. Ну, что-то будет сразу мне. Так точно. Семен Семенович. Ну, не клянусь себе. Право сворачиваем, останавливаемся и ждем. Ну, может, не надо, а? Ну, отпустите, пожалуйста. В магазине товар отпускают. Право сворачиваем. Да я не хотел. Это не я. Это навигатор все долбанный. Он меня... Вы русский язык понимаете? Нет. Проезд освобождаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Инспектор ДПС, капитан Иолгин. Товарищ капитан, ну, я все понимаю, да. Признаюсь, нарушил. Ну, войдите в положение, а? Ну, на бульварах все колом стоит. Я хотел объехать. Дай, думаю, навигатор включу. А он... А знаки для кого висят, а? Вот на каждом перекрестке от самого бульвара. М? Одностороннее движение. Ну, да. Ну, я видел там кирпич. Видел. Ну, понимаете, навигатор... Это вы понимаете, Николай Васильевич, что вы создали аварийную ситуацию. А это уже даже не штраф. Это лишение и суд. Товарищ капитан, да у меня же семья в деревне. А как там без машины-то? А как я вообще без штрафа? На общественном транспорте. Товарищ капитан, а что, если, ну, на месте? Ну, без оформления-то сколько? Деревню? Угу. Велосипед у вас, да? Тысяча двадцать, наверное, стоит? Двадцать. Товарищ капитан, ну, у меня... У вас полгода лишения. Что, оформляем? Восемнадцать есть. Это все. У вас аптечка, огнетушитель в багажнике? Ну... Да. Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, все в порядке. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, все в порядке. Ну что, на первый раз устное предупреждение. Но смотрите за знаками и больше не нарушайте. Спасибо, капитан. Забыл сказать. Посмотрите вот сюда, пожалуйста. Вот сюда. Видите? Вас снимает оперативная камера. Капитан Губанов. ОСБ. Улыбнитесь. Юрий Иванович. Улыбнитесь. А-а-а! Ты что творишь, урод? Ох ты мне за это ответишь! Продолжаешь сомневаться в силе моих полномочий? Только попробуй, трой меня еще раз! Не трясись, не дотрогаю. Где ночевать будем? Шконка подойдет? И себе местечко подыщи. Смотри-ка. Из свежей партии. А уже похвацанной. А пошел ты знаешь куда. А теперь смотри сюда. И вот когда вот этих клоунов, ряженых, найдут, а их по-любому найдут, ты пернуть не успеешь, все на тебя повесит. Сделка со следствием называется. А так пойдешь, как информатор. В ДПС информаторов нету. Даже в твоем ухваленном спецбате. Понял? У меня брат старший опер. Понял? Зойка Тюрин. Курица безмозглая. Хахалю все ему подмахнула. Да я сам об этом вчера узнал! Он из бывших наших, Лисицын. Капитаном уволился. Он в Зойке втирал. Ему номера нужны, чтобы по палатной дороге на халяву ездить. Зойка, кем вы у вас? На складе работает. Учетчицей. Лисицына опознать сможешь? Не-не, среди этих его нету. Уверен? Да, он корявый был какой-то. И нос у него как... как клюв. Клюв? Ну да, клюв. Зойка живет? Поверю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Володь, что-то я тут в концах запутался. Ты на кого учился в итоге? Очный на врача, заочный на юриста. На чего-то запутался. Правда, на юриста я пока не доучился. Ты прям многостоночник. Кстати, анекдот на эту тему. Мужик лежит на пляжу. Ну и к нему девушки подходят, знакомятся. А он вообще на них не смотрит. Сосед спрашивает. Ты что, мужик, ну патент, что ли? К тебе такие девушки подходят. Ты вообще внимания бы не обращаешь. Он говорит, ну как тебе объяснить, ты где работаешь? Он говорит, ну я на станке. Он говорит, ну ты представь, ты приезжаешь на пляж, а у тебя тут станут, там станут, там станут, там станут. Так, стоп, Володь. А где у тебя слюнявчик? А, жилетка в смысле? Да, жилетка. В багажнике. Ну я ее как позавчера сунул, так и не доставал. Ну жарко в ней. Тебя с поводка спусти, так ты в трусах приедешь на службу? Ну давай бегом, бегом. СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан, там в багажнике... Тихо ты! Я тебе в машину бегом. Я не туда бегом. Не на свечу. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Они? Ну номера числите за УВД Западного округа. УВД Западного округа. Так нам же на разводе говорили, что все номера поддельные. Может, они хотят ограбить магазин? Ну, стажер, не газуй. Так, ты сидишь и отвечаешь за связь, понял? А может быть, я сяду за руль и вызову подкрепление? Я тебе сказал, как штаны там, где сидишь. Ты меня понял? Да. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 102-й спецбат ДПС. Капитан Рожнов, предъявите вашу патрульную карту. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Что, 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 что? Карту патрульную предъявите, говорю. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Десна, 47 Десна. Тут 102-й спецбат докопался. Патрульную карту требует предъявить. Нахрен его высылайте! В Ладогу! А вы на периметр! Все пучком, капитан? Да, это по-нашему. Ну, мужики, если что, я вас как бы запомнил. Я снова. Разъехались. Ты живой? Ты охренел, что ли, а? Так спуск мягкий, я не привык к такому. Ты кентрянокорень, стрелок. Топеда своя, что ли? Нет, это не мой. Это из багажника. После свадьбы стволы не забрали. Кипистовский, ты угольный бассейн. Лейтенант Анохин, откройте окна. Я не буду открывать, я боюсь. А что остановились, если боитесь? Ну, а вдруг вы настоящие меня сейчас прав лишите? Я не буду открывать. Блин, ну, иди сам с ней разбирайся, а? Что, красивая и игривая? Тупая. Закрылась, сидит таращится. Я говорю, окошко опустите, она мне говорит, я вас боюсь, вдруг вы переодеты. А остановилась чего? Боится. Говорит, вдруг я уеду, а вы настоящие меня прав сейчас лишите. Вот. А ты говоришь, чужую работу делаем. Скоро я не так народ напугаю, что тормозить некого будет. Что с ним делать? Слушай, вот на той стороне есть ромашки. Ты возьми и целый букетик красивый собери, засунь ей подборники и пускай ездит. А может, еще поцелуйчик на дорожку задрозит? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Серег, внимательно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, получил. Хорошо, на связи. Жора! Командир звонил. У нас новые водные. Поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Достаточно. Да копай, копай. Это только начало твоей могилы. А если кому-нибудь вякнешь, то тебя тут и найдут. Археологи. Кстати, на счет археологов. Записи с протоколом. Докопались до мумии, сели, отметили. И последняя запись. Мумия докопалась до нас. СМЕЕТСЯ ВЗДЫХАЕТ Такие стволы и в землю. Вам с маму не жалко? А кто бы нас пожалел, если эти двое на нас стуканули? А что они видели? Они ничего не видели. Зато они слышали. Или ты думаешь, что они подумали, что ты пукнули? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, кстати. Слышишь? До утра в машине дырку златаешь так, чтобы я пришел и глазом в себя не поверил. Понял? Только чем я ее золотаю? Ручками. Лечебное дело свое вспомнишь. Майор, ты же мне обещал. Ты понимаешь, что иных информаторов при всех не выдают. Майор, ты посиди пока. Для конспирации. Ох! Чертанов! Тебе своих забот не хватает, майор. Для каждой бочки затычка. Получил оперативную информацию, убедился в ее достоверности и сразу доложился с товарища полковник. Остальное уже не мое. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, доложился. Но, опять же, не нам. Как и с тем лейтенантом Разином. Метальновидно, майор. Видимо, шахматы не твоя игра. Жду завтра в девять в моем кабинете. Понял. Шахматы научишься играть. Ты же любишь устраивать сюрпризы? Вот и я люблю. Не опаздывай, иначе мой сюрприз может стать совсем уже неприятным. Саша, поехали. Алло. Алло. Не отвлекаю, Сергей Антонович? Может, я не вовремя? В самый раз отвлекаешь, дядя Боря. Антонович, я говорю, что говорю. Тут для тебя одна халтурка есть. Интерес еще не пропал? Наоборот. Интерес обострился. Вот слушай, знаешь, на выезде из города с правой стороны автомойка есть. Не знаю, но найду. Мой Дадыр у меня решил устроить? Нет. Ну, такая, знаешь, большая автомойка такая, знаешь, там, ну, восемь мест. Вот. А за ней два пустых бокса есть. Левый и правый. Я мне в какой предлагаю сходить? В левый или в правый? В левый. В левый. О, на левом мое любимое направление. Обязательно заскочу, дядя Боря. Если премию выпишут, долгу не останусь. Ты же сам поймаешь. Молодец. Все. У меня все. Как обстановка? Да, прибыли по адресу. Пока все тихо. Вы там не расслабляйтесь. Блокируйте ворота, ждите оперов. Но, Паша, если увидите клоунскую машину, сразу принимайте. Жестко. Ты сам когда будешь? Меня не ждите, у меня тельце нарисовалось. И не подведите меня. Не волнуйся, командир. Примем как следует. На связи. Слыхал? Ну что, Жон, обосрадышки? СМЕХ Да не ссы, у меня у самого колени дрожат. ВЗДЫХАЕТ Так. Толстый. И с ним еще видишь? Угу. Менты. Вижу, это гаишники. Они частенько здесь пасутся. Да отвернись ты. Похоже, почуяли, что-то уходят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, давай-то ничего нет. Сиди-то, ты что? А где Виталик? Где все? Где опергруппа? Что, он вообще не в курсе? Виталик стажера нежного дрессирует. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Даня скоро будет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Его баба про нас не знает. ВЫСТРЕЛ Слушай, там стреляют, а мы тут сидим. Может, нам туда надо, а? Зань по прикупу. А если за Дами рванул? Да там их Даня встретит. Главное, чтоб они тут не проскочили. Держи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Обошли! ВЫСТРЕЛ Ранен? А, не знаю. Вроде... Вроде нет. Чего орал-то? Да потому что жопа-то колюч какой-то. Кажись, тихо. Оба-на. Принимаем. СТОНЫ СТОНЫ ОРУЖИЕ НА НЕМЕРОМ Сфига себе. А ты думал? Полиция! Брошу оружие! Буду стрелять на поражение! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Ах! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ствол на землю, руки за голову. Считай до трех. Добиваю. Раз! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты как? Печу только немного. Нормально. Будет с ним, я довожу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не шевелись! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Да. До свидания. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алена! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, пап. Послушай, вот мне сейчас оперировать, а в голову лезет, черт знает что. Вот помимо всего, что я тебе говорил, ты сама сообрази, откуда у него препарат, который... Который меня спас, пап. Возможно. Вполне возможно, но в аптеке такой не купишь. Не в каждой больнице он есть, потому что на особом учете. А он что, просто так в кармане носил? Ну, ты ж не настолько наивна, ну? Ну, это моя работа, понимаешь? Он мой источник по охранительных органах, и он такой не один-единственный. Ты сам себе там что-то накрутил... Хорошо, хорошо. Только в машину к нему не садись, обещаешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, девушка. Я уже не надеялся вас услышать. Алло, да, здравствуйте, Сергей. Все. Извините, что сразу не позвонила. Но зато за это время мне про вас столько всяких ужасов наговорили. Правда? У вас такой серьезный голос. Я уже сам себя боюсь. По-вашему, это смешно? Но, по-моему, не очень. Не знаю, теперь, встречаться с вами или не стоит. Алло? Почему вы молчите? Да вот, придумываю информационный повод для срочной встречи с вами. Даже срочной. Ну и как? Придумали? Да. Приезжайте, Алёна Андреевна. Заодно и помоемся вместе. Сейчас адресок вам скину. Правда, я еще друзей собираюсь зазвать. Сергей, вы так шучите? Конечно, шучу. Я еще и врагов собираюсь зазвать. Приезжайте, Алёна Андреевна. О, гонщики! Быстро доехали! Труп? Да вы охренели, ребята! Я тебе больше скажу. Там в доме еще один труп. А в нашей машине мы вам недобитка оставили. Так что, братишка, считай, мы втройне охренели. А мы же сюда вас ждать поставили. Мы ждали. Ну? Только они разбегаться стали. Удачи! Красавица, не помочь? Иду до столика добываю. Господи, Никита, откуда ты взялся? Попугал меня. Я, товарищ начальник, проезжал мимо. Решил заскочить. Твои сказали начальнице Кощи. Просто так решил заскочить ко мне в кабинет. Без повода, да? Мы о чем с тобой договаривались? Вера Ивановна, никакого интима. Исключительно по делу. Рассказывай. Утром выловил шеф. Закинул удочку о переводе в спецбат, оперу, в твою группу. Офигел? Тебе зачем это нужно? Шутка. Вера Ивановна, приятного аппетита, вы кушаете. А если серьезно, я что-то вчера не очень въехал по поводу того, что Серегу хотят подставить. Откуда инфа? У него конфликт с прокурорскими. Сегодня узнала. Он на днях словил прокурорского сыночка на взятке. На крупный. Гаишника, который отпустил пьяного водителя. Ну да. На Серегу только отдохни. И это все к чему. Помнишь, ты звонила по поводу того, что в квартиру кто-то влез? Ну, когда мы с тобой... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Опять засунули. Ты думаешь, я не поняла, зачем ты вчера меня с Сережей в больнице ссвет? Я гражданин начальник. Твой... Что? Думаешь, заревну и решили ему с тобой отомстить? Проехали. Что с квартирой? Совпадение неприятное. Прокурорский сынок, Серега. Дома не жил, ни с того, ни с сего вернулся. Лампочка перегорела. СМЕХ Ты хочешь сказать, что это прослушка? Господи, как же я сама не поняла, а? Никите, я с ним обо всем в открытую говорила. Даже про наркотики. СМЕХ Чего-чего? Вне всякого сомнения, Михаил Лукивич. Конечно, с каждым разберемся. Хорошо. Спасибо. И вам. Разрешите, товарищ генерал? Валяй! Зинамин Макарович. Здравия желаю, Николай Ильич. Присаживайся. Что, будешь чай, кофе? Кофе. Два кофе. Ну, и распустил ты своих барбосов комбат. Ну, все бы так распускали. Обезврежена группа особо опасных преступников. Причем самостоятельно. Самовольно? Со стрельбой. Два трупа и подранок. Ну, с моей стороны. Без потерь. Ну, ты упертый комбат. Недаром, что Кутузов. Но я тебя не за этим позвал. Я по поводу вчерашнего наезда Чертанова. Что-то новое всплыло? Ну, за старым бы я б тебя и не позвал. Ну, не томи. Пришли результаты анализов Чертанова. Так, Николай. В моем батальоне из осмотра медиков за ворота пешком не выйдешь. Не то, что на машине. Есть фотокопия акта освидетельствования. Правильно. Но это потому, что более детальные анализы требуют времени. У твоего Чертанова выявлены остаточные следы довольно-таки сильного снотворного. Ну, даже если и что? Ну, так-то броной ничего. А вот в совокупности... Ну, ты же нормальный мужик, Николай Ильич. Ну, такое бы пришлось пережить, что врагу не пожелаешь. Я б спился. А Чертанову не спится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Ну? Ну, убедил. Но на твое усмотрение. И с такими анализами за руль. Я услышал тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Годный аппарат. Да, грех жаловаться. Сколько до сотки идет? Секунды, наверное, три, не больше. Хорошо. А с сотки до двух соток сколько? Ну, примерно... А я не знаю. Я не пробовал. Ты смотри, какой нарушитель, а! Не поддается на провокации. Почему нарушитель? У меня все в порядке. Может быть, и документы в порядке? Конечно. Ходите проверить. Да ладно, верю, верю. Понял. Смотри, какие законопослушники. Ни тебе погоняться, ни люлей навешать. Гарик, заканчивай. Командир завязан. Добро. Не гвоздя, не палки тебе. Счастливо. До свидания. Что случилось? Не доложил? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гляньте, снайпер. Что мне там написали? А если там что-нибудь личное? Ну, пожалеешь, Вов, что судно уносит в свои дела. Ну, давай уже читай. Тут... Что? Телефон запаролен. Вижу только начало сообщения. Ну и что там? Майор Чертанов зовет в баню. Срочно. Держи за воздух, стажер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мальцев, тебя гран-купе интересует? Так вот, она стоит в ангаре, на мойке. Адрес пришлю. Если твоя информация подтвердится, не один ты в шоколаде будешь. Ну все, давай, жди. Уже выезжаю. Черт! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушаю. Товарищ полковник, поступила важная информация. Правда. А сколько денег платить? Денег-то? Ну, а клад тысяч 15. Проценты с машины. Ну, чаевые иногда залетают. Ну, в месяц тысяч 50 выходит. Ну, то есть на квартирку долго придется копить, да? Ну да. А там чего не моете, вода закончилась? Там-то? Там эти, отстойники. Чего отстаиваете? Так машины. Помыли, отполировали. И теплоном покрыли. И в отстойник часов на 12, чтоб слой затвердел. Угу. А где ключ? У хозяина машины. А с той стороны? Там тоже закрыто. Ну, пойдем посмотрим. Так чего там смотреть-то? Так же двери закрыты. Закрыто. Тефлон, говоришь? Да. Могулировать. Как сковородка, что ли? Ну да. Все, похоже. Ну давай, открывай. Говорю же, закрыто, а? А запасных мы не держим. А, жалко, придется ломать. В смысле, зачем ломать? В прямом. А отсюда же не видно, что там. Хотя дай угадаю, хочешь? Угадывайте. У тебя там полный отстой. Полный? Угу. БМВ-8. Угадал? Гран-тупе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лежать! Лежать! УДАР 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где? Подстойники. Нежный, там у тебя в багажнике такая вот железяка с аранжевым наконечником, крючком. Вот, да, принеси, пожалуйста. Погоди, замки ломать, что ли? У нас же нет ни санкции, ни понятых. Ну, частная собственность. Да, Виталь, ты прав. Это я разогнался. Это? Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВОВ Ух ты! Как вы ее нашли? Кто ищет Вова, тот всегда находит. Серег, вот ты теперь богатенький? Когда проставляться будешь? Серег, куда я его? Тут поставьте. Здравствуйте. Криминальный вестник Кремру. Работает видеокамера. За что вы задержаны? Да ни за что. Они сами не знают за что. Леонова Алена. Вообще-то я первого. Леонова. Алена Андреевна, понятая номер раз. Володя! Нежный! Нежный! Это же она. Угадал, она. А ты-то он. Виталик, нежный понятой номер два. Задержанного в машину, остальные свободны. Давай монтировку. Какая у вас фамилия интересная? Нежный. Ну да. Ну, я советую вам застегнуться. Нет-нет, ниже. Ой. Простите. Да нет-нет, ничего. Это я... Оправился, понятой. Теперь машину мою выкатим из помывки. Это с какой стати, Сергей, вы все за меня решаете? А? Я вообще-то здесь как журналист. Когда вы злитесь, мне еще больше хочется улыбаться. Да? Ну, журналист тоже может быть понятым. Вы злитесь. Да я вообще еще не злилась, Сергей. Вы по телефону сказали, что здесь будут ваши друзья, враги. Кто друзья, я уже поняла. А враги? Мне кажется, вы меня имели в виду, да? Имею, но не в виду. Шучу. Ну что? Постановление следователя, я так вижу, никто дожидаться не стал. А нам мой додырю сами открыли добровольно. Алена Андреевна понята, она подтвердит. Понятно. Что? Это же неправда. А вот и ваша жена. Во-первых, бывшая, во-вторых, я ее не звал. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, товарищ полковник, а вот обещанная М-ка. Вам честь и хвала от начальства. Но я, пожалуй, буду довольствоваться скромным вознаграждением. Что? Скромным вознаграждением? Это же не вы машину нашли. Это кто такая? Алена Перова. Криминальный вестник Крим.Ру. Представьтесь. Пресса. Оперативно, Чертанов, оперативно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Итак, из моих закрытых источников я получил актуальную информацию относительно угнанного транспортного средства, о чем я незамедлительно доложил командиру батальона полковнику Кутузову. По его приказу я поручил майору Чертану прибыть сюда, взять ситуацию под контроль и дожидаться разрешения следственных органов на дальнейшие правовые действия. Да, кстати, забыл представиться. Командир группы оперативного реагирования 102-го специального батальона ДПС, майор Мальцев. Угу. Спасибо. А вы что скажете, Сергей? Товарищ полковник, разрешите обратиться товарищу майору? Разрешаю. Товарищ майор, разрешите идти? Продолжайте патрулирование, Чертанов. Сергей! А я? А вы постарайтесь больше не попадать ему в машину. Чертану! Отставить! Со мной поедешь, пассажиром. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Принимаем право. Останавливаемся. Ну что, езду, с правами попрощаться успел? Предъявляем. За что? За красные катафоты сзади. Лишенин на год не знал? Водительское удостоверение и документы на машину. А что, представляться не надо? Полковник Кутузов, 102-й спецбат ДПС. А нагрудный значок? Что нагрудный значок? Нагрудный значок... Значок. Ладно, будет тебе нагрудный значок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кертянов, давай выручай. Не, Макарович, нет. Ты эту кашу заварил, тебе и раслюбовать. Мне своих судебных разборок во. Ну и что мне теперь отпустить его? Пускай катится. А потом будете ржать за моей спиной. Рация в помощь, вызывай подкрепление. Или сразу Мальцева. А что, он тебе быху, ты ему катафоты, все в шоколаде. Вот ты зараза! Еще претензии есть? Нет. Свободен. Отставить, чертанов. Недостатки устранены на месте. Ну вот и он. Легендарный 102-й спецбар. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И что, у вас даже обезьянька здесь нет? Что же вы тогда задержаны? В полицию сдаю. Вадим, вы так шутите? Вы же сами и есть в полиции. Ну вот такая вот у нас специфика. Но зато мы... Только это государственная тайна. Сотрудничаем с ФСО, ФСБ и прочими спецслужбами. И подчиняемся исключительно... Ну... Вот так. Понятно. Вас за это дворянка называют. Ну, проходите, проходите, Алена. Все расскажу, покажу. Но вы потом про нас красиво напишете. Хорошо. Ну, вот это у нас дежурная часть. Лучший оперативный дежурный капитан Орлов. Орлов, а почему флаги не приспущены, а? Слушай, сейчас такое дорожное видели. Гаишники у инкассаторов. Полностью уже в смятку. Там лобобоют. И что? Ну, стоят, спорят. Где чьи бабки? Капитан Рожнов. Лусное замечание вам. Так точно. Прошу вас. Нежный. Здравствуйте. Простите. Он... А, да. Это наш стажер. Нежный. За мной. Я думал, ему про твой самострел доложили. Я эту дырочку гилей стрельной, золотая. Слушай, Нежный, не плевать, как это сделаешь. Хоть козят кто-нибудь из носа. Только это войне, как на космической станции. Да только не давай ему телефон. Ну и что, что федеральные каналы-то? Нет. Пожалуйста, можно договорить. Ну, так они будут звонить мне потом, думаю, ночью. Генеральный уборка. Переезд. А то атмосферка как тут в кабинете крысятиной попахивает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где прикажу? Там будешь сидеть, Чертанов. Твой же номер тринадцатый. Ты, Зиня, иди прикажи. Кутузову. Ладно, не бзди, Мальцев. Я тебя не сдал, я тебя и не сдам. Но не прочу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот это он как-то живешь? Непрощенный. И я проживу. А браточка в голову прилетит, не боишься? Не боюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А нет, шучу. Не в голову. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вадим, Сергей, вы чего? Да, так все нормально, нормально. Алёна Андреевна. А, не волнуйся. Какой вы жестокий. Хотя меня предупреждали. Запоминайте, Алёна. Я сам решаю, где, когда и с кем мне встречаться. Бегать за мной не надо. Что? Я и не бегала. Я вообще не к вам. Меня Мальцев на экскурсию позвал. Не знаю, как вы, но он вас своим врагом не считает. А наоборот, во многом пытается обелить. Вы уже об этом успели, Алёна. А я на вас... Я на вас рассчитывал. Рассчитывал. Рассчитывали? Понятно. Значит, был какой-то расчет, да? Надеялись манипулировать мной? Я надеялся, что вы мне поможете. Но оказалось, зря. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не успел подцепить, а уже все белье наружу? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Леночка. А? Звездочка моя. Тут? Такое дело есть. Тут, да? Угу. Смотри. Иди-ка сюда. Смотри. Вот запомни этого уголовника, пожалуйста. Если кто-нибудь когда-нибудь доверит ему оружие, подмени его на огурец, например. Он все равно не врубится, а? Товарищ майор, говорят, вас снова в наш экипаж вернули. Куда? Ну, в смысле, мы снова будем в одном экипаже ездить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где же Володя? Верни, туда, где взял. Я могу еще достать. Не надо. Говорят, оно привыкание вызывает. Это как с женщинами. Без женщин тоже ночью хрен уснешь. Командир, тут такая история со свадьбы. Мы не смогли вернуть за ними, кто не приехали. Но мы его прикопали. Что делаем дальше? Ну, с Володиной надо кончать. К стенке прижмут, он расколется. Я, конечно, понимаю, шутка. Но так это не смешно. Я не стукач. Молодь. Молодь, я это откуда знаю, а? Хотя, если что-то случится, мы узнаем. Потому что у нас есть где уши, глаза, мыши. Спецбат! Пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, жильцы домой еще не скоро, поэтому без спешки. Главное, не наследить. Может, камеру на подъезде для начала отключим? У тебя что, руки чешутся, что ли? Что-нибудь слямзить? Ну, рискни. Тебя и без камер найдут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Работаем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Руки! На, Лея! Вон! Пять шагов вперед! Пошли! Лицом к стене встали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хреново работайте, товарищи домушники! Криминальная полиция? Спокойно! Спокойно? Уголовный розыск? Еще спокойнее! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рома, ты что здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? Мне ключи хозяйка дала, а у вас они откуда? Углов Зимин, опустите руки. Я тебе вопрос задал! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я тебе отвечать не обязан. У меня есть перед кем отчитываться. Рома, например, передо мной. Или хозяйку дождемся. Тяжелову Веру Ивановну. Знаешь такую? Следователь главного управления. Очень гостеприимная женщина. А для Веры Ивановны у нас есть подарок. Микрофоны с датчиками шума. Не ваши? Между прочим, это статья 137-138. И 139. А еще моральный ущерб. Всю жизнь на штрафы будете работать. А еще, Нарышкин, когда-нибудь мы с братцем тебя подлоем и так оторвемся. Врачи говорят, что физические нагрузки стресс уменьшают. Вот мы на тебе и проверим. Угрозы при свидетелях, Чертанов, не слишком умно. Ну, убери ствол, Чертанов, убери. Значит так, микрофоны я забираю, а с тобой мы сейчас прокатимся. К моему заказчику. Ты же не думаешь, что я раскрою его при всех. Роман. Только микрофоны взамен на записи. Или на постановление суда о прослушке. Хреновая из тебя собачка, Нарышкин. Мальцев присвоил чужой успех. На самом деле, отстойник с угнанной М-8 обнаружил Чертанов. Но пока непонятно как. Непонятно. Послушай. Да проблем-то в самый раз, дядя Борь. Мне деньжат не хватает. Чуть-чуть. Шучок. Вообще не наше не хватает. Вот халтурку ищу. Халтурку? Ну, неожиданно, правда? Да, дядя Борь. Думаю, а вдруг мне вот за раскрытие начальство премию выпишет? Антонович, ты понимаешь, мы прямо сейчас можем лыдать. У нас для хорошего человека всегда халтурка найдется. Ну, значит, займет нам. Так вот, вот это и есть тот самый дядя Боря. Буквально через какое-то время он позвонил Чертанову и сдал ему этот отстойник с гран-купе М-8. Полагаете, сами угнали? Сами туда пригнали, сами же и нашли? Но случайно объявился Мальцев и спутал все карты. Не только Чертанову, но и нам. Разрешите, товарищ полковник? Рыжкин, с глаз моих долой. И, пожалуйста, быстренько Чертанова сюда. Давай, давай, давай. Так точно. Здрасте. Разрешите? Майор, вы, наверное, будете удивлены. Но я сегодня свой день начал с изучения вашего личного дела. Присядьте. Разговор будет долгий и непростой. Но сразу хочу вас предупредить. Все, о чем мы здесь будем разговаривать, разглашению не подлежит. Ни единому человеку. Подчеркиваю. Все, о чем мы здесь будем разговаривать, это служебная тайна. Ловко вы, конечно, меня на ходу стряножили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас угадаю, где ваш окно. Нет, не угадайте. У меня окна на другую сторону выходят. Ну что, Вадим, последний вопрос? Вернее, вопрос, на который вы упорно не хотите отвечать. За что вас Чертанов ударил? Да он, собственно, и не бил. Да? Да. Так. Толкнул нечаянно. Да вы не зацикливайся на этом. А ну, того не стоит. Но все-таки. Из-за чего? Да я сам бедал. Знаете, у него больная мазать. Развелся недавно. Казалось бы, а что уж теперь? Отпусти, забудь. А вот не отпускает. И она тоже. Как собака на сене. И зачем было разводиться, да? Не знаю. Да может, еще сойдут. Ладно, Вадим. До свидания. Увидимся. Я с удовольствием. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я застелил. Захочешь, ложись. А ты где будешь спать? Ну, на случай залетной гости у меня есть походное койко-место. Приятно, когда тебя называют залетной гостью. Вера, ты же понимаешь, что я... Да ладно, Никит, тебе слово скажи и извратишь. А я лучше. Ну, давай тогда... за мои невинные извращения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, раз ты больше ничего не хочешь мне рассказывать, я пойду спать. Вера, я дал подписку. Ты же понимаешь, что будет, если я разболтаю? Конечно, понимаю. Спокойной ночи. Вера, подожди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дай поцелуй. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никит, перестань. В лобико. По-родственному. Как мама его детство целовала? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никита, ну я не могу, но хотя бы намекни. Ну кого слушали? Меня, Илье? Илье? Серегин спецбат трясут. Ты им вообще неинтересна. Ни с какой стороны. А вот мне? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вера, а давай ты завтра снова ничего не будешь помнить? Ты веришь, что мне будешь что вспомнить? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Как, значит, говоришь, Семен Семенович? Вера, блин. Ты же божился вокруг замок, иначе мне вилы. Это ты, Никита, рвотный замок. Иначе тебе двойные вилы. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Дань, серый седан сейчас обогнали. Там ребенок без детского кресла. Шкода? Мужик за рулем? Да. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПИЦБАТой такой фигней занимаемся, а? Фигня это для тебя, вояка. А у Данькиной жены два мертворожденных ребенка. И этот, кого мы тормознули. Не дай бог, какое столкновение. Ребенок поломается или убьется. Фигня, правда? Леонард Петрович, 85-й год рождения. Леонард Петрович, 85-й год рождения. Ну, самый. Леонард Петрович. Да? Что это у вас ребенок без детского кресла? Ой, не зовнуться ты, капитан. Давай, выписывай штраф каждый день одно и то же. И нам нужно спешить мне дочь вести еще на репетицию. Штраф-то я выпишу. Только вот дальше без детского кресла и фиксирующего устройства. Я вам передвигаться не дам. Не имеешь права не дать. Я практикующий юрист, капитан. Закон суров, но это закон. Выписывай штраф, и мы поедем дальше. Практикующий? Да. Но это меняет дело. Да. Я административный кодек знаю как отчим наш. Мы очень торопимся. Пожалуйста, выписывайте штраф и побыстрее. Ну, штраф так штраф. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, товарищ офицеры, в детстве в чахарду все играли? СМЕХ Тебя тоже касается. Не хочешь, научим, не можешь. Заставим. Понял. Так. Так, оба на выход. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Штраф три тысячи рублей в двух местах. Угу. Со скидкой, капитан, полторы. Если вовремя не оплатите, вами займутся судебные приставы. Это еще семь процентов. Ох ты! Нравится паучать, что ли, капитан? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аккуратнее. Не нарушайте больше. Спасибо. На ревуар. Всего доброго. Да что такое? Ну что опять-то? Добрый день. 102-й спецбат ДПС. Старший лейтенант Соломин. Будьте добры, пожалуйста. Ваше водительское удостоверение и документы на машину. Причина остановки. Раздел 22, пункт 9. Правила перевозки детей в легковом автомобиле. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы издеваетесь, что ли? Только что ваш напарник меня штрафовал именно за это. Капитан Кольцов не мой напарник. Он даже не в моем экипаже. Ну и слава богу, нарушение-то одно. Вы же вроде юрист. И должны понимать, что предыдущий штраф не снимает с вас ответственности за дальнейшее правонарушение. Вы перевозите ребенка, не соблюдая меры безопасности. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять нарушаем? Парни, ну это уже слишком вам. Это слишком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наоборот. Мы же ведь тоже юристы. Дура, Лекс. Сед, Лекс. Суровый закон. Но это закон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вам телефон детского такси продиктовать? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Азотменная камера. Капитан Губанов. РУСБ. Объяснительное, капитана Иволгина, Юрий Ивановича. Говорят, в Америке, Чертанов, тоже есть понятие друзья не разлей вода. Только они говорят, как рука в перчатке. Ты рука или перчатка? От тебя зависит, дадим мы этому ход или нет. Ну а то, что вот это... Это подло. То, что это провокация. Не разочаровывай меня, майор. Ну да. Допустим, вы не даете этому ход. Дальше что? Что будет с Юрой? Работать будет? С новым напарником. Лейтенантом Разиным. Справедливо? Со мной раз. Тебе, шах, майор, твой ход, Киротанов. Убедили. Я отказываюсь от своих обвинений в адрес взяточника Разина. Шахматы, майор, это умение предвидеть на несколько ходов вперед. Зная тебя, я обязан предполагать любое развитие событий. Вот, пиши. Сочинение. Диктант на тему заведомо ложные обвинения в отношении лейтенанта Расина. Мата не хватает. Диктуйте. Не мзди, Виталий. Ага. А вздрючат за эту гонку потом кого? Мне всю выхлопную выскребут за то, что я тебя допустил. Скажешь, я тебе угрожал смертью. Нежный подтвердит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот же сука. А может, с моего набрать? Ты что, все это время с моего набирал, что ли? Ты тормоз? Командир, ну правда, ну не гони, ну серьезно. Ну мы куда опаздываем? На пожар, что ли? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Юра! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Юр! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Обзвонились уже. Ну ты бы посмотрел, может быть, мать звонит? Или тебе на всех забить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Юр, я злина. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Серег, ну я реально жизнью рискую. Ну ты можешь, в двух словах сказать, что там у Юрки? Ну жена рожает. Да? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Володя, роды принять сумеешь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну может, лучше скорую вызвать? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вызовем потом. Сейчас она не приедет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты, Пастуцкий, ты уголь, Серег, ну жилая зона. Ну превышение в 10 раз. Расслабься, здесь гаишников сроду не было. СМЕХ СМЕХ У него табельный с собой. С чего ты конешь? Да так. У нас в стрелковом клубе в таком состоянии к оружию не допускали. Чего? Как он таком? О, привет. Привет. Ах вы, семейство. А где твой? На звонки не отвечает? Не отвечает? Он мне уже сутки не отвечает. Вон на лоджии дрова валяется. Сереж, что у него? На работе опять что-то? Ага. Отлично. У него? У него все прекрасно. Я пройду? Не разувайся, так проходи. А где дрова-то? Я не знаю. Он тут валялся. Мобильник пропал. Ему названивали. Я пойду посмотрю. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ну что? Не нашелся? Да. Залился и... О, дружок твой объявился. Оленька, миленькая, прости. Руки грязные. Посмотри, пожалуйста. Оленька, миленькая, прости, если сможешь, но я так больше не могу. Ну что там? За цветами опять поплелся? Будет в очередной раз прощения просить на коленях? Серёня в гараж не ходи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Юра! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юра! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юра! Юра, твою мать! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Маленький, да? А, мне... Нужно четыре! Только давайте быстрей! Что вы как сонные, а? -"Повежливый", молодой человек! Таким тоном с мамой своей разговаривать будете. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так, осталось три штуки. Боробьете? Да. Нет. Что, не берете? Молодой человек, сосредоточьтесь. Подожди, там углекислый газ. Там Юра. Давай вниз. КАШЛЯЕТ Ну что, он там живой? Командир, он дышит, нет? Давай сюда, какая спереназница? Я ворота открою. Я деньги забыл. Ну хорошо, значит, не берете. Давай, давай, помогай. Беру. Ну стой! Деньги потом, вы все равно не торопитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Это как на лбу написать, суицидник. Я звоню маме. Лишних вопросов не будет. За маму я отвечаю. Ты ж говорил, у тебя мама анестезиолог. А в юрте анестезия и так под завязку. Зачем? Маму все в больнице уважают. Там все схвачено. Ну, раз схвачено, тогда давай. Поехали. Давай, звони. Дарвий Юрьевич, можно? Здравствуйте, здравствуйте, Вера Ивановна. Проходите. Чем порадуете? Пока, к сожалению, нечему. То есть думали, Ларчик так откроется, да? Нет, конечно, нет. Как вас приняли в спецбате? Ну, в целом, мирно. В целом, это... Это если не брать во внимание реакцию моего бывшего мужа. Вот я хотел как раз про него поговорить с вами. Или скорее не про него, а про дядю Борю. Есть такой автослесарь, у него салон свой. Он, вообще-то, бывший профессиональный автоугонщик. Не знаете такого? Да, я знакома. Борис Остапович очень хороший мастер. Дмитрий Ефимович, я прошу прощения, но когда я просила доверить мне это дело, я не думала, что майор Чертанов, мой бывший муж, может попасть под подозрение. Да? Ну, вы же должны проверить всех. У вас с этим какие-то проблемы? Нет. Просто я опасаюсь, что в будущем мою объективность и непредвзятость могут поставить под сомнение. Я именно вас выбрал на эту работу, потому что уверен, что вы сделаете все для того, чтобы с вами этого не произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ах! Видишь, какая у нас беготня. Нормально присесть не дадут. Напомни, на чем мы остановились? Мы закончили, мам. Угу. Нет, мы не закончили. Ты не оставил мне выбора, когда попросил принять такого пациента в таком состоянии и обстоятельствах. Отказать я тебе не могу, ты это прекрасно знаешь. Поэтому выбор за тобой. Я могу лишь надеяться и просить. Не делай так больше, сынок. Да, я сам все понимаю, мама. Я больше так не буду, прости. А потом, это же не выход. Сегодня вы его спасли, а завтра что будет? Он нуждается в регулярном наблюдении у специалиста. Слушай, ну нельзя же так на глазок. Ты даже не психотерапевт. Ну... Я думаю, он придет в себя. И разберется, а там ему помогут друзья. Ты давно виделся с Мариной? Мы больше не встречаемся. Мне сейчас нравится другая девушка. Она журналистка. Ну а ты ей? Ну я не знаю. Я же не спрашивал. Ну не знаю, мама. Она так смотрит. Может быть. Я даже с ней целовался. Только она, наверное, не помнит. Как это может быть? Ну искусственное дыхание. Рот в рот. Я ей делал. Она была без сознания. А потом... Ой... Извините, Галина Ильинична, там Иволгин очнулся. Вова. Сиди, Галина. Ну, сознание? В общем, медицинском смысле, да. Я пойду. Зиновий Макарович, к вам Чертанов. Пусть заходит. Заходи. Журналистка твоя про нас написала. Читал? Умница девочка. Талантливая. Ну, про Мальцева немножко переборщила. А так, в целом, и про меня хорошо. А что это ты, Макарыч, такое при параде? Или ты всегда так наряжаешься перед выходом в интернет? В управление вызвали. Отмечать меня будут. Ну, в смысле, наш батальон. А с прессой ты правильно дрожишь. Дружи. Благословляешь? Угу. Ну, хорошо. Тогда сливаемся с ней в экстазе. Чего ты? Это с кем-то? С ней? С прессой. Кстати, по поводу прессы. Макарыч, у тебя кабинет пресс-секретарша пустует? А я снова бездомный. Сейчас с Веркой ужиться не можешь. Ну, ты же сам полжизни по коммуналкам протаскался. Это же не жизнь, когда без трусов на кухне не выйдешь. Да? А здесь прям хоть на плац, хоть в дежурку. Короче, Макарыч, я занимаю пресс-хату. С этой журналисткой у тебя что? Вообще-то ее Алёна зовут. Алёна Перова. Акула Пера. А у меня с ней ничего. Это скорее у Мальцева. Ой-ой-ой-ой. Расспрашивать Мальцева, как он нашел Эмку, бессмысленно. Потому что нашел у него... Да Чертанов тоже будет молчать. Потому что формально нашел и Мальцев. А что вы на меня так смотрите? Ждем, что скажет начальник. Ну, как ни крути, Вера Ивановна, но Чертанов все-таки не чужой вам человек. Кто, как не вы, сможет найти к нему соответствующие подходы? Я найду, но не к нему, Яков Аркадьевич. Что по экспертизе? Ну, как обычно. Долгая песня, пока одни обещания. Так что... Ждемся, ждемся. Простите, коллеги, мы быстро. Мне нужен... Не ты. Диван. Вера Ивановна, вы же не против? Вам же он ни к чему. Вы же в дом ночуете. Сергей Антонович, на пару слов. Так, без меня не таскать. Пупки развяжутся, я завязывать не умею. Патрулировать на диване будете? Показатели повышать. Пока начальник ордер не выдаст, диван остается здесь. СМЕХ СМЕХ Слышь, ордероносец. Давай-ка исползай на паркет. Давай-давай, я сейчас помогу. Давай-давай-давай. Молодые люди, вы вообще-то не интеллигентные. Сергей, что происходит? В смысле? Ты про диван, я его забираю, он мой. Дело не в диване. Правда. А по-моему, именно в нем. Ты же не ночуешь дома, потому что не можешь меня терпеть. Поэтому я возвращаюсь на свои дела. Я не ночевала дома, потому что я всю ночь работала. Давай договоримся. Все выяснения отношений не на работе, а дома. А мы разве что-то еще не выяснили? Дома встретимся и поговорим. И встретимся. У нас же нет никакого дома. И никаких отношений, чтобы их выяснять. Я очень рада, что ты наконец-то это понял. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фертанов, а почему не на выезде? Только вернулся, товарищ майор. Да я в курсе. Я отследил ваш маршрут. При этом было значительное отклонение и нарушение скоростного режима. Объясните, что это было? Преследовал злостного нарушителя. Я в дежурку докладывал. Вон, у Орлова спросили. Ну так что с нарушительницей? На этот раз упустили, товарищ майор. Должите идти. Осваиваю новый кабинет. Там, кстати, очень свежо. Никаких тухлых запахов. Так что на новоселье не приглашаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, да, так. Был приказ без меня не таскать. Вы что, ищете быстрой и легкой смерти, что ли? Ну, быстрой, не знаю. А вот нелегкой, так это точно. Вот и не лез бы, Даня, поперек меня веков. А так вообще... Благодарю, ребятки. Благодарю. Ну что, командир, геморрой-то я себе уже заработал. Осталось вот грыжу. И можно покой. Для покоя нужна еще язва желудка. Кстати, читали? Тут одна язва про Мальцева написала. Ее почитать, я не знаю, я бы и сам его полюбил. Тихо, 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 тихо. Негазой. Всем спасибо, все свободны. Всем ждать за дверью. Запомни, Чертанов. Мое терпение не безграничное. Ну так сходи в сортир, Мальцев. Чего зря терпеете? Самовольничаешь, да. Отвлекаешь личный состав от службы. Ребята сегодня в резерве, Мальцев. И ты как командир обязан это знать. Построение. Значит так, касается всех. Пять минут на сборы, а через пять минут выдвигаемся на спецтрассу номер один. И приступаем к спецоперации дачники. Вопросы есть? Товарищ майор, почему дачники? Мы же спецбат. А это вам ваши наставники объяснят. Еще вопросы? Никак нет. Приступайте. Что за дачники? Операция спец дачники. Самое важное в нашей работе. Ну дача, дача, огурчики-то знаете. Наливочки всякие разные. В общем, никакого смеха, пацаны, давай. Рановато ты на покойного острился, Виталик. У меня сегодня кабинетный день. Вовка, сам знаешь где. Давай один. Покой нам только снится, командир. Удачи. Давай. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Что, Жор, переживаешь, что этого бандоса пристрелил? Жрать ничего не могу второй день. Да, понимаю тебя. Какой-никакой, а... Был человек и... Нет. Да мне хреново не из-за того, что я его. Из-за того, что... Как представлю, если бы он меня по ногам или в голову. У меня же мать дома совсем одна. Инвалид. Вон. Смотри, из броника наковырял. У нас мужики с такими номерами на волка ходят. Слушай, я думаю, может, оберег сделать переплавить, а? Оберег? Ну да. Даешь. А чего? Так, а это что за чучундра? Два нарушения в одном флаконе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ водитель, вы в порядке? Что там, мертвяк? Не знаю, не понял пока. Водитель! СТУК В ДВЕРЬ Папаша? 102-й спецбат ДПС. Старший лейтенант Соломи. А меня сморило немножко. Но я стою, никуда не еду. Будьте добры, ваше водительское удостоверение и документы на машину. Все есть у меня, ребятки, все. Все в порядке. Вы знаете, что здесь остановка запрещена? Это спецтрасса. Иван Прокопыч. Так... Так у меня же это сам... Авария как... Вот, идите сюда. Вот. А где знак аварийной остановки? Не видно, чтобы вы чинились. Так нет, ребятки, знак был. Был точно, я помню. Куда-то подевался просто. Я вообще сегодня выехал, забыл телефон дома. Вот. А потом думал, да бог с ним. Ну, у меня же у жены-то на даче ездит телефон. Пробиваю колесо, думал поменять. Багажник открыл, а запаски-то нет, она на даче. Вот. Ну, сел, думаю, что дальше-то делать. И заснул, честно сказать. Так заснули, что мы вас едва добудились. Вы как себя чувствуете? Нормально вообще? Ну, врачи не жалуются. Паша, в эвакуатор надо. Не-не, ребятки. Какой эвакуатор? У меня просто денег столько нет. Ну вот. Давайте жене вашей позвоним. Пусть запаску с кем-нибудь пришлет. Дача у вас далеко. Да дача-то вот рукой подать здесь. Я немножко не доехал-то. Другое дело, что я телефона жены-то не помню. Напарник. Он у меня там вот в телефоне записан-то. Вот. Ну, внучкин помню. Асенька внучка. Но она не на даче. Ладно, вы присаживайтесь пока в машину. Мы посовещаемся. Ага. Ну что, давай его с троса отгоним, чтобы не маячил. Да и дело с концом. И дальше что? Откуда я знаю? Мы не ангелы на дороге. Это не наша забота. Нет, Паша, я так не могу. А что ты предлагаешь? Поехать к его жене на дачу за запаской, что ли? Да нет у него никакой жены. Померла, наверное. Одиноких зависту. Надо внучке его звонить. Как я-то? Ася? Товарищ капитан. Товарищ капитан. Стас Ты кто? Товарищ капитан. Стажер. Нежный. 102-й серб, ДПС. Экипаж майор Чортанова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, Володя. Товарищ майор, капитан Иволгин в сознании. Так... Живущий гад. Ну хорошо, я тебя понял. Гранату пока в глотку ему затолкай, чтоб молчал. Чего? Шучу. Лучше подушку. Понял. Гранату я сам затолкаю. Скоро буду. Так точно. Серег, ну полный коляк, все машины в разгоне. Так отставить, Орлов! Не бывает так, чтоб совсем ничего. Должно быть. Да клянусь, ну была бы хоть ступа с метлой. Ты же знаешь, для тебя все, что хочешь. Я знаю, и ты знаешь. Не прощу. Ой, а я к вам. Ой. А я к вам. А меня так научите? Я тоже хочу так водить. В полночь на сеновал. Приходите, будем учиться. Шучу. Это из кино. Да я знаю. Из формулы любви. А я приду. И вы тоже приходите. А тут сначала приглашаете, а потом сами... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А я вам звонила. Вчера и сегодня. Вы игнорируете меня, да? Игнорирую? Да. Почему? Нет. Просто не хотел отвлекать вас от Мальцева. Что? От Мальцева? Он тут при чем? Ну... А уже ни при чем. Но вы мне доверили своего коня, а для водителя это как продниться, так что теперь я весь ваш пользуюсь. Угу. Угу. Так я вам поверила. Но ловлю вас на слой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это очень страшно. Сергей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кстати, вы мне обещали сказать что-то... что-то важное, что-то главное. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обещал, но не скажу. Ситуация изменилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ситуация с вашей женой? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы в разводе. И с этой ситуацией уже вряд ли что-то можно поделать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вряд ли? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так говорят, когда оставляют вазейку. Мы не будем это обсуждать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, так что, в полночь на сеновал? Согласна? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы так приглашаете, как будто боитесь меня напугать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда и куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иван Прокопович, Иван Прокопович. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Приехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что это я? Опять заснул? Что же это делается-то, а? СМЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, дача это моя, конечно. Я всегда ей пользуюсь. Ага. Я сейчас. Ладога. Ладоги, 31. 31-й на приеме. Слушаю, Ладога. Причина отклоняет маршрута. Прокол. Пошеномонтаж заехали. Докладывать вовремя Пушкин будет. Минусовой вам, 31-й, по нулям. Принял. Спасибо за минус, по нулям. Спасибо, Алена. Обратно я сам. Меня можно не ждать. Угу. Да я никуда и не спешу. И могу ждать столько, сколько нужно. Просто вы... вы от меня всегда куда-то сбегаете? Нет. Нет? Нет. Уже нет. Ну, если я буду знать, что вы меня ждете... Ну... Я вас поняла. Хорошо? Я не буду стоять у вас на душе. Идите, Сергей. До свидания, Сергей. До встречи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло, Ян. Привет. Ален, привет. А ты что, бежишь куда-то? Что? Никуда я не бегу. В машине сижу. А чего пыхтишь, как самовар? Да шуток, потому что только что чуть не задохнулась. Ладно, встречаемся в нашем кафе на бульваре. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Исповедовался? Ни слова. Даже с врачами не говорит. Ну что, Юрец, с днем рождения тебя с двойным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С утреца убивать тебя ехал, но ты и здесь меня обломал. Живи. Только не надо, что вот это все из-за того, что ты на взятки погорел. Или как мне красочно рассказали, как ты меня подставил. К смерти позор решилась купить, что ли? Я тебя подставил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит, не рассказали. Тогда я вообще ничего не понимаю. Вы не из-за мелочи же, да, Юра? Говори. Оля вот-вот родит. И деньги кабел. Народы, если так. Так. Были, деньги сплыли? Пропил? Вызбашником занялись. Чтобы для уход не давали. Все до копейки. Еще и должен остался. И нельзя работу терять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Серьезно, что ли? А ты подохнуть хотел? Там устроиться, что ли? Бухать меньше надо, Юра. Из-за чего? Из-за каких-то вонючих денег. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Службе собственной безопасности, Игоревич, занес. Кому? Фамилию помнишь? Да, Тюльянеф. Полковник. Понимаешь такого? Сука. Знаю. Шахматист великий. Блин. Простись, Игорь. Партия окончена. Николай Ильич, Чертанов угомонился. И отец прокурор нами крайне доволен. А прокурорский сынок? А что нам его сынок? Сам по себе он пустое место. Служебная проверка по нему прекращена. Пусть себе даже служат. Нет. Ты не понял, Тюльянеф. Прокурорский сынок попался на взятки. И это факт. Чертанова ты, конечно, обуздал. Но факт остается фактом. Взятка была. И мы оба об этом знаем. Ну, знаем как? Умозрительно. Мы оба знаем. И это только единственный эпизод. А сколько их всего было, пока Чертанов его не пришпилил? Я вас услышал. Да, товарищ генерал, это мое упущение. Да. И вот еще что, Тюльянеф. Чертанова больше не трогать. Это приказ. И все, что нарыл на него, сегодня же мне на стол. Житите. Свободен. Настя, давай только недалеко, и ненадолго. Подожди, подожди. Пойдем, мой зяйка, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Здравствуйте. Старший лейтенант Саломин. Причина вашей остановки. Отдыхаем. И что? Здесь стоять не положено. Что еще не положено? С собакой в лесу гулять не положено. Машина стоит, и я не водитель. Вы хотите придраться? Я повторяю, здесь стоять запрещено. Это спецтрасса. Вот эта вот стоит. Она до нас еще стояла. Вы сначала с ней разберитесь. Там моя служебная. Спецтрасса и эта раздолбайка со спущенным колесом? Будете припираться? Настен, поехали, а! Знаете, хотел бы придраться, вы бы уже попали на штраф, а точнее на два. Подберите, пожалуйста, и заберите с собой. Здорово. Все! Скажите, а вы собачку всегда так водите? Да в чем проблема-то? Есть какие-то правила? Правила, к сожалению, пока нет. К сожалению. Ну, конечно, такая хлебная тема, и все мимо вас, да? Да в каждой второй машине либо собака, либо котяра едет. Вот-вот. А при столкновении эти милые существа становятся стопудовыми гирями, которые могут отлететь вам в затылок, и поверьте, ни римной безопасности, ни подушки вас уже не способны. Я просто в шоке, Кость. Счастливого пути. Товарищ старший лейтенант! Спасибо. Не, реально зацепило. У меня, кстати, запаска есть. К вашей должно подойти. Ну что, вы все перекусываете, Орлоп? Да почему же все это вот первый раз за день не сходя с боевого поста, да, показать? Да ладно, ладно. Расслабься. Слушайте, я что-то Чертанову сегодня как-то не могу найти. Он ничего не докладывал, нет? А, так Чертанов с этой журданисткой. Ну, вашей вчерашней. Куда-то уехал. Она подъехала в батальон, он сел к ней в машину и... Угу. О, Вера Ивановна. Здрасте. Кутузов у себя? В управлении. Ну, а в его отсутствии я за него? Что срочно, Вера Ивановна? Мне нужно еще одно рабочее место в мой кабинет. Письменный стол, два стула, желательный шкаф для документов. В общем, все, что полагается. Понятно, понятно. Прирастайте кадрами, да? Обрастами рутинной, Вадим Денисович. Получится это сделать без Кутузова. Элементарно. Орлов, задача ясна. Займись. Извините, Вера Ивановна. Служба. Конечно. Все сделаем, Вера Ивановна. Майор Чартанов давно уехал? Угу. Ну. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Георгий? Можно Жора. Вася? Да, где дед? Вы сказали, что он с вами. Что с ним? За колесом пошел. Сейчас принесет, погрузим, заменим. Машину сюда пригоним. Спасибо, что позвонили Жору. Спасибо деду вашему. Ваш номер помню. Вот его документы на машину и права. Подальше от дедушки спрячете, Береженого был пережен. Значит, все? Ты ездил садед? Ну, это врачам решать. Но все-таки возраст берет свое. Не знаю, больше за руль опасно. А оставьте ее себе. Ну, вы же можете изъять беру. Не можем. По закону он должен сам сдать. Ася, поговорите с ним. Возле смерти бабушки с ним совсем сложно общаться стало. Он разговаривает только с ней, как будто она до сих пор живая. Такая морока. Это что-то. Да знаю я, знаю. У меня мать такая же. Три года уже с моим отцом покойным разговаривает. Вообще без просвета, но все-таки достучаться можно. Ася, дедушку нельзя больше с машиной оставлять. Даже без документов. Поговорите с ним, Ась. Да, я достучусь. Дедонь, привет! Асенька! Привет! Мученька ты моя, солнышко ты мое. Как ты? Ну, как? В аварию попал. Круто, Ветель. Но будешь писать отчет, не стесняйся. Ври, что действовал строго под моим руководством. Тебя когда ждать? Понял. Жду. Ну, слов не хватать, Сергей Антонович. Интенсивная терапия, аппаратура, кругом. Вы с телефоном. Извините, больше не буду. Калина Ельнична, оставляю своего подкоченного друга в ваших нежных руках. Утомит, да бейте. Спасибо, Серега. Поддержал, утешил. И что, будешь ты подыхать, я с клоунами приду. Взрослые мужики, как дети. Разве о жизни и смерти так шутят? Юрий, а вы? Да, а вы, Юрий. Вы, Юрий, поправляйтесь. Нас с вами ждут большие дела, большие. Шахматы. О домашних не беспокойся. У меня с ними полный контакт. Давай, Серега. Больше чего не подведу. Галина Ельнична, ну, ваш адрес просто, нет слов. А и не надо, Сергей Антонович. Сергей. Хорошо, Сергей. Не стану скрывать, скажу при вашем друге. Все, что я делаю, это исключительно ради сына. Понимаю. И мой отдельное спасибо. И между нами. Только поймите меня правильно. Володя вырос без отца. И я мать. И я вижу, что он совсем по-мальчишески успел привязаться к вам. И очень вас уважает. Вы понимаете? Да. Это большая ответственность. Пообещайте мне. Плохому вы его не научите. Не могу обещать. Угу. 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 Нет. А почему? Ну, как-то... Ну, ладно. Ладно, садитесь, подвезу, девушка. А? Да, заводской? Да, заводской. Таковато, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. Старший инспектор, капитан Рожанов, 102-й спецбаза ДПС. Документы? Да я же не нарушил ничего. Была б машинка, а нарушения всегда найдутся. Ну вот, пассажир у вас. Он пристегнут ремня безопасности. А я застегнулась. Мы же остановились. Верю. Кем приходится? Вам пассажир. А, ну... А я его бывшая одноклассница. Первая любовь. А что? И как зовут Первая любовь? Меня Федя зовут. Это я вижу, Федор. Девушку как зовут? Товарищ капитан. Буквально твое слово. Мне там девочка понравилась. Я ее в заводской район везу. Там ехать долго. Хотел телефончик взять, мосты навезти, все дела. Заводской район по какому адресу? Не знаю. Сказал, на месте покажет. Там озеро, лесочек, шашлычок подружки. Такая тема. Девчонки, лесочек. Шашлычок. Слушай, сказка прямо. Только нелегальная перевозка пассажиров, Федор Степанович, это статья. В совокупности 15 тысяч рублей. Товарищ капитан, так я же ведь не за деньги. Ну, просто так. По любви. Ну... Гаишник остановил, говорю. Водилу на бабки разводит. Нет. На сегодня все. Разбегайтесь, я не приеду. На ваши документы можно взглянуть девушку тоже? Зачем это? Я не водитель. Вы только водителя имеете право документы спрашивать. Ошибаетесь. Пассажиров тоже. Тем более, вы свидетель. Мне нужны ваши паспортные данные для составления протокола. Свидетель? Да. А если я не хочу быть свидетелем? Вы же не можете меня заставить. И нет у меня при себе никаких документов. Тогда мне придется задержать вас до выяснения личности. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Студенческий подойдет? Более чем, Анна Петровна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна Петровна! А можно вас попросить протокол подписать? Подождите. Не-не-не. Жена же со мной не ездит, прибраться некому. Дайте помогу руку. Оп! Это что такое? Отпусти! Я же обещал, что задержу до установления личности. Посиди. Иди-ка сюда. Окно открой, воняет. Товарищ капитан, ну так, нормально? Так, может, обсудим? Что обсудим? А? Повезло тебе, Федор. И мне с тобой повезло. Может, даже майору дадут. Пассажирка твоя числится в федеральном розыске. Подсажется к таким вот озабоченным кроликам, как ты. А потом ведет своим гопником-подельником. А потом ни машины, ни кролика. Уже три эпизода по Золстскому району. Не ты ее вез, а она тебя. А ты все, договоримся, договоримся. Ладога, я ноль первый. Чего вылупился? Ну? Говорил он, не свободен, а теперь разведем. Ален? Разведем. Ну и что? Я же не о штампе в паспорте, Ян. Люди расходятся, а потом понимают, что им лучше вместе. Ага. Так. Денек на исходе. Можешь добить его здесь, у мамы. Можешь домой смотреть. А вы? Я в батальон. Я с вами. Посмотри, как хочешь. Тогда заставлю учить кодовые таблицы. Всю ночь. Буду. В машину, стажер. Ну что, молодые люди, вас подвезти? Ой, а что это вас так ширину расперло? СМЕХ А это я груз. Мне государство наград расширяет нас. Ну ты все остальное жми, а то в машине и так душновато. Товарищ капитан, за что награда? Это как, за что? За доблесть, за отвагу, за мужество. Ну все остальное в интернете прочитай. Там про меня еще долго писать будут. Ага. Писать. Это ты правильно заметил, Виталий. Напишут. ВИЗГ. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Вы будете очень сильно смеяться, но все снова изменилось. А все это что? Я решил рассказать вам о самом главном. Не по телефону. Сеновал остается в силе. Правда, он временно переехал в мой личный кабинет. Но полночь наступит через час. Торопитесь. Да, хорошо. Шучу, спешки никакой нет. Просто мне не терпится вас увидеть. Не надо так шутить, Сергей. Ладно, не буду. До встречи, Алена. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А, подождите, ваш кабинет... Это кабинет Мальцева, да? Послушайте, мы же с вами во всем договорились. Мальцев здесь совершенно ни при чем. Забудьте. А специально для вас на двери кабинета будет табличка. Сеновал? Пресс-секретарь. Ну, хорошо. Я постараюсь не заблудиться. Или это опять ваша шутка? Не шутка. Найдете. До встречи. По наляду. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ну что? Говорил, я не свободен. А только поманил пальчиком. Все? На крылышках полетели? Что? Ну что? Командир, да? Все, жизнь налаживается, да? Товарищ капитан, остановитесь, пожалуйста, здесь. Я выхожу. Я вспомнил, мне еще в аптеку надо. Я за песнорад не заплатил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А чего это он? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Никит, что ты на меня так смотришь? Да вот думаю, Верусь, как тебе весело было меня в дураках держать. И Глана такая, типа, расскажи, и что там, расскажи, а сама все знает. Знает. А делает вид, что ничего не знает. И про прослушку, и про этого Семену Семеновича. Про прослушку я ничего не знала, честно. И про все остальное ты не спрашивал, я не рассказывала. Конечно, я не спрашивала. Ты же из меня доила информацию служебную. Никита, прекрати. Ты меня проверяла, да? Ну и как я тебе? Нормально? Или болтун? Слушай, мне нужен опытный опер с доступом. Мне дали тебя. Об этом я узнала сегодня утром. Я тебя не использую, слышишь? Слышу. Хорошо, Ирусь, если не используешь, мы прямо сейчас выходим из машины. И ты меня целуешь. При всех открыто. Что за детский сад, Никит? Злишься? Злюсь. На себя злюсь. Тебе все прощаю и злюсь. А если поцелуешь? Ирусь, я все забуду. Ну а ночью? А ночью, Никитушка, ты будешь спать один, а я буду спать одна. Потому что я теперь твой начальник. И если про нас узнают, меня отстранят. А это дело мой звездный шанс. И твой, между прочим, тоже. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вы тоже умеете быстро кататься, Алена? Ну что, все письма счастья из дорожных камер собрали. Это мы еще посмотрим, кто больше. Проиграйтесь. Ага. Я все камеры в городе знаю. Ну что ж, вам везет. Ну что, я приехала. Вижу. Это значит, что теперь я от вас уже никуда не денусь. Да. Я так и знал. СМЕХ Видала? Братья вообще не шифруются. Ему все можно. Что? Говорю, Серега с этой в открытую все делают. Может, и нам с тобой пора? А что, на всех плюнем. Открытые отношения, поженимся. Детей на дело наберусь. Никит, завтра утром быть здесь, как штык. Не заезжай в угол. Ясно? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Э, ты чего? Ну и для кого ты это все нацепила, скажи? Для кого все, пожалуйста, встань? Подожди, стой! Отпусти шею, я сказала! Я тебе сейчас сломаю эту шею, ясно? Отстань от меня! Чего ты мне тогда глаз не строила? Ничего я тебе не строила! Мне охренеть показалось! Да, показалось! Ничего не мне показалось! Показалось! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА А ты чего смотришь? Писаться хочешь за ними? У тебя какие-то проблемы? Нет. Вообще, если подумать, да, проблемы есть. И все из-за них. Что я сказал? Ну-ка, повтори. Все, забудь ничего, я вошел. Ничего. УДАР 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 Ну, уйди ты от него, я сказала! Быстро! Отпустил! Любой взгляд имеет значение! Любой, поняла? УДАР УДАР Придурок! ВОДАР ВОДАР УДАР ЭБИДЕЛЬМА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну и чего ты приуныл, Орлов? Не вижу бы лового энтузиазма. Без предварительной записи прессу в расположении батальона приказано не пускать. Какой сейчас записи? Это ко мне, Орлов. Ты чего? Серега, у меня приказ. А ты не спеши выполнять. Приказ может быстро измениться. Кто приказал? Кутузов? Мальцев. В смысле? Мы же с ним вчера только здесь были. Подожди. Орлов, давай-ка выписывай пропуск. Мальцева я беру на себя. Он на месте? Отъехал. А батя? Кутузов еще не вернулся. Слушай, Серега, без обид я б тебя прикрыл. Ну ты же знаешь, режимный объект. Все ж пишется. Сергей, ну ничего страшного. Знаете, сколько раз и куда меня только не пускали. Я же все-таки журналист. Мне не привыкать. Давайте просто поедем в другое место. Вот и все. Нам же не принципиально? Нет. Уже принципиально. Сергей Антонович, здрасте. Здрасте. Могу я вас на секунду отвлечь от ваших нерабочих приятностей? Можете, Вера Ивановна. Всегда могли. Но не сейчас. Да, неудобно получилось. И что теперь? Вы в мою машину. Так, сейчас вы все поймете. Здрасте. Виталик, ты у нас богатырская сила, так? Угу. Просто не эпическая сила. Просто один мой кладенец чего стоит. Ага, тогда слушай меня внимательно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алена, сюда. Сергей, мне как неудобно. Может, лучше не надо? Вот за одной обсудим. Вперед, Серега. А... В анекдотах-то обычно мужики к баб... барышням в бок на залазит, а? Виталик, ну вот посмотри, 21-й век на дворе, классика уже не в моде. Подсоби. Сергей, может, в следующий раз давайте соберемся как-нибудь, я не знаю... Я понял. Где журналистка? Ага. Неплохо устроился. И диванчик так хорошо стал. Извини, я занят. Закрыться забыл. Сереж, ты серьезно собираешься здесь ночевать? Ошибаешься. Жить. Ну, раз. Командир сказал. Так, в общем, я нас поднимаю на раз, два, три. Ага, хорошо. Давайте. И... Чертовых, а! Беспредельщик чертов! У тебя есть свой дом, откуда тебя никто не гонит. Правда? Ну да, меня там просто терпят. Я сказала, это на эмоциях. Это не так. Ты прекрасно это знаешь. Возвращайся домой. Расстояние небезопасное. Я ведь и поцеловать могу. Эпическая сила на исходе, Алены. Значит так. С завтрашнего дня Никита прикомандирован к моей опергруппе. Это не мое желание и не мой выбор. Будь добр, не устраивай истерику. Никита... Угу. И окошко не забудь закрыть, а то продует. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так... Виталик? Свободен. Олененок, ну ты уж сам как-нибудь не расстраивайся. Меня столько раз обламывали, я знаю. Утром это все покажется ерундой. Да я не хочу уже до утра дожидаться. Мне и сейчас это уже кажется ерундой. Ладно, Ян, давай я тебе потом перезвоню, и я еду. Давай, или я тебе. Зазвонимся. Давай, пока. Ты еще и угонщик, да? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ У меня есть право на телефонный звонок. Сюда! Это не мы, ты помнишь? Зря наговаривать не станешь? Не стану. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Товарищ генерал-майор, по вашему приказанию задержанный... Благодарю за службу. И спасибо, что дали ему позвонить. Ну, у каждого есть законное право на звонок. Ну, в теории, да, на практике. Кто у тебя так? А это я на улице подрался. Я сам виноват. Да. С аптекой рассчитался? Не успел. ЧТОНУК В ДВЕРЬ Хватит. Николай Ильич, я сам могу. Передайте в аптеку. И я очень надеюсь, что его задержание в сводку не попадет. Товарищ генерал! Я очень надеюсь. Можете идти. Есть товарищ генерал-майор. Есть товарищ генерал-майор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, присядь. Кому понадобился кислород? Володь, мне не нравится всякий раз начинать с одного и того же. У нас с тобой мужской уговор. Ты обещал мне ничего не скрывать. Человека пришлось спасать. Какого человека? Капитана Иволгина. Друга майора Чертанова. Иволгина? Угу. И от чего его пришлось спасать? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ О, девчоночки, привет. Здорово. Привет, привет. Вань. Дай водичку, пожалуйста. Держи. В пьянстве замечен не был, но по утрам жадно пил холодную воду. СМЕХ Если в слове «вода» заменить четыре буквы, получится слово «пиво». СМЕХ Вова, мать моя, из-под Ростова. Ну что, все ночи потерпят, что вы допрашивали, что ли? Да, с таким объемом данных на лице только в патруле ходить. Лень, помню, такого уже останавливаю с утра, рожа помятая, глаза красные. Говорю, пройдемся, дунем. Не, говорит, спасибо, мне уже хватит. СМЕХ С кем бился ты? Да ни с кем, сам с собой. Угу. Кто победил? Я победил. Садитесь. Приступим. Довожу ночную сводку по городу. За минувшую ночь... Нежный. Я. А что у вас с лицом? А почему руки прячете? Вчера, после смены, обучал стажера основам самообороны, без оружия. Угу. А вы, Чертанов, еще по совместительству и инструктор по рукопашному бою? Есть сомнения, попрошу спортзал. Место стажера свободно. Нежный, сегодня и завтра у вас кабинетный день. Садитесь. Я тебе книжку оставлю. ПДД называется. Не соскучишься. За минувшую ночь было совершено три наезда на пешеходов. Причем в трех случаях сами пешеходы грубо нарушили правила перехода. Пусть ты... Ты что, ты... Ты не видишь, что ли, куда ты едешь? А ты куда идешь? Надо... А я здесь иду. Ты не видишь. А я здесь не иду. Куда ты? Надо ехать, надо смотреть. Я иду, куда мне надо идти. А ты что? Ты меня мог задавить. Арестуйте его. Он хотел меня задавить. Капитан. Она жить не хочет, а мне отвечай. Ее вообще надо из дому не выпускать. Давай, езжай уже. Учить он меня будет. Анекдот на эту тему. В Азике говорят. А ты откуда армянский так хорошо знаешь? Ну, так у меня в школе педагог по-английскому. Армянин был. Давай, хорошей дороги. Давай, давай. Входим мне на строение. Хорошая. Это... Это что это? А? Это что это, а? Бабуль. Что это? Пройдемся. С тобой? Со мной. А идем. Идем, идем, идем. Смотрите, вон пешеходный переход, светофор. Вон пешеходный переход, светофор. Для кого это все? А что тогда, что тогда ты его отпустил-то, а? Вот ты штрафовал бы его. Они тут понаехали, а я здесь живу. Я всю жизнь по этой дороге ходила. С самого первого класса, вот школа. С первого класса, сама. Замуж вышла, вон магазин. Продукты таскала своему мужу. А вот внуки, вот детский сад, я сли... А я вот здесь живу. Понятно. Женщину, женщину вот здесь вот сбили вчера ночью. И вас сегодня чуть-чуть, и тоже вы сбили. Ну я... Вот ты бы его арестовал, ты расшаркался перед ним. А я здесь ходила и ходить буду. Не хотел, но придется оштрафовать. Кого? Вас. Откуда ты знаешь, что я такая? Я не в собес иду. Документов со мной нет. Арестовывайте. Здравствуйте. Еще один. Здрасте. А как ваше имя, общество? Не скажу. Делайте, что хотите. Что хотим? Да. Ну, тогда я вас приглашаю в кино. И кино будет про вас. О, кино. Да. Про меня. Да. Ну, пойдем. Посмотрите, видите, вот столб, вот на нем камера висит. Видите? Вон там. Вот эта камера, она все фиксирует. Всех нарушителей. Вот так. Ой, заливаешь. А пойдемте, я вам кино покажу. У меня в машине телевизор есть. Кино про вас. А вот пойдем. А я посмотрю, кино про меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пойдем пешеход выгоняете? Терпеть ненавижу пешиков. Ходят без госномеров, правила правой руки не знают, дистанцию не блюдут. Да, по вечерам ходят без габаритных огней. Ха. Как специально, в черной одежде. Гады. Женат? Хорошо, спросил после гадов. Был. Разбежались. Дети. И да, и нет. Вообще, сынишка. Больше с ним видеться не дает. Говорит, на меня нельзя положиться. Поэтому только при ней. Считай, как на свиданках в тюрьме. Это плохо. Пацану без отца нельзя. Бабы об этом не понимают. Ладно. Пойдем, отомстим двуногим. Ладога, 33-му. Купцов переулок у вас за спиной. Рядом с торговым центром Гупец. Внештатная ситуация. Работайте по метке. Две троечки, Ладоги. Понял вас, выезжаем. Вот, другое дело. Прошу, в наш кинозал. Да. Мы за просмотр денег не берем. Так что не бойтесь, подсаживайтесь. А вы не увезете меня куда-нибудь, а? Я знаю вашего брата. Садиться не обязательно. Отсюда все прекрасно видно. Виталь. Итак. Так, ну, смотрим. Узнаете? Правда, что ли? Правда. Правда. Господи, боже мой. Ну, смотрите, как хорошо получилось. И вот через паспортный стол умный компьютер выяснит, как вас зовут. И где вы живете. И штраф пришлет. А потом с пенсии снимет. И вот сколько раз в неположенном месте перешли дорогу, вот столько раз будет вам штраф присылать. А вы мою пенсию-то видели, а? Откуда у меня такие шиши, чтобы ходить по той дороге? Нашли тоже богачку. А я не буду по той дороге ходить. Вот правильно, правильно. И учтите, что камеры здесь на каждом столбе, кроме пешеходных переходов. Вот дожили, а? Слежка кругом. Ой, из дома нельзя выйти. Денежки вам нужны. Да, бабуль, и вы, главное, ну, это так, между нами, соседкам своим подружкам, расскажите про все вот это. Не забудете? Шучу. Вы же и так не забудете, правда? Ну, что там? Да все тоже. Может быть, машину обратно вернем, пока не поздно? Поздно. В чем за ты, инспекция? На платформу поднимись, сам увидишь. Судя по вашим радостным лицам, там меня ждет неприятный сюрприз. Приятного мало. Да прошляпили как-то, сам не знаю как. Вон у него тонировка на стеклах. Разберемся. Ты что, родной, эвакуацию с ребенка внутри проводишь? Поскорее денег срубить хочешь? Да ладно тебе. Что ты нам предъявляешь? Ты ему предъявляй. Он инспектор. Не, ну а что, случилось, случилось. Сейчас что-то делать надо. Вон, машина на такой жаре. Вскрыть не имею права. Выгрузить с ребенка в машине не имею права. Даже тронуться с места не имею права. Водителя пробил? Пробиваю. А раньше мозг включить. В этом торговый центр. Погромко объявляли? Ясно. Даня, в торговый центр. Давай. Так, тренировка штатская, заводская, это хорошо. Перчатку снимай. Зачем? За сараем снимай перчатку. Капитан, а ты чего удумал-то? Слышь, не дури. Погоди, погоди, капитан. Хозяин машины, важная шишка. Служба судебных приставов. А, ну понятно. Папа. Вода есть? Да, есть. Сейчас, сейчас. Ты что творишь? Мы всем скопом под суд пойдем. Ну, значит, пойдем. Другие ходят, мы что, хуже, что ли? В машине жара адская, мы кругами ходим. Скорую вызывай. Я вызываю. Привет, мальчик, не бойся. Я не страшный. Все хорошо. На водички. Попей. Будем считать, профилактические работы с населением микрорайона были проведены. Пойдет, командир? Сойдет. Сойдет. Я, кстати, сегодня без ужина и без завтрака. Сам виноват. Женись. Будет тебе. Ужин, завтрак, обед. Как в Турции. Ол инклюзер. Все включено. Так вот для чего люди женятся. Я не знал. Но в моей прошлой семейной жизни Турции не пахло. Ну что, перекусим? Ладога, 01-й Ладогин. Разрешите заехать? Рабочий день еще не окончен вообще-то. О. По-моему, он дал добро. Поехали. Куда, Виталь? Я на минуту отскочил. Денег снять в банкомате. А он карту мою сожрал. Ни денег, ни карты не отойти. Вы почему с собой сына не взяли? Что вы будите? Он уснул в дороге. Я в тенек загнал. Окно приоткрыл, чтобы не задохнул сын. Окна были закрыты наглухо. Да не надо мне говорить. Марачивай мне голову-то. Я только... Что такое? Стекло. Твою мать! Вот я перед вами стою с ключами, чтобы подождать не могли, что ли? Да я вас... А скоро для кого? Я мой ребенок! Что происходит? Я мой сын! Славик! В чем дело? Вы, собственно, кто? Как кто? Отец кто? Дверь закройте, отец. Слава богу, обошлось, но у нас к вам будут вопросы. Ждите. Так, капитан, машину верни на место. Забрать не получится. Я водитель, я уже здесь. Пока останется на платформе. Это как по ней мать! Пока я не приму решение, вызывать сок или нет. Надеюсь, аббревиатуру сок расшифровывать не надо. Следственная оперативная группа дальше что? Они здесь при чем? Оставление человека в опасности. Уголовное преступление. Особенно в отношении беззащитного ребенка. Минимальное наказание – штраф. До 80 тысяч рублей. Или реальный срок. А еще штраф за неправильную парковку. Подожди. Мужики, ну... Заплачу я любые деньги, любой штраф, ну, все, что угодно. Ну, только чтобы жена не узнала. Так с трудом уговорил с сыном один на один. Папа сейчас, если она узнает. Ты его в душегубке оставил не по рассеянности, специально. Да не было там никакой душегубки. Я в тенек поставил. Да честно, я... Ну, сын уснул, я ненадолго. Будешь врать, вызываю сок. Чтобы эвакуатор машину не смог забрать. Ваш сын мог погибнуть. Не подумал. Не подумал – урок на всю жизнь. Лейтенант, решайся сам с ним. Как решишь, так и будет. Лейтенант, решайся сам с ним. Папа! Славик, ты лапа моя. Смотри, вот на диск одевается шина, туда камера ставится. А на камеру большая покрышка. А сколько колеса машина, знаешь? Четыре. Правильно, молодец, дай Петюмин. Опа! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Распишитесь. Переход проезжей части в неположенном месте. Почему? Штрат за неправильную парковку вам выпишут отдельно. Расписывайтесь, расписывайтесь. Пока я не передумал. И больше не нарушайте. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зря ты его отпустил. А может, и не зря. Я же не его пожалел, а сынишку его. Ну, дело другое. А папаша его чмо. Я бы таких... Мне кажется, что он все-таки какие-то выводы да сделает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодой отеля лейтенант. Гражданин начальник, я как самый дисциплинированный, сранья, как штык на новом рабочем месте, а Вера Ивана на этом рабочем месте и нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ошибаешься. Я всегда на месте, когда отсутствую. Не верю. Я всю ночь ворочался, подушку соседнюю обнимал. Запах, конечно, твой, но она была хладная. Значит, Никита, что мое место на другой подушке? Здравствуйте. Смотрю я на вас, гражданин начальник, а вы с пешочком ходите. Не берегут вас, служебную машинку не дают. Могу вот свою предложить. Сама разберусь. Пойдем, введу тебя в курс дела. У нашего Семена Семеновича есть собственный сайт. Знал? Нет. Создан совсем недавно, но уже успел раскрутиться. Якобы в помощь людям, которые ищут свои угнанные автомобили. Но в реальности здесь заказывают новые угоны, ищут подельников. Ну и сбывают краденое. Ну, понятно. Надо передать спецам. Даже очень просто выяснить, откуда у сайта ноги растут. Все спецы уже давно в этой комнате. Мы ограничены жестким доступом. А что откуда в интернете растет, это не всегда легко вычисляется? А это что? Наши радиомаячки, установленные на патрульных машинах. Негласно. А не проще ли запросить наблюдения у дежурной части? Там все машины всегда под наблюдением. Ну, все, да не все. Машина Мальцева, например, от наблюдения отключена. Нет, дежурной части доверия нет. Откуда мы знаем, кто там оборотень? Сколько их? Кто кого покрывает? Ну, ладно. Ноль первого, это же Серега. А он что, тоже по наблюдениям? Экипаж майора Чертанова состоит из двух человек, не считая стажера. Ну да, логично. А Мальцев этот под каким номером? Вот здесь. 102-й. 102-й. Влатной номерок. 102-й спецбат. Куда это он забрался? Промзона. Ворошилово. А зачем он там? Это вообще нормально? Ну, я не знаю. Может, вот это? Слышу вас. Прошу прощения, Денис и... Вадим Денисович. Простите. Да, Вадим Денисович, мне надо срочно продать машину. Вы не могли бы помочь с оценкой? Ё-моё. Тотальная прослушка. А если наши клиенты на жучков проверятся? Ну и что это даст? Думаете, зачем нас сюда подсадили? Мы подключаемся к телефонным линиям по старинке с помощью двух проводов и старых добрых крокодилочков. Отлично. Вы же опасные люди. С вами очень приятно работать. Надеемся, Никита, ты тоже нас чему-нибудь научишь? Не сомневайтесь, Вера, Ван. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Да. Вообще-то время уже вышло. Вы где? Я там, где. Мы договаривались. Хорошо. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Майор? Так точно. Вадим... Денисович. Значит, он меня привез правильно. Икатерина. Вы по телефону не назвали отчество? Эльза? Мне так к вам обращаться? А как иначе? Я, Эльза. Вот уже почти век. Извините, Эльза, но вы предлагали мне посмотреть машину, которую, как я понимаю, вы хотите быстро продать. Что же я вижу? Такси? А на чем я еще могла сюда приехать? Машина со мной, но без таксо я никак. Угу. И где же машина? Лексус, насколько я помню. Лексус, да. Машина моего покойного сына. На нем он и разбился. Катастрофа для всех, для нас. Попал под эту, ну, знаете, здоровущая такая. Они еще целые стены для домов перевозят. Панели воз. Наверное, панели воз. Поэтому все, что осталось, я привезла с собой. Да, я сочувствую, конечно, вам, что от машины совсем ничего не осталось. Прах. Но люди, которые мне вас рекомендовали, сказали, что эти бумаги стоят миллион. 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 Ну, не думаю, Эльза, не думаю, что за покойный Лексус кто-то даст хоть копейку. Ну, если, конечно, не будет. Если не будет, вот этих железок. Об этом мне тоже сказали. А госномера сохранились? Люди, которые вас рекомендовали, сказали мне, что восстановить госномера вам не составит особого труда. Без госномеров 750. И я вам сегодня уже позвоню. Люди, которые вас рекомендовали, сказали, что вы обещали восемьсот. Я наберу вам, Эльза, сегодня же. Алло. Дай ей свежие новости для Семенов Семеновича. Я вам перезвоню через десять минут. Борь. Там товар отличный есть. Что за тачка? Лексус. Что по деньгам? Ну, просят лям плюс комиссия сотка на круг, лям сто. Нет-нет-нет, Костя, а лям это много. Отзвонись, скажи, даем девятьсот. Девятьсот, да. Костик, и никакой комиссии, да? Костя. Да-да, а если упрутся? Если упрутся. Если упрутся, добавь полтинник. Но это в том случае, если упрутся рогом. Ясен пень, Борь. Ясен пень. Нам, Бет, по Бейхеру считаться. Без меня бы не нашли. Значит, Костя, там с бэхой вышла жопа. Но ты не уменьшуйся, свое получишь. Немножко подожди. Ну да. Вот там. Так вот, способов легализации угнанных автомобилей существует тысяча. Это всего лишь один из них, и при этом не самый сложный. У нас есть автомобиль. Допустим, тот же самый Лексус. Он попадает в аварию, разбивается в хлам и восстановлению не подлежит. И, соответственно, совершенно ничего не стоит. Но внезапно появляется покупатель, готовый платить реальные деньги за хлам. Буквально ни за что. За бумажки. Ну, это как Читиков в мертвых душах в гугле, да? Верно. Только называют они это не мертвыми душами, а заготовками под следующий угон. Потом они угоняют такой же Лексус, да? Да. Перебивают заводские номера и продают по документам из заготовки? Да. Но только кустарную перебивку всегда очень легко обнаружить. И, покупая дорогую машину, ее тщательно проверяют. Вот. Именно поэтому продают фиктивно. Ну, это как фиктивный развод. Штамп в документе к чпоку. А по факту жена остается при том же самом муже и никуда не уходит. И, возможно, исполняет тот же самый супружеский долг. Так вот, по документам машина продана, но остается в отстойнике. При этом номера перебивать никто даже и не думает. Они вытравливаются начисто и бесследно. После этого машину снова угоняют, но на этот раз фиктивно. А заявление в полицию подают по-настоящему. Черт! Осторожно, я уже здесь. В смысле, кажется, я понял. Затем машину фиктивно находят. А то, что у нее нет уже заводских номеров, так это вытравили угонщики. Затем машину не угоняют. Наталья начальника. Включи документы, гражданочка. В машине лучше не оставлять. Командир! Как это? Лу! Ноги пролетел. А так водичка нормально. Сам раз. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Яна. Ты телефон отключила? Все настолько запущено, что даже со мной разговаривать не хочешь. Я сегодня вообще не с кем не хочу разговаривать. Это депрессия. А ее запускать нельзя. А знаешь, как говорят? С бедой нужно переспать. Ну вот, а я сегодня вообще не спала. В офисе сварить? Нет. Я водички попью. А знаешь, что надо сделать? Надо твоего майора забыть и прям выкинуть из головы. Найдем тебе нового, без темного прошлого. И знаешь, чтобы в окна не заставлял лазать. Яна. Олененок, ну нельзя же так долго грустить. Ну час, максимум два. Ну жизнь-то продолжается. Яна, а ты что такая? Ты просто так заехала или как? Прям вот от счастья вся светишься. Слушай, пойдем со мной спустимся и посмотрим, на чем я приехала. Ну пожалуйста, если ты не пойдешь, то я прям вот здесь развлечусь на куски. Ну пойдем. Быстрее пошли. Подожди, я же не в пижаме пойду, а я переоденусь. Я тебя жду. Блин, ну, Ален, ну порадуйся за меня. Это же Лексус. Блин, это вау. Ну скажи. Да, но мне кажется, для подарка это слишком. Такое обычно дарят, когда откупиться хотят. Америку открыла. Думаешь, я не знаю, что он хочет? Вернуться к жене без скандала. А я не против. По-моему, отличные отступные. Твой майор на такое способен? Ян, будешь так поткалывать, я просто уйду. Блин, ну Ален, не обижайся. Ну я же не со зла. Просто он такой классный, я еле вышла из него. Я вообще думаю, на хрен нужны мужики, когда есть Лексус. СМЕЮТСЯ Здравствуйте. Ален, не мог до вас дозвониться. Здравствуй. Решил приехать наугад с благодарностью за статью. Всем нашим очень понравилось. Да? Нет, не он. Извините, мы уезжаем по срочным делам. Повези меня. Угу. 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 Какая завидная машина. Ну а в окружении таких прекрасных женщин выглядит просто как на продажу. Угу. Весьма двусмысленный комплимент. А вы благодарны за мою статью, приказали меня в батальон не пускать, да? Алло. Ну не только вас. Это касается всех журналистов. У меня просто распоряжение пресс-службы. Вот как. Вами командует ваша пресс-секретарь, да? Отлично. Наша пресс-секретарь уже давно в декрете. Отсюда и весь сырбор. Сейчас все контакты с прессой через главное управление. Угу. Так что я тут вообще ни при чем. Ну я так и сказала. Вами командует. Думаете? Ну, может, это и к лучшему. До свидания, Вадим. Всего хорошего. Ну, классный. Точно не твой майор? Я же сказала нет. А кто? Да так, никто. Давай покатаемся. Нет, слушай, давай потом. Я поняла, что надо делать. Что? Да ей проще. Его жене. Потому что она с ним работает. Постоянно вокруг него трется. Я тоже должна там работать. В спецбате. Так, где? Ты о чем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Видел? Ага. Подставку готовят. Остановимся? Нет. Виталик, подставщиков надо брать с поличным. Вспугнем. Давай сейчас прямо на разворот. И примем их в лоб. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушка, это у вас что-то шумит? Или у меня? Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Где зацепили-то? Или дети балуются? Дебилы мелкие, блин. У меня нож есть, руками меня оторвать. Сейчас принесу. Будьте добры, пожалуйста. Первый раз такая проблема. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот сволочь, а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Командир, спокойно, спокойно! Что за фигня-то? Руки отпусти! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Даже открыть не успел. Ну ничего. Тебе в отделении все покажут. Что за беспредел? Спокойней, спокойней, командир. Что ты? Это он! Спокойно. Спокойно. Где моя сумка? Какая сумка? Где деньги? Спокойно! Где телефон? Где деньги, а? Да тихо, мой! Спокойно, спокойно! Тихо! Опа! Ты чего? Дурак, что ли? Да ты даже не мент. Гаишник. Взял свою. И вали. Тихо, тихо, спокойно. Ты чего? По жизни хочешь получить? Ты же не мокрушник. УДАР Вы его сейчас раскоряпываете, он потом на меня все повесит. А сумка ваша никуда не денется. Сильно, но мимо. Я эту форму за свой счет покупаю. Я тебя штопость заставлю, слышишь? Шучу. Ты иголку в руке держать не умеешь. Десять лет хватит, чтобы научиться. На, надень. Давай, примеряй. Первому как слышишь меня? Прекрасно слышу. Водилу принял. Вызвал наряд и сок. Ну, тогда давай растягивай грудь для орденов. Уже! А что с бегунком? Вспекся. Дыхалки не хватило. Сдался без боя. Ну что, подошло? Давай. Давай. Ну, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! Смотри, смотри, смотри. Журналисточка-то твоя. Он нас тусуется. Ну, ты знаток дамских строн. Во-первых, не журналисточка. Во-вторых, не моя. А в-третьих, у девушки имя есть. Я помню. Алена. Местами Андреевна. Да? Так лучше, командир? В сам раз. Ну, все, запомнил. На нервишке-то ни к черту, да? СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Орлов. Что ты опять жарешь? Ты из Головного края что-то приехал? Жеватики подводят? Да. Укрепись. Лапши? Угу. Героя встречаешь, да? Мы подражеским огнем, подпулями спасаем пассажиров от смерти. А ты... Значит, ко мне журналисточку ты не пустил. А к кому-то добро пожаловать? Алёна Андреевна, а она сегодня как журналистка? А как посетитель? По личному делу? Кутузову? По личному? Батя. А вот вчера ты эту лазейку не мог ей подсказать, да? Слушай, Серега, без обид ты же не батя. Он вышел, встретил ее и провел. Так, Гитарь. Пока оружие не сдал, пристрели его. Буду должен, патрончик тебе. Так, точно, командир. О! Юлочку. С чем? С курицей. Так, скучаем, девушка. Хотите последнюю сплетню? Ну. Кутузов. С молодой, незамужней, очень симпатичной, при закрытой двери. Вот именно. И просил не беспокоить. А вы знаете, Лидочка? А я его уже давно не беспокоил. Чертанов, ты куда? А, Чертанов, хорошо, что зашел. Проходи. Разрешите, товарищ полковник? Проходи. Неожиданно, Алена Андреевна. Надеюсь, в этот раз вы к нам не через окно. Через какое окно? Алена Андреевна на работу к нам просится. Пока наша пресс-секретарша... Секретарь. В смысле, она же это... А, ну да, секретарь. На время декрета Алена Андреевна могла бы ее... Его... Заместить. Ну, Алену, ты знаешь... В каком-то смысле даже слишком близко. Не знаю, Макарыч, имейте в виду, что вы под меня попали. Под машину. Машину под тебя. Куда? Под машину. Я поняла, что в этом смысл. Вот. Мы поняли, Макарыч. Ну, что скажешь, Чертанов? То, что если мы берем Алену Андреевну, кабинет тебе придется освободить. Алена Андреевна, на двери табличка. Пресс-секретарь. Не ошибетесь. Подождете меня? На своем рабочем месте. Простите, товарищ майор. Я не хотела вас потеснить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, скажешь, это не ты придумал, как Алену сюда поближе пристроить? Угу. Вот всю ночь только об этом и думал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А я тебе говорю, Зиновий Махарыч, она здесь работать не будет. У меня влиятельных связей не меньше, чем у тебя, сам знаешь. А ну, стоять! Я у тебя с Серёгой на свадьбе кем был? Посажённым отцом. А ты меня спросила, прежде чем на развод, что я буду подавать? А теперь ты связями миришься? Я комбат. Это мой батальон. Пока ты сидишь на моей территории, скажу тебе цыц, и будешь сидеть, как мышка. Усвоила, Вера Ивановна. А ты всё дорогими машинками балуешься, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, девчонка. Повеселимся? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что говорите? Говорю, настроение у меня какое-то никакое. Поднимешь? Я что, на подъёмный кран похожа? Тема не моя. Один самый весёлый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, на. Ну, как? Пока непонятно А что это? А вдруг ты мент? Я что, похож? Ну ладно. Держи. Что, вот так, прям за рулем? Вы бы это поосторожнее. Они и по-взрослому вставить могут. Так и я по-взрослому могу. Поехали. Оторвемся. Я сказала, тема не моя. Смешная ты. Не знаю, зачем мы на это пошли, но если так надо, добро пожаловать в наш дурдом. Спасибо. Не знаю, просто мне всегда нравились женщины в погонах. Вот и я решила покрасоваться в этой вашей офицерской форме. Как думаете, мне пойдет? Нет. Да? Офицерской? Выше эфрейтора вам не пришлось. Что? Между прочим, я лейтенант Сергеев. Запасный. Правда? И где же вас припасли? На военной кафедре в институте. И по военной специальности я переводчик. Неожиданно. Говорят, мы на войну ушли добровольцы. Это правда? Так говорят. Но неправда. Не на войну, на Кавказ. Нас сейчас туда посылают на усиление местной полиции. В тот раз просто была не моя очередь. Пришлось напроситься. Вы уехали, потому что ваша жена обвинила вас в смертью ее сестры? Я ей в глаза смотреть не мог. Она меня тоже избегала. Думал, что так будет лучше для всех. Время лечит. А она решила, что я ее предал. Оставил совсем одну и... Подала на развод. Вы не пытались себя никак удержать? Ну, я же был на Кавказе. Алена, давайте не будем устраивать из нашего вечера журналистское интервью. Это вы еще не знаете, как я интервью беру. Сергей. Ну, хорошо. В таком случае я жду, когда вы мне скажете самое важное, самое главное и давно обещанное. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Дежурная, Чертанов. Дорожная. Кот без шестерки, 13. Синий. Воктанговых, 10. Давай. Тебя же могли сбить. Ты же мог к ним спеть. Не, я живучий, как кошка. Ну что, как кот. Может, специально, может, теракт? Не надо, не трогай, больно, не надо. ВОЗГЛАСЫ ВОЗГЛАСЫ Водителя держите, пока не сбежал. Скорую вызвали? Сережа Анжелин может уезжать. Сука, понял. Сергей, только не бейте его. Нет, мы с ними по-другому работаем. Может, ты далеко собрался? Ничего, я тебя не трогал. Понятно, он клубом газа надышался. Что? Веселящий галстик. Ты куда лезешь, коза? ВЫСТРЕЛ 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 Полежи пока. Вы же сказали, вы по-другому работаете. По-другому? Ну, сейчас-то я уже не на работе. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Ты точно в порядке? ВЫСТРЕЛ 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 Пострадали семь человек, двое погибли на месте. Совершивший наезд водитель утверждает, что внезапно потерял сознание и пришел в себя только когда на место происшествия перебили сотрудники полиции и медики. Это что это за дрянь-то такая эта, мать его, веселящий газ? Да в основном используется в медицине, в качестве анестетика. А так везде продается легально. Бардак. Ну вот его, собственно, в шарики и закачивают. Ну а нам что теперь делать? Высматривать, кто шариками ездит, кто без шариков? Ладно, Мальцев, доведи до своих на разводе. Свадьбу пока не трогаете. Есть. Со сводками все? Да точно. Иди. А, товарищ полковник, новая водная. Нашему батальону приказано подключиться к федеральному рейду таксиста. О, дошли-таки мои молитвы. Вот это вот дело. Сам лично приму участие. Товарищ полковник, вы, ну... Да зла на них не хватает. Неделю назад дочка с внуком с Югов возвращалась. Ночь прилетела, берет такси. Орлов, у тебя все? Ну иди работай. Есть. Зиной Макаревич, ну, сказали бы, я бы съездил, встретил. Да я не о том. Короче, едут. А у него в машине вот никакой обязательной информации. Кто он, что он, откуда. Ну, моя-то дотошная, грамотная. И говорит ему, непорядок. Так что ты думаешь? Этот таксист высаживает ее. Прямо на трассе. Ночью. С ребенком. Лез кругом. И уезжает. А у нее еще телефон разрядился. Внук всю дорогу игрался. Ну, номер-то она его хоть запомнила? Ну, на это вот у Мишки не хватило. Да что он? Один такой, что ли? Поэтому, Мальцев, после развода сразу ко мне. Пойдешь со мной напарником. Есть. Разрешите идти? Иди. Слушай, Орлок. Товарищ полковник, к вам Леонова. Кто? Ну, журналистка Перова. Ну, в смысле, Алена. Андреевна. Пропускай. Да, Орлов. Ты ей постоянно выпиши? На недельку-другую. Пока оформляется. Есть. Вот. Еще и прессу с собой возьмем. Угу. Я помню еще те времена, когда таксистом была не профессия. В ванне люди водили как асы. Город знали. Получше любого экскурсовода. А сейчас с этими чертовыми навигаторами сортир в квартире найти не могут. Блин. Извини, Алена Андреевна. Ничего страшного, я уже привыкну. Да, но времена изменились. Да и люди уже не те. Ты откуда? Что там, Алена Андреевна? Ну, пишет, что такси будет через минуту. Да он уже 10 минут это пишет. Может, он нас найти не может? Ну, он же видит мою электронную метку. Вы же тоже по меткам работаете. Мы, Алена, не вы, а мы. Привыкай. Хорошо. Извините, извините, а вы по заказу? Едем на Сантыкова Щедрина? Да, да-да-да, это наше такси. Не понял. Это такси? А где шашечки? Ну, вот такое такси. Так, я вперед, вы назад. И ты все снимай. Хорошо. Так. Алена Андреевна, прошу. Здрасте. Здравствуйте. Ну, поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Немного задержались, извините. Пока ее соберешь, такая морока. Ну, вы клиент, вам виднее. Бесплатное ожидание 3 минуты. Счетчик давно уже работал. Да-да, я понимаю. А кресло? Детское кресло здесь. Так а вот кресло в салоне. А вы ребенка моего видели? Ей почти 7 лет. А это, я даже не знаю, для новорожденных. Не, ну вы в заказе указали с креслом. Вот кресло. А что, нормальное кресло? Что-то не устраивает, что ли? Ну, что значит, не устраивает? Мой ребенок в него не поместится. Ну, чего тогда? Отменяем заказ тогда. А вы отмените? А деньги с моей карточки все равно за вызов спишутся? Нет, ну, машина подана, я полчаса жду. Не за красивые же глазки. Ладно, поехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, Алена Андреевна, слышал, вас можно поздравить? С чем? Ну, ну как, по родустройству, в наш спецбат. Я еще не устроилась. Вы за меня рады? Очень. 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 Мы же теперь можем каждый день видеться. Что вы там болтаете? Ни черка не слышны. Да ничего, Зеленовик Макарович, так просто болтаем не о делах. Понятно. В такси сейчас вообще опасно садиться стало. Не угадаешь, кто за рулем. Сколько он спал, точнее, не спал. Есть лицензии или нету? Какая лицензия? Права-то не у всех есть. А уж как они водят, я вообще молчал. Ну да. А людям свою жизнь доверяют. Не, ну не все же они уроды. Есть и нормальные. Так я и говорю, не угадаешь? Тилки-палки стоят родимые. Кто стоит? Да вон ДПСники. Сейчас мы их по-хитрому. Да, ты видишь? Такси сзади он дает. Ой, а он вас заметил, палочкой вам машет. Ничего страшного, я же за дом еду, я его не вижу. Так я же вам говорю. Что, 25 тысяч за меня тоже заплатите штрафы? О, а вы меня зачем хамите? ТЕЛЧЕТ Две троечки 33-го от меня ушел. Успеваешь, Тем? Успею. Домерок срисовал его? На вечную память. Ну, встречай, на хлеб, соль не скупись. Неплохо водишь. Давно таксуешь? Здесь три года. А до этого по Краснодару ездил. Зовут тебя как? Степан. Как дядя Степа, значит? Ты дядя Степа знаешь? Кто это? Это стишок такой был про милиционера. Мой внук его очень любит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Лейтенант Ярцев, 102-й спецбат ДПС. От кого и куда спешите? На вызов еду. Скорость вроде не превышают. Аккуратненько. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Права и документы предъявите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас. Вот, пожалуйста. А заднее стекло опустите. Сейчас. Ручка только сейчас. Отключу. Опа, ручка. И все. А почему по требованию сотрудника ГИБДД не остановились? Какого сотрудника? Где? Когда вы пытаетесь от нас скрыться на углу Сахарова. Задним ходом. Да я в упор там никого не видел. Я задом сдавался. Во дворах заплутал маленько. От кого мне скрываться? Документы и машина вроде в порядке. Вы же видите. А, то есть вы у нас ничего не видите? И свистка полицейского вы тоже не слышали? Ну... Слышал. Вроде слышал. Я думал, на улице. Кому во дворах тут свистеть? Оставайтесь в машине. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо доехали. Быстро и безопасно. Сколько с нас? Ты ведь за наличные закатывала? Ага, за наличку. Триста восемьдесят рублей. Вот. Четыреста. Спасибо, Степа. А вам спасибо. На стишок почитай. Поучительней. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Майор Чертанов, 102-й спецбатальон ДПС. Ваши водительские права, техпаспорт и путевые документы, пожалуйста. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так-то, Степа, контрольная закупка. Шашечек на машине нет. Фонаря на крыше нет. Информация на приборной панели для пассажиров отсутствует. Чек за оплату услуг не выдан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молчишь? Ну, молчи. Лишу лицензии к чертой матери. Лицензии-то у него хоть есть? Лицензии есть. Так, пополни его, майор. Чтоб другим впредь неповадно. Вы признаете себя виновным в перечисленных обвинениях? Снимать не надо. Желать мне в жерло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А... Извините, Алёна. Извините, Алёна Андреевна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Две троечки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тридцать третий. Попугайчика принял. Тём. Принял, но, похоже, ложная тревога. Документы чистые, пассажиров нет. Ехал задом, смотрел за спину, тебя не видел. Врёт. Хотя не знаю. Но если он такой весь белый, пушистый, хрен с ним. Пусть катится. Сейчас, Надюшка. Мама уже... Прямо по нулям. Такси. А почему из-за того такси выгнали? Ну, просто с водителем не повезло. Здравствуйте. Здрасте. Привет, малышка. Давай знакомиться. Меня Данила зовут. А тебя как? Надюш, тебе вопрос задали. Молчать невежливо. Ну, хорошо. А сколько тебе лет? Скажу, шесть. Скоро будет семь. Ладно. Девушка, не торопитесь другое такси вызывать. Это почему? Три троечки 33-му. На связи. Таксёра попридержи. У него детское кресло есть? Стоит. Странно. Всё равно попридержи. К себе пересади. По нулям. Принял. А когда мы куда-нибудь поедем? Скоро, малышка, скоро. Мне кажется, ваша дочка сильно обижена на таксиста, который вас высадил. Высадил? Он нас чуть ли не выкинул. Будто это мы виноваты, что он вместо кресла с люлькой приехал. А вдобавок с меня ещё деньги списали. Это не хамство? Так, давайте знаете, что с вами сделаем? Я сейчас вас на камеру сбежу. Да всё справедливо, Зиновий Макарович. Угу. Думал, камень с души снять. А теперь вот стою, вот жалею вот дурака. Хороший парень. Опрятный, вежливый. Водит аккуратно. Расдолбай. Ну так закон. А закон он для всех закон. Закон. Такой бы вот моих не высадил. Твою мать, ещё и Стёпой зовут. Чертанов, иди сюда. Товарищ полковник, тут интересные обстоятельства вырисовываются. Так, слушай меня, майор. Прочистим его мозги по полной и пинком под зад устранять недостатки. Это я не об этом. Так считай, что это приказ. А, ну приказ так приказ. А то, что таксист лишён прав на полгода, это так, фигня. Он же их не сдал, продолжает ездить. Ну что, разрешите идти, товарищ полковник. Дальше прощать мозги. Не поясничайте, Чертанов. Решенец не сдал права. Это до 15-ти суток арест. А. Зиновь Макарович, это, бесспорно, ваш личный успех. Придумать и осуществить такую спецоперацию... Вот, учитесь, пока я жив. Оба! А то так и будете с ними нянчиться. Нянчиться не будем, сразу к стенке. Ну что, вызываю наряд и эвакуатор. Не надо эвакуатор. Достягьте, Лишенца, приёмник на его же машине. Машину на штрафстоянку. До суда. Вообще-то так не делается, но мы же спецбат. Нам всё можно. Исполняйте, Чертан. Ну, представьте, пожалуйста. Караваева Виктория Олеговна. Живу в этом доме. Сахарова, 15. Второй подъезд. Седьмой этаж. Квартира, 38. Квартиру можно было не называть. Угу. Вот смотрите. СМС пришло о том, что вот такси подъехало. Какая машина? Ну, она... Пожалуйста. Вот. И о том, что водитель приступил к исполнению заказа. Тоже такси. Угу. Всё. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Приходите. 38. Алёна Андреевна? Да? Мы уезжаем. Вы как, с нами? Не знаю. Мне управление нужно в отдел кадров. А я о ней позабочу, товарищ майор. Вам прямые контакты с прессой не рекомендованы. Товарищ лейтенант, клиентов теряю, все заказы мимо. Ну, сколько можно? Ну, давайте уже. Отсутствие аптечки и огнетушителя в машине при перевозке граждан это не просто мелкое нарушение. И отвечать будете не только вы, но и ваш таксопарк. Ой, началось. Токсопарк. Кань. Буду с тобой на три. Потому что таких, как ты, я не только сажал бы, я бы каждый день в дерьмо макал. Это понятно? Пока не очень. Поясняю. Подвергая опасности жизнь шестилетнего ребенка, ты совершаешь уголовное преступление, за которое тебе эти шесть лет и корячится. Так понятнее? Чего? Какие в шесть лет? 238-я статья ОК. Не знал? Думал, штрафом отделаешься. Ну, штраф от тебя никуда не убежит. Только не 25 тысяч, как ты пассажирке сказал, а полмиллиона рублей. Какая пассажирка? Какой ребенок, а? Товарищ капитан. Я тебе не товарищ. Тебе плевать на жизнь детей. Я таких, как ты, терпеть ненавижу. А эти сказочки и песенки не знаю, не видел. Это адвокату поет. Может, он тебе и поверит. Караваева Виктория Олеговна. Живу в этом доме. Сахарова, 15, второй подъезд. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ капитан, ну, сколько хотите. Приехали. Пошел вон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тёма, держись! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опа! Ключи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чём ты как? Да как на пляже. Что такое? Там... Боря, а ты чего? Куда собрался-то? На танцы Боря собрался. Чего ты везде лезешь? Что тебе надо объяснить? Да так. К черту! На кулички. Вот, кстати, черт сам пришел. Который из них? Который из УГРО? Иди, встретил я. Я выйду через вороте. А что бы ты всрал? Сюда проходить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, Никита Александрович! Что-то ты к нам зачастил. Я уже это... обеспокоиться начал. Ты радуйся, дядя Борь, что это я к вам, а не ты ко мне. Ко мне, конечно, попадают редко, но если уж попадают-то надолго. Как говорится, нет уж лучше вы к нам. Да, классика кино. Вот и Семен Семенович оттуда же. А что Семен Семенович? А ты мне не все сказал, дядя Боря, не все. У Семена Семеновича, оказывается, и собственный сайт. Ага, дядя Боря, криминал идет в ногу со временем, а ты от меня утаил нехорошо. Никита Семенович, я говорю, что говорю, я в этих делах не шибко понимаю. Слишком умно для меня. Мои пацаны, они тоже в Академии не заканчивали. Так что я прошу прощения, такие понты со мной поникательные. Ты думаешь, я себе на понт приехал взять? О, дядя Боря, садечка заиспугалась? Ну да, ну да. Да я за машинкой приехал. Ага. Точнее, хозяйку привез. Вот ключики. Выгоняй. Веркину, что ли? А что, Верка, раньше ключи не привезла? А? Ну, Марис мой, без ключей-то, а? Ты знаешь, дядь Боря, нынче на зонах Закам компьютерную грамотность преподают. Костян! На. Сейчас выгонят. Отлично. Никит, прекрати. Ну, хорош, Верусь. Ну, здесь нас кто увидит? Серегины урки? Так я любому из них рот колючкой зашью. Никита! Вер, ну, хорош. Серега себе диванчик в комарку поставил. Ключик Аленушке дал. На работу и устроил, чтоб далеко ходить не надо было. Рот закрой? Я еще наглею. Вставай! Рыкручивай, ага. Вера, здрасте. Вот такая вот красота. Ага. Спасибо. Вот. Хозяюшка. Принимай. Бориса Стаповична, вы прям волшебник. Мне кажется, она и новая не такая красивая была. Вот так. Я вам сколько должна? Не-не-не, а нисколько. Все уплачено. Комиссионных, чаевых не берем. Вот. Вот здесь, пожалуйста. Распишитесь в получении. Ага. Да. Даже не знаю, что сказать. А что говорить? Нечего говорить. Садись и езжай. Не бейся больше. Да что вы. Я теперь пылинки с нее сдавать буду. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Ну так, а внутри ты что смотришь? Мы там внутри вообще ничего не делали. А кажется, что лучше стало. Наверное, просто отвыкнуть. Не-не-не. Ни гвоздя, ни жезла. У нас так говорят. Только у вас в полиции. Вот это я не знаю. А в полиции так же говорят, Борис Остапович. Это вы Сергею рассказали, где бомбай искать? Что? Я не понял. Прости. Значит, вы. А вам кто подсказал? Вера. Я говорю, что говорю. Ты о чем сейчас, а? А? О Бэхе, которую Мальцев из 102-го отдела нашел. Да? Да? Так, Вера, а я там, пардон, каким боком? Ну да. И еще раз спасибо. Ну так, благодарили уже. Это сняли. Пошли, пацаны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рано или поздно они все равно вышли бы на этот сайт. Мне Никита, так кто другой. Без разницы. Сейчас важнее, что дальше. Серый, ты меня извини, я в этом вообще не буду. И тебе и не надо, дядя Боря. Сайт они вряд ли прикроют. Побоятся спугнуть. Но вот кто стоит за этим сайтом, наверняка захотят вычислять. Ну что, вычислили? Да. Или нет. Или да. Не знаю. Зачем за вам-то? Антонович, тут такая история. Ты понимаешь, я своим людям остался должен бабок за твою бэху. На ремонте машин много не заработаешь. Надо как-то бы перебиться. Посмотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хм! Лексус. Ну и... Черный. Про эту заготовку, дядя Борь, забудь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вообще, я говорю, что говорю. Братец твой приезжал не один. Сигаркой твоей. Она за машиной приезжала. И отдал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зуев, уголовный розыск. А. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алена Андреевна! Вы пасху забыли. Ой, спасибо большое. Угу. Ого! А я уже думал, в этом мазолее никого живого не встречу. Здрасте, Алена. Здрасте, Виталий. Знаете, я бы здесь всех распустил бы и оставил бы. Женский клуб бы сделал. Понятно. Кстати, а таксиста-то нашего отпустили? Да, цапки сидят, а там мафия бессмертна. Отпустили? Да. Вы шутите? Лена, я шучу. Ну, хоть раз слышали, чтобы я шутил, а? СМЕХ Здравия желаю, товарищ полковник. Здрасте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анекдот вспомнил. Парень девушку приглашает домой. Ну, оба понимают, к чему идет вечерок. Подходит к двери входной. Парень волнуется. У него руки трясутся. Он ключ пытается вставить за мышцу сглажину. Попасть не может. Так, и так, и так. Смотрит на нее. Она... Да... Неплохо вечерок начинается. Ну, неужели смешно? Да... Нет. Правда, очень смешно. Я просто безумно устала. Видали? Угу. А кто это был? Был? Он всех нас переживет. Это заместитель начальника внутренней безопасности, полковник Тюленив. Это он нас тогда с Серегой прессовал. Прессовал? Это от слова пресса? СМЕЕТСЯ 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 Погодите, Серега же должен был через вас информацию слить. Он вам не рассказывал? А... Он хотел мне что-то рассказать, но нас отвлекли. И... Сергей хотел мне сказать что-то важное, но... Ну... Мы накрыли прокурорского сынка. Ага. За взяткой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас, сейчас. Машина жены. Сумочка тоже. Где-то ведь должны быть и мои права. Майор Чертанов, 102-й спидбат. Почему без ближнего света? Как без ближнего? У меня аж автомат. Автомат не автомат. Ближнего не вижу. Так как же, вот индикатор горит. Выходите, посмотрим. Да не может этого быть. Ну, товарищ майор, ну это уже... О, 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 ребят! Вы чего? Вы чего? Вы чего? Мужики, вы чего? Мы ребятки! Спасибо, майор! Выручил! Возвращайтесь. Возвращайтесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот и мы. Вы, наверное, даже заскучать не успели. Успел. Вы уехали, я заплакал. Потом платочек отжал, снова заплакал. Ясно. Что ты, Виталик, заслушался, что ли? Угу. Пробрало. В ходу. Куда едем, командир? Батальон, Виталий. Угу. Сергей. Вам, Алёна, пропуск выдали? А, нет, я не про это. Может, я домой поеду? У меня просто что-то голова начинает болеть. Давайте вы меня высадите где-то на перекрестке. Погодите, а как же ваша машина? Она же на стоянке у нас. Ну, постоит, ничего страшного. Завтра заберу. А есть другой вариант. Мы едем в батальон, я меняю шкурку, а потом отвожу вас на вашей же машине. А я? А ты, Виталик, в Турцию. На все включено. Как вам такой вариант, Алёна? Вариант. Зайдете? Зайду, уже не уйду. Но я пока не готов. У меня есть подруга. Правда? А, ну, это уже интересно. Просто я случайно узнала о вашем самом важном и самом главном. О том, как вы поймали на взятке прокурорского сына. И как вас за это потом... Виталик Трепло. Да нет, это ты... Он вообще не виноват. Просто я умею развязывать языки. Это моя работа, Сергей. Вот. А подругу зовут... Енина Столетова. Мне это имя должно что-то сказать? Ну, она очень известный журналист. Продюсер телепередачи Общества и закон на федеральном канале. Вот. Если я ее попрошу, то она раскрутит вашу историю. А история-то того стоит. Причем она это сделает так, что никто никогда не узнает о источнике информации. Я хотел показать вам кое-какие служебные видеозаписи. Я это уже поняла. Вы же не просто так настаивали, чтобы мы с вами встретились именно... В полночности навали, да. Но записи не в кабинете. Вернее, в кабинете, но не у меня. Ну, теперь я могу увидеть это на вполне законных основаниях. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, с этим не поспоришь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, машина-то не моя. СМЕХ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Может, все-таки зайдете? Нет. Да. Ну да, вы все еще с ней, а я веду себя как разлучница. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чертанов Сергей Антонович? Да. Вы задержаны по подозрению в соучастии в особо тяжком преступлении, предусмотренном 126-й статьей Уголовного кодекса. Похищение человека. Сергей? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы его взяли. Добро. Вези его в управление. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вы все-таки не с улицы, мы же тут главный городской телеканал. Пожалуйста. По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу управления. Я понимаю, но в качестве исключения молодой человек. Какой он. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять опоздаешь? Обижаете. Гражданин начальник. Я в угрозу заезжал. И что? Удалось что-то выяснить? На что не могут знать. Надо у твоих поспрашивать. Дело ведет следственный комитет. Да, я поспрашивала. А мне сказали не суйся, тайна следствия. Вообще все это очень странно. Не веришь, что Сергей мог на это пойти? Откуда столько прессы? Ну, а ты как хотела? Извините. Офицер перморного батальона. Не Чертанов, а Черномор какой-то. Никита, я час назад ничего не знала. Откуда они знают? У них свои источники. У них один источник, и ты прекрасно знаешь, кто. Не дает она тебе спокойно жить, да? Ревнуешь, значит, все еще любишь его. Ты знаешь, где его взяли? Почти у нее на квартире. Ночью. И что? Тебя что больше напрягает? То, что его взяли, или то, что именно у нее ночью? Его брали при ней. Это она его сдала. Потому что ей наплевать, уволят Сережку или нет. Сережку. Хорошо, так и запишем. Сережку. А вот вы упомянули Сергея Чертанова. Девушка, извините. Пожалуйста, уточните звание и должность. Молодой человек. Молодой человек, уточните, пожалуйста. Без комментариев. Молодой человек, ну, подождите. Вы потолкайтесь еще. Еще, как скажем. Ладога. Всем экипажам. Довожу оперативную остановку. Ладога. СМЕХ Опа! Опа-на! Беспелая как следует огорчиться, и уже приходится радоваться. Ну что за жизнь? Давай-давай, печеню. А что это? Командира выпустили. А-а, майора Чертанова? Чертанов. Да как это? У меня уже особо тяжкая статья. Мальцев. Как, педать, Мальцев вытащил. У Мальцева наверху там все схвачено. А за любой наш косяк он, как начальник, отвечает своим седалищным нервам. Слишком часто вас стали вместе не по делу видеть. Я предупреждал. Повторение мать учения. Здорово, братец. А это тебя так тюремная баланда на паранойя пробила? Если мне еще хотя бы раз намекнут об этом, ну я же тебя из-под земли достану. Тихо-тихо, Серега, успокойся. И в тюрьме тоже. Я понимаю, ты расстроен, что вечеринка с Аленушкой обломалась. Никита, ты меня услышал? Свободен. Может, ты объяснишь? Надеюсь, ты не сбежал? Нет, зачем? Пешком ушел. Под подписку у нее везде. Извиняйте, Вера Ивановна, мне еще душ принять надо. Спинку не потрете. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА О, смотри. Умняга стоит. Ну или умняшка. Чего, познакомимся? Вот смотри. Мы подъехали, а на нас ноль внимания. Ничего не боятся. Ну а чего им боятся? Правила дорожного движения они не нарушают. Им лишь бы за парковку не платить. Не только за парковку, Вов. Этим вообще бы ни за что не платить. Они же умнее других. Я к тому, что пока машина стоит, мы водителю за скрытый номер ничего предъявить не можем. Но платит он, не платит, это нас не касается. Мы же не парковочные инспекторы. Угу. Касается. Ты... Ты подожди, не торопись. В парковочную инспекцию будете запись с видеорегистратора отправлять? Вот ты еще раз такой ляпнешь, я тебя знаешь, куда отправлю? Юрист. Товарищ капитан, ну это то же самое, что в кустах, с жезлом сидеть. Я за свои кредиты и алименты плачу в полном объеме без задержек. А вот они, вот эти, они не платят. Они... Они не халявщики. Они воры. Ну? А ты? Ну ты, ты с ворами? Вот. Поэтому сидим. И ждем. Дождемся, что наверху решат. Пока чертанов отстранять не буду. Работай. Спасибо за доверие, мне этого достаточно. Остальное мне неинтересно. Подумайте, мне, чертанов, интересно ваше дерьмо разгребать. Мальцев. Товарищ полковник, ну мне ж не в первый раз приходится вытаскивать вот это вот. Приходится? Тебе, меня... Это что это, Мальцев? Тебя кто-то принуждает, что ли? Интересно, кто же это может быть? Я даже себе... Майор чертанов, товарищи майоры, на улице отношения выяснять будете за воротами, когда вас обоих мешалкой под зад из органов выпрут. Дай сюда. Виноват, товарищ полковник. О, слышали, сам признался. А меня подставили, даже мой следак-то понимает. Какое-то время помурыжит, но скоро все рассосется. Рассосется у него. Сегодня берешь отгул, вечером определимся. У майора Мальцева возражения нет? Ну что, труба зовет? Здравствуйте. Старший инспектор, капитан Рожнов, 102-й спецбат ДПС. Ваши права, документы на машину. А что? Я же ничего, я просто встаю. На платной парковке. А оплачивать не хотите. Кто сказал? Кто сказал, не хочу? И умышленно скрываете задний госномер от автоматического учета. Любуйтесь. Да что ты с ней будешь? Здрасте. Здрасте. Это моя... мы живем вместе. Она сейчас в положении. Ругаемся часто. И она мне чисто по-бабски, ну как бы там... Гадит. Вот вы правильно. Гадит. Ну, допустим, беременность это да. Так уже было. Ставила мне диск, я не знал. Поехала. За это штраф какой. И вот опять. А за что мне платить? Я минуту назад подъехал. Ну, допустим, не минуту назад. Не может две. Давайте не будем гадать. Мы же не в роддоме, правильно? Штрафовать мы вас не имеем права. Но мы направим информацию, куда нужно. И вам придет письмо счастья на пять тысяч рублей. Нет, нет, нет. За парковку я заплачу. Вот, вот, у меня приложение даже есть. Смотрите, я прямо сейчас. Вот когда исправить уже ничего нельзя, еще не поздно все испортить. Не верите мне? А давайте мы ей позвоним. Ну, если она подтвердит. Подтвердит. Подтвердит, подтвердит, подтвердит. Она все подтвердит. Ну, это же ничего не меняет. Да? Поменяет. Поменяет, конечно. Давайте. Звоните. Поверим, если это правда. Только говорить буду я. Конечно. Хорошо. Гоша, что? Нин, тут это... Нина! Это ваша работа? Да. Потому что надоело. Ты же пять минут меня подождать не можешь. Ему все не имется. Захотел, уехал, а я сумками на автобус. Вот я и решила. Если уедет... А номера, если закрыты, то это же прав лишают, да? Да. Вот и пусть лишают. Мне все равно. Я и так вечно пешком. Жестокая месть. Давайте я вам помогу. Давайте. Давайте. Хорошей дороги. Спасибо, товарищ капитан. Спасибо. Спасибо. А вы куда? Я оттуда назад сяду. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие. Ой, ой. Хорошей дороги. Спасибо. 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 Ну сколько раз тебе говорите? Встал на стоянку, заплати три копейки. Никому до тебя никакого дела не будет. Дебил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладога. Ноль первой Ладоги. Принимайте машинку. Извините, можно пройти? Извините. Спасибо. Здравствуйте. А у меня Кутузова встреча. Можно пройти? Перова! Ты? Не узнаешь? Ну, я для вас статьи когда-то писала. Ну, и что? Ладно, слушай. Ты ж писала о них? Ну, о спецбате. И ты упоминала майора Чертанова. Ну, ты знаешь его? А что? В смысле, что ты не слышала? Его обвиняют в похищении людей. Я такого не знаю. Давай потом... Ты не слышала? Нет, нет. Алёна Андреевна. Здрасте. А мы только что говорили о вас. Я Кутузова спешу. Работите? Спасибо. Перова! А ты работаешь теперь здесь? Скажите, пожалуйста, а вы про Чертания что-нибудь слышите? Нет, нет, нет. Без комментариев. Без комментариев. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вера Ивановна? Да, это Мальцев. Вы, кажется, жаждали увидеть Алёну Андреевну? Ну, так она здесь. Ага. Да, Серёга. Задал ты всем нам перца. Гряхнуть сладко с вами, ей-богу. Ага. А я бы Мальцеву ещё сверху соли добавил. Ну, так, слегка. Да угомодись ты уже. Ты играешься. Не надоело? Не, Макарыч, мне в сам раз. Здрасте. Можно? Садись. Есть. Неожиданно, правда? Я думала, вы в СИЗО. Ну, а я вот на свободе. На воле. Так на тюрьме говорят. Могли бы и позвонить. Мог бы, но не мог. Телефон изъят, как вещдок. Вот как? Ну, знаете, найти другой телефон не так уж и сложно. Было бы желание. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Зиной Макарыч к вам следователь Тяжлова. Ну, а пусть войдёт. Зиной Макарыч, я на минутку. Алёна Андреевна, как кстати, что вы здесь. Вам не стыдно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите. Как это у вас называется у журналистов? Факты из-под колёс? Горячие факты? Вы про что? Вы работать здесь собираетесь? Или вы так пришли покопаться в грязном белье придворного батальона, чтобы найти материал для своих статей? Извините, но это уже слишком. Для вас-то слишком? Я проверила. Не успели Сергея Антоновича доставить в СИЗО, как в дежурку ГУВД полетели звонки от коллег Алёны Андреевны. И они знали, что задержали кого-то из 102-го батальона. Откуда? Его задержали при вас. Знаете что? То, что вы следователь, ещё не означает, что вы имеете право меня допрашивать. И тем более в таком тоне. Да что вы, милочка. Вы даже не представляете себе, на что именно я имею право. Вера Ивановна, ну что ты ей-богу? Ну? Змею пригреваете, Зиновий Макарович. Она же его использует. Втёрлась в доверие, ходит здесь, строит из себя невинную овечку. А сама тем не... Так, Вера, ты не дома. Давай дома. Хорошо. Дома так дома. Зайду к вам попозже с Домом Макаровичем, когда здесь посторонних не будет. Я не сделала ничего такого, чтобы вышла наружу. Она, понятно, почему себя так ведёт. Ален, да сядь ты! Ну что ты, как в школе, ей-богу! Знаешь что, надо бы этих твоих собутыльник-сослуживцев по перу, собратьев, как-то отсюда подвинуть, а? Не подскажешь? Как? В журналистике, как и везде, всё основано на личном доверии. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ян, привет! Ты где? Как где? В своём маленьком раю на колёсиках. Ян, мне нужна твоя помощь. Господи! Что случилось? У тебя такой голос, как будто тебе прямо сейчас на твоих глазах изменяют. Ну, почти. Ты можешь запостить текст? Только янусь срочно. Текст я тебе пришлю, но все тему надо выложить от твоего имени. Для тебя всё что угодно. Скажи, это прям срочно-срочно? Да, для меня это очень важно. Только не спрашивай ни о чём. Всё потом. Хорошо. Уже ищу место, где припарковаться с моим мальчиком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хм... Интересно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Блин! Что? Это всё фейк. Столетова инфу выложила, и в 102-м никто не задержан. Это всё фейк. Из вас ещё кто-то подписан на Столетову? Да-да. Да. Ну всё, сваливаем. Собирайся. Добрый вечер. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, Алёна... Ну, Андреевна... СМЕХ Ну, скажу тебе да. В форме скоро тебя увижу? М-м... Я не знаю. Теперь вам решать. Я всё-таки змея. Ну, змеюка и есть. Так это... У меня дома их сразу обе. СМЕХ Ну, в общем, я форму получила, в ателье сдала. Всё. Так давай не тяни. Хорошо. Да я тебя расцелую, а? М-м-м! М-м-м! СМЕХ СМЕХ Чертанов, ты кланяйся в ножки, Алёня. Дай бог шуму ляжется. Считай, спасла тебя, чёрта. Правда? Обязательно поклонюсь. И не только расцелую. СМЕХ Даже так? Только тут загвоздочка. Вас дома своя змея ждёт. Ну и чего такого? В чём я хуже комбат? Знаешь что, майор, не выпендривайся. А то станешь вечным пешим патрулем. Вот так. А вы неплохо держите удар. Держу. А вы про наезд вашей жены? Ну, вы меня машиной стукнули. Так что я стукнутая. Меня терять уже нечего. Жены, упорно не ходите бывшей. Ладно, потерпим. Ну, терпите. Терплю. Вчера вечером вы грозились познакомить меня со Столетовой. Предложения всё ещё в силе? Ну... Да. Я же, в отличие от некоторых, свои обещания сдерживаю. Товарищ майор. Ну, у вас и память получше. Вы же помоложе. Товарищ лейтенант. Товарищ майор. Так. Стажёр. Ты мне скажи, ты так и планируешь всю смену молчать? Да? Я не молчу. Я думаю. Вот. Правильно. Думай. Только думай громче. Я... Мухова. Ну, как-то всё это неправильно. Так бы он только штрафом отделался. А из-за того, что вы ему диск в номер вставили, вы его прав лишили. Погоди, погоди. Мы никого никогда не лишаем. Запомни, это стажёр. Лишают где? В суде. Ну, вот пусть с судей разбираются. А вот если судья будет размазнять, как ты, то ему только штраф выпишут. Ну, давай, гуляй, Вася. Только судить его будут за то, что он не совершал. То есть он никого не обманывал? Диск в номера не вставлял, да? Над нами не издевался. Да святой человек, получается. Ну, вот за это и надо наказывать. А не придумывать того, чего не было. Да не могу, Гоша, останови, останови! Что ещё? Не могу, всё чешется, как ошпаренное сижу. Да потерпеть нельзя. Не могу дышать. Я мокрая вся уже. Он удавит меня. Ты этого хочешь? Не ори! Хрен с тобой снимай! Гоша, менты, Гоша! Спокойно, Депсы! Чего им опять не так? Говорила тебе, сиди тихо! Никто бы не домотался! Черт, стонет всю дорогу! Стонет, стонет! Тихнее! Добрый день! Инспектор Кузьмин, 102-й, спецбат ДПС. Документы, будьте добры! Что-то случилось? Дама, вам кем приходится? Нин, ты мне кто тут интересуется? Да пошёл ты! Сам не знаешь, кто! А не знаешь, сейчас узнаешь! Женщина в положении, а мы до сих пор не расписаны. Вот она и... Да жена я ему! Не расписан он! Гога, без отчества? В документах отчества нет. Значит, так, без отчества. За что остановили, знаете? Нет, поэтому и спросил. Я что-то нарушил. Хотите, могу отдохнуть? Из машины выйдите, пожалуйста. А что случилось? Я выходить не обязан. Зачем? Чтобы зафиксировать факт нарушения. Управление транспортным средством с заведомо сокрытым задним госномером. Управление транспортным средством с заведомо сокрытым задним госномердом. Руками не трогаем, дружище. А твари! Вы твари уже, твари! Факт нарушения признаёте? Хрен тебе! Подкинули, засунули, подсунули! То есть диск не вашего руками не трогали? Права отобрать хочешь? Хрен у меня дождёшься. Я знаю, как с вами надо! Начальника мне суда своего вызывать! Машенька, родненький, идём, миленький, идём! Захройся! Утихни! У них ребёнок скоро родится. Ну как они без машины? Так, Володь! Всё, хватит! Моралист. Он своей бабе и так не помощник. Ты видел её? Она беременная, неподъёмные сумки тягает. Ей вообще пофигу на его колёса! Мотобат 09, Ладогин 01, внутренний. Слушаю, Гарик. Приняли машинку с дискотекой, но водитель идёт в отказ. Затребовал старшую. Вызвали, ждём. Может, ты тоже подгонишь Миталя? Принял, Гарик. Да, сейчас подкатим. По нулям. Короче так, стажёр, ты ничего не видел, ничего не слышал. Понял? Всё время сидел в патрульке. Нет, товарищ капитан, так не пойдёт. Я всё видел и всё слышал. И всё время было около вас. Вы меня врать не заставите. Ну, в конечном итоге мы же не нарушителя пожалели, а его беременную женщину. Диск на земле валялся. Я его поднял и в помойку выбросил. Молодец, стажёр. Правильно. Слушай, ну лучше сам не лезь. Понял? Слышал, они старшего позвали. Ну вот Мальцев приедет. Поэтому лишний раз не кудахтай. Я уехал с открытыми номерами. Диск остался у капитана, этот же самый диск. Теперь тормозят меня и предъявляют. Ну что это такое? Угу. Значит, по-вашему, инспектор наказывать вас не стал. Отпустил. А напоследок решил напакстить. Выходит, что так? А мотив? Откуда ж я знаю? Ну, диск же тот самый, который я ему в руки отдал. Мне не верите, можете отпечатки пальцев с ней. Товарищ майор, взгляните. Он мне дисочек засунул, а вам на водочку по рации, чтобы вы меня встретили. Правильно? Да что такое? Ну мы вас ещё на дороге заметили. Мы что, слепые, что ли? А вы уже, значит, привлекались за подобные нарушения? Ну я же... Ну вы там же были... Ну конечно, тоже были ни при чём. И тоже кто-то вам напакостил. Вот тот капитан, у которого диск оставался. Капитан Роженов, вот водитель обвиняет вас в должностном подлоге. Вы признаёте, что вы видели и держали в руках вот этот диск? Признаю. Вот и вы не верили. Зачем меня так подставлять? Зачем мне его засунул? А мне его зачем засунулось? Я же вам его в руки отдал. Да? Да. При свидетелях. Вот запись регистратора. Можно посмотреть. Извините, вы в таком положении долго не находитесь. Я кое-что в этом понимаю. Отойди от меня, щенок! Товарищ капитан! Женщина не беременна, живот ненастоящий. От машины нахрен! Тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Смотри, а! Капитан, на три раза, смотри, черепашка нельзя. Я видел, что он мне что-то подбросил в машину! Прокурору буду на вас писать! Я же поверил вам! Зачем вы так, а? Так, капитан Роженов, организуйте-ка досмотр машины. Есть, товарищ майор. Давай, пошёл! Ну что, гражданочка, на выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парочку наркоторговцев накрыли, Михаил Кич. А как же! Целый бабий живот наркотиков. Вот уже до чего докатились. Ага. А операцией лично Мальцев руководил. Так точно, майор. Отметим, какой может быть разговор. Почертанова? Думаю, оклеветали. У нас вот тут сегодня его напарника Рожнова тоже пытались оклеветать. Ну, кто вы думаете? Эти вот, наркоторговцы. Ну, если каждому слову преступника верить, это ж куда же мы? А вот и я так считаю. Пусть спокойно работает. Да. Есть. Спасибо, Михаил Кич. Всё. И вам. Ну, судя по всему, генерал доволен? Конечно. Такое провернуть, что ты. Поздравляю, как тут не быть довольным. Если так, дальше дело пойдёт. Глядишь, и твои подчинённые тебя за командира признают. Я постараюсь, товарищ полковник. Ну, а что, почертану? Я так понял, никаких решений? А каких решений ты ждёшь? Не сработаемся мы с ним, Зиновий Макарович. Была последняя надежда, но... Сожрать его я тебе не дам, пока Чевтонов сам себя не сожрёт. И не надейся мыльцев. Ну, надеюсь, сойдёт. Для сельской местности. А галстука у вас нет? Галстуков не ношу. Есть служебный, тип селёдка. Пойдёт? Нет, селёдка точно не пойдёт. Ну... А что, без галстука никак? Да я не знаю, там закрытая вечеринка. И непонятно, какой дресс-код. Решено, не идём. Сергей, идём. Нет, не идём. Идём. Я бы понял. Просто Яна обидится, если мы не пойдём. А я и так у неё в долгу. Я понял, меня хотят выставить на посмешище в СМИ-элит. Так и не терпится кому-нибудь морду дать. Никуда не уходите. Угу. Я на минуту. Пустишь? Сюда нельзя. Здесь женщины переодеваются. Минута пошла. А женщина, это она, да? Принарядился для неё. Ладно, не суть. Я так поняла, ты сегодня домой? Нет. Неправильно поняла. В кабинете у Кутузова я всего лишь напомнил тебе о рамках приличия. Это я себя неприлично вела. Ты. Причём ты сама просила не смешивать личное и служебное. Вот и не смешивай. И не надо закатывать истерик. Тем более при Макаровиче. А быстро она тебя хомутала. Талантливая девочка. Не надо. Ты что? Боишь, тебе захочется поцеловать? Уже не захочется. Значит, домой ты сегодня не придёшь, да? Так бы сразу и сказал. Я скажу по-другому. Образно. Никита всё детство за мной донашивал. То куртки, то кроссовки, джинсы, фигню всякую. А вот трусы... Никогда не донашивал. Не слишком образно. Вот так. В самый раз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! Цель вижу. Цель удерживаю. Может, я высажусь, товарищ капитан? Стажёр, ты чего я себе возомнил? Думает, наркомафию разгромил. Всё, рабочий день закончился. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так. Быстро-быстро-быстро-быстро. Ага. Ой. Сели. Сели, Виталий. Ходов, вперёд! Ой, это вы? Здравствуйте, я вас не узнала. Здрасте. Ха! Это же гуру единоборств. Восточных, западных, северных. Основатель школы боевых петухов. Владимир. Нежный. Я помню. Я тоже вас помню. Здравствуйте, Алёна. Андреевна. Для тебя Андреевна. Виталь, ну что вы его третируете? Володя, а правда, что вы собственноручно преступника задержали? Особо опасного. Вооружённого прям до зубов. Ладно, Виталь, завязывай. Серьёзное дело сделали. Спасибо, товарищ майор. Алёна Андреевна, видите, вот так вот не дают. Не дают нам писать геройские мемуары. Зажимаю свободу слова. А вы к нам на работу устраивайтесь. Ох, Алёна Андреевна, одумайтесь. Я бы на вашем месте не в жизни. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Товарищ капитан, а куда он? Тут же одностороннее движение. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я ничего не вижу и ничего не слышу. Я как таксист. Ну, на-на, хочешь, пробей. Пробей его. А как? Ну что, командир? Знай пассажир. Какой пассажир? Мне уже даже форму выдали. Товарищ майор, давайте поедем, пожалуйста. Товарищ майор, пожалуйста. Вы в патруле, капитан Рожнов. Вам решать. Давайте, давайте, давайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, давай, бери. Водитель Митсубиси 812, останавливаемся. Водитель Митсубиси 812, останавливаемся. Водитель Митсубиси 812, останавливаемся. Водитель Митсубиси 812, останавливаемся. Водитель, останавливаемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А мы? А мы пассажиры. Сергей... Извините, я сначала сказала, потом подумала. В той ужасной для вас погоне вы тоже были с пассажиром. Сестрой вашей жены. И я знаю, что она погибла. Виталик вам и про погоню растрепал? Да нет, это, мне кажется, не тайна, это все знают. Был угон, объявили план перехват, который не сработал. А вы эту машину уже после работы увидели. Ну а Виталик мне сказал только, что вам лицо угонщика показалось знакомым, хотя он был в бейсболке и в очках. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы считаете, что это кто-то из вашего... Точнее, уже из нашего батальона? Да. Я его найду. Товарищ майор, можно вас? Из машины не выходим. Слушай, командир, а женщина рожает вон с мужем, я... Скорую вызвали? Да, да, вызвали, они говорят. Ну? Алена, роды принять сможете? Я? В смысле, а кто рожает? Предположительно, женщина. Прямо там, в машине. Скорую вызвали, но воды уже отошли и... Ну, короче, сможете помочь? Нет. Я боюсь, я не смогу. Ну, понятно, значит, нежный сам управится. Как управится? Нежно. Подождите, Сергей, я готова вести прямой репортаж. Сотрудники ДПС принимают роды прямо на дороге, без медиков. Блин, это такой суперстрим. Вы знаете, сколько это может просмотров набрать? Знаю, ноль. Никаких репортажей не будет, Алена. Вы не стример, вы не журналист. Привыкайте. Ну, Сергей, ну, пожалуйста. Мне вас наручниками присягнуть? А хвосток? Хорошо. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Так, тихо. Ноги закидывайте. Ну чего, вас совсем рожать не учили? Давай, выходи. Ну, ты чего? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Скорую-то надо мне вызвать. Да утром у врача были. Мы в роддоме. Он посмотрел ее, говорит по раскрытию, у нас еще сутки в запасе есть как минимум. Ну, мы решили в детский мир поехать. Ну, для ребенка. Я понял. Виталик, давай в магазин. Без водки папаша не вытянет. Да не надо в магазин. Там в багажнике коньяк есть. Мы хотели потом с ребятами отметить. А, за коньяком, я сам скажу. Правильно. Зачем потом? Сейчас. Вот сейчас и отметишь. Давай, папаша, дыши грудью. Так, давай по моей команде тушься и... За что мы деньги такие платили? Не обещали эпидуральные роды и где? Ой, я извиняюсь. Володя, как успехи? Так вот, головка появилась. О, да у вас тут целый ресторан везде. Кто там? Уйдите все отсюда! Я извиняюсь. Вова, удачи. Давай, давай. Дыши, дыши. Когда схватка, дышите. Дыши носом. Раз, два. Раз, два. Вот так, вот так. Тушься. Тушься. А-а-а! У вас мальчик. Ну-ну, я... Поздравляю, папаша, теперь вы заика. СМЕХ Вот я буду рожать, я к тебе, руки у тебя золотые. А где рожница? Она в машине. Ну что? Родила? Хорошо все? Да поняла я, поняла. Больше не повторится. Верю. Тот мужчина, которого вы напоили, он как поедет? Володя сядет за руль, доведет. А мы? Мы и так уже опоздали. Яна все время звонит, я ей не отвечаю. Мы едем или нет? Виталь, поехали. У-у-у! Спасибо, ребят! Яна, извини, пожалуйста, мы чуть-чуть опоздали. Чуть-чуть опоздали? Ну да. Оглянись! Практически все разбежались. Мы же не к ним пришли, а к тебе все-таки. Я могу в профиль встать. Говорят, я так гораздо симпатичнее. Хотя, конечно, в сравнении с вашим Лексусом, который стоит у самого входа в нарушении правил парковки. Лапуль, меня теперь оштрафуют? Не знаю я, не знаю. Я показала Сергею твою новую любовь, он оценил. Как приятно. Насколько высоко же интересно. Ну, лично я за те же самые деньги купил бы квартиру. Я так понимаю, все? Смотрения закончились? А вы куда-то спешите? Я просто столько о вас наслышана. Совпало? Ну, нет. Хотите чего-нибудь выпить? Нет, спасибо. Много мне нельзя, мало я не пью. Завтра скорейшего за руки. Спасибо. Пожалуйста. Очень жаль. Вы слишком скованы и сдержаны для откровений. А вы ждали откровений? Прямо здесь? У всех на глазах? Ну, если кто-то заинтересуется, каким образом ко мне попала ваша служебная информация, далеко ходить не придется. Вы общаетесь с моей подругой Аленой. Ну, тогда все гораздо проще. Откровений не будет. Ну, Сергей... Он же просто вас подкалывает. Яна не сделает ничего такого, что поставит меня под удар. Да, Ален? Ну, конечно. Я... извините. Ой, лененок. Держи его покрепче. А то влюблюсь и веду. Увози. Только не у меня. Сергей Антонович крепко держит... его жена. Вера! Верусь! Он что, так и сказал? Что я донашиваю за ним старые шмотки? То есть тебя тоже донашиваю? Он это имел в виду? Я не хочу об этом говорить. Хорошо. Ты что сказала? Я ответила ему то, что посчитал нужным. Понятно. Значит, ничего не ответила. Ладно. Короче, ответка за мной. Шмотки я за ним донашиваю. Вот же сучок. Бесишься, потому что понимаешь, что в чем-то он прав. А я вот себя не понимаю. Сама не знаю, чего хочу. Как ты не знаешь, чего хочешь? А как же я? Вера. Мы. Вера, ну ты же не вещь. Ты же... Ты не старая шмотка. В чем же он прав, Ярусь? Красивая. Умная. Сильвя. Независимая женщина. Ему все ребра сломаю. Неделя будет за тобой спать. Не смей. Не было у нас этого разговора, понял? Вера. Он меня говном поливает, а я... Тебя говном? Тебя говном поливает? Речь сейчас о тебе идет, да? Нет, хорошо, конечно, не только меня, но все равно... Никита, я уже пожалела, что тебе обо всем рассказала. Давай не будем делать так, чтобы я пожалела обо всем другом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сычок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Да, здравствуйте, Нина Владимировна. Ален, ко мне каишники домотались всю дорогу. Куда ни сверну, туда они. Маньячилы какие-то. Ты опять что-то там нарушила? Нет. Я из-за тебя всю ночь не спала. Меня сейчас реально разорвет. Давай рассказывай, что там за сюрприз у тебя? Или я реально куда-то врежусь? Ну вот приезжай, и увидишь. Ты где? Далеко еще? Нет, погружаю уже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, вроде отстали. Слушай, так некомфортно, когда они сзади. Ты еще к ним работать идешь. Ян, давай без комментариев. Давай, жду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сюрприз? Сюрприз? Молоко или сливки, что-нибудь пожирнее. Ян? Ян, что случилось? Мне глаза надо промыть, я не вижу ничего. Ян, давай капли приноси. Да отстань, какие капли? Молоко тащи. Молоко, молоко. Ян, молоко, оно... Ай, черт, как жжет. Бери молоко. Ай... Ян. Ян, так что случилось-то? Не из баллончика, а газом в глаза. Да кто? У нас в подъезде, что ли? Так я откуда знаю? Козел, сумку выдернул. Сумку? Так давай в полицию звонить, я... Ага, сейчас. Чтобы сказали. Классно, что стали этого грабанули, а то все других получает. Там и брать-то нечего. Деньги смешные. Карточки я сейчас все заблокирую. А документы у тебя где? Да с собой он всегда. Ну, слава богу. Телефон? Слава богу, в машине оставила. Видишь, все хорошо. Что это? Это и есть твой сюрприз? Сбылась мечта идиотки? Ну, типа того. Чего? А ключи от машины у тебя где? Нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Ян! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Все, ее нет! Ян, сейчас же спутниковая охрана. Звони космонавтам, пусть заблокируют. На. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Титан слушает. Назовите кодовое слово. Любовник, 28. Автомобиль не отслеживается. И что, ничего нельзя сделать? Объявляйте в розыск. В полицию мы сообщили. Сообщили в полицию? А я вас просила об этом? Это происходит автоматически. Автоматически? Какая прелесть! Ну, благодарю! Спутник не видит мою машину, а там объявлен план перехват. Вот что они собираются перехватывать, а? Если ни черта не видят! Ян, здесь сумка. Твоя? Я даже припрягиваться к ней не хочу. На, на, бери. Ну, конечно, ничего не взяли. Кошелек на месте. Только ключи от Лексуса. Звони своему гаишнику. Мне больше терять нечего. Хорошо. Сергей, а вы... Что? Следственник... Простите, я... Блин, я забыла, что у Сергея телефон под следствием. А-а-а! Она врала мне? Это был не фейк? Его действительно обвиняют в похищении человека? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Винты уже в план перехват объявили. Валим отсюда. Что, своим ходом? Эвакуатор где? Опаздывает козел. Поэтому давай в соседний дом. Там тихо, все хаты съемные. Ключи. На, держи. Дорогой телефончик, твой? Хозяйский? Да ты не кипишуй. У меня глушилка, она все сигналы давит. Ну смотри, Костян, за машину деньги заплачены. А я деньги взад отдавать не люблю. Да ничего ты не будешь отдавать. Ладно, поехали. Давай на правую сюда. Никто не любит, ясно. Давай-давай, тихонечко вперед. Сейчас можно налево. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот, а ты собрался весь день оболануться. Ну да, красота. Немного не подрасчитал. Серег, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ты, главное, юрец, об этом помни, когда на дело пойдем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стрюга, а если что-то не так пойдет, а? Я не за себя боюсь, а за Олю волнуюсь. Вот попадемся, как она будет одна с ребенком? Не каркай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Здрасте, я. А кто это? Тебе, Алена какая-то. Здравствуйте, милая девушка. Так. Так. Даже так? Понял. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я твою машинку на денек позаимствую? Угу. Что, серьезно? Нет, так, пустяки. У знакомого машину угнали за 10 лямов. Хочу и твою предложить взамен. Угу. Ты, кстати, мне не звони, у меня там следак на проводе вместо ответчика. Если надо будет, я тебе сам наберу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Серый, спасибо! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тут трудно грузиться будет. За домом магазинчик. Туда на зады эвакуаторы подкатят. Как знаешь. Ты, главное, глушилку не забудь вытащить, ладно? А то она в Грузию уедет вместе с тачки. Ей телефончик дай. Может, я еще пудринцу или твои марухи, а? Шмель, что за дела, а? А ты чего ко мне-то? Ты к нему. Не я же прошу. Колян. Это у вас просьбы такие, да, парни? Лучше добрая просьба и ствол у башки, чем просто добрая просьба. Понял. Коль, держи, пользуйся. Разбежались? Разбежались. Так мы весь день промолчим, Ивановна. А время уходит. Макарыч, ты меня, конечно, прости, но эта маленькая стерва тебе уже села на шею. Хотя даже еще не успела вступить в должность. Вера. Что? Каждый день сотни угонов. Да ты бы бровью не повел, если бы не она. А при чем тут она? Угнали не у нее. Угнали у Столетовой. Ты разницу своей красивой зайницей чувствуешь? Да. Алена позвонила. Но потом позвонили из управления, потому что это Столетова. Нехарюк какой-нибудь. Да я безумно рада за нее. При всем моем уважении я не опер, я следователь. Я розыском машин не занимаюсь. Тем более без заявления пострадавшей. Пускай катится со своей машиной на все четыре стороны. Вера, я, может, конечно, чего-то не замечаю, но кое-что разглядеть могу. В засранку превращаешься. Вера Ивановна, вот уж не ожидала от тебя. Ой, да что ты говоришь? Да я уверена, эта машина застрахована. Переживет она эту потерю. Страховку выплатят, купит новую. И вообще я не понимаю, откуда столько шума? Какая-то машина особенная, что ли, была? Да нет. Лексус. Обычный. Серийный. Черный? Черный, а что? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А то. Вадим Денисович, мне надо срочно продать машину. Вы не могли бы помочь с отцом? Извините, вы не представились. Мое имя Эльза. А продается Лексус. Лексус? Угу. Это можно обсудить. Ну что, поставить на начало? Да нет, достаточно, Яков Аркадьевич. Граждане, я с удивлением наблюдаю вас в столбняк. Я не понимаю, что вас так поразило? Одно совпавшее слово? А что, если это не совпадение? Будет как в прошлый раз. А что, если Мальцев действительно знал, где прячут ТМ-8? То есть намекает, что он и Лексус найдет? Угу. Я что-то не знаю. Может быть, мадам Старетова объявила вознаграждение? Тогда что мы сидим? Надо быстренько вставать, идти искать. Никита Александрович, лучше скажи, что по убитым Гранд КПМ-8. Я выручала, помнишь? Убежайте, гражданин начальник. Я метнулся и все проверил. Одна такая совсем недавно сгорела. И благополучно снята с учета и продана. Надо выяснить, кто посредничал при продаже. Если все тот же Мальцев, то это я вам скажу. Посредников нет, Яков Аркадьевич. Владелец сбыл поджаренную немку через сайт. Догадайтесь, трех раз какой. Семен Семенович. Какие люди! Сергей Антонович, слушай, я уже соскучился. Не звонишь, не пишешь. Соскучился, дядь Борь, да? Соскучился. Ну, извини. Замотался. У моей хорошей знакомой около часа назад машинку дернули. По совпадению, Лексус. Ну, я пока не слыхал ничего. Не слыхал? Нет. Не слыхал, не слыхал. У тебя на руках были заготовки с веномерами на списанный Лексус. Ты торгануть хотел. Торганул? Я говорю, что говорю. Антонович, понимаешь, быстро оно только вон. Кошки размножаются. Где заготовки? У Костяна, моего механика, сам я этим не заморачиваюсь. Костяна. Костяна. Механика. Механика. Познакомь? Хорошо. Борода! О! Костяна, позови! Так он сегодня позднее будет. С вечера еще предупреждал. Ну, звякни ему. Так он свою трубу здесь оставил. Вон, в коптерке лежит. Вот как у нас, видал? Это не то, что у вас, у ментовских. В строю никого ходить не заставили. Правда? Да. Ну-ну. До моего знакомого совершено разбойное нападение с целью угона. А это уже до 15 лет. Из строевой подготовки. Смекаешь? Дядь Борь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому ты там все названиваешь, а? Тебе. Ага. Очень остроумно. Ну, а что, так же иногда бывает. Преступники звонят и предлагают украдина вернуть за выку. А сейчас. Абонент недоступен. Блин, Алёна, не беси меня. Где там сейчас мой мальчик? Я... Ты даже не представляешь, как это больно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сергей. Я в таком виде. Господи, Ян, успокойся уже, а? Про Сергею тебе точно не стоит красоваться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Опа! Здравствуйте. Лейтенант же. А... Здравствуйте. Вы... Вы ко мне? Нет. К Янине Столетовой. Нам сказали, она здесь. Можно? Прошу вас, товарищ подполковник. Но к вам, Алёна Андреевна, у меня тоже будет вопросик. Надеюсь, не личного плана? Что вы, в личном плане вы мне абсолютно не интересны. Скажите, Янина Владимировна приехала к вам сегодня случайно или вы договаривались о встрече? Да. Мы все раз озванивались с ней. А что, вы хотите сказать, что вы нас могли прослушивать? Такие машинки из кондачка не берут. Их выслеживают долго и тщательно. Это азбука, товарищ лейтенант. Ну, наверное, не для вас. Вы же не настоящие полицейские. Хоть и принарядились. Спасибо. На подъезде камера введена наблюдение. Мне кажется, надо посмотреть записи. Никто просто так к подъезду не вошел. Все эти камеры для фраеров. Вы в соседних дворах искали? Кого? Угнанную машинку. Их часто оставляют где-нибудь неподалеку, ждут, пока все уляжется. Потом подвозят крытый грузовичок, загружают машину и дело в шляпе. Так идемте скорее искать. СТУК В ДВЕРЬ Елена Владимировна? Да. Здравствуйте. Следователь Тяжелова. Ну так, я готова. Пойдемте. Не-не-не. Вам ходить точно никуда не нужно. Для этого есть участковый. Да и я прошвырнулся не проще. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ПО РАЗУ В самый раз. Там гости. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О-о-о! Да у вас приятный гость, как я погляжу. Янина Владимировна, а не могли бы вы мне какие-нибудь особые приметы подсказать? Ну, чтобы я мог опознать вашу машинку. Ну... Да... Я особо не помню. Задний бампер слева. Там притертость. А вы откуда знаете? Заметил. Когда восхищался. Знакомая курточка. А, вот эта, что ли? Правда? А, точно, да. Ты же ее тоже когда-то пользовал. И тоже тайком от меня. Я думал, она давно на помойке. Вижу, что не ошибся. Пойду машинку поищу. Давай-давай, иди поищи. Как устанешь, мне сообщи. Я найду. Ты-то? Ты типа как М-8 Гран-Купе? Так, а может, сам ее угнал? А, Сереж? Никита! Александрович! Сергей Антонович, я смотрю, у вас выходной. Так вы отдыхайте. Доверьте разыскные мероприятия профессионалам. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ян, твой телефон в сети. Что? Я не знаю, мне ЭСМСка пришла, что его кто-то включил. А не забрали у вас телефон? Да нет, не забирали. Нет, она его в машине оставила. Я звонила, он был выключен. А сейчас абонент в зоне действия сети. Позвонить? Ваше мнение, Вера Ивановна? Вы же у нас профессионал. Я считаю, что звонить не нужно. Нужно определить его местоположение. Только это долго, если легально. А если еще легальнее, то все гораздо проще. В каждом смартфоне есть программа-ищейка. Ее можно запустить с любого доступного телефона. Нужен только логин и пароль. Диктуете? Вы меня извините, конечно, но я столько всего наслушалась, что не знаю, кому можно верить, а кому нет. Так что... Иван, ты чего? Да нет. Все логично. А я бы заждался, девушка. Вот как? Недавно вы говорили за вами не бегать. А сами только того и ждете? Я жду Логины пароль. Она вам дала? Дала. А я дала слово, что все буду держать под контролем. Правда? Все. Все? За вами жена наблюдает. В окна. М-м-м. Испугались? Ну, тот уже. Вот только окна у меня на другую сторону выходят. СМЕХ Убедились? Да, видать, денек сегодня немой пропускаю удар за ударом. Не надо так говорить. А то я обещала Яне, что все точно будет хорошо. Вы же вернете ей ее любимого мальчика? Мальчика? Не вопрос. А вот Лексус не обещаю. Шучу. Мальчика тоже не обещаю. Хочет так шутить, Сергей. Ну, хорошо, для начала попробуем найти ее телефон. И повторяю, бегать за мной не надо. Вообще-то это не честно, Сергей. Что вы думаете, телефон до сих пор у вагонщиков? По-вашему, он такой дурак? Может, и дурак, а может, и наоборот. Он мог передать телефон сообщнику, чтобы тот подальше увел нас от Лексус. Я бы так и сделал. Вы? Так, Алена, в случае опасности мне вас уламывать будет некогда. Так что, по первому моему слову, вон из машины. Это понятно? Понятно. Но слово вон мне категорически не нравится, Сергей. Ну, зато самое меткое. Кстати, о метках. Что там у нас? Да не понимаю. То приближается, то удаляется. Как будто кругами ходит. Дальше куда? Дальше прямо. Дальше прямо. Прямо река. А здесь? Ну, я не знаю. Значит, все-таки контролируете, но не все. Это уже утешает. Здесь прямо? Ну, да. Ну, что, правильно едем? Как будто бы телефон должен быть где-то здесь, где-то рядом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И что? Как нам дальше его искать? Мы же не будем всех обыскивать. Ну, если что, у нас есть подкрепления. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, хорошо. Пойду поздороваюсь. Так, стойте. Вы слышите? Это я поисковой сигнал включила. Телефон у них. Не отключайтесь. Здорово, дворяник. Как служба? Здравия желаю, товарищ майор. Пока все нормально. Это у меня в ушах звенит? Или в штанах твоего напарника? У него, у него. Жена достает. Жена? Ну, так ответь жене. Да не, ну какая жена? Это... Не мой телефон. Вот все звонит, никак отключить не могу. Не получается. Правда? Да. Так давай я помогу. Да не надо, мы сами разберемся. А вот пока Алена Андреевна на своем телефоне тревожный сигнал не отключит, ваш телефончик... А, или наш. Так и будет звенеть. Отключайте, Алена Андреевна. Угу. Ладно, не паникуйте. Алена наш человек. Откуда у вас чужой телефон? Ханурик какой-то на разделительный продавал. Проезжающим приставал. Угу. Да, он за бутылку хотел отдать. А вещичка недешевая, смотрю, не по Сеньке шапка. Откуда? Нашел, говорит, на газоне. А где конкретно? А хрен его знает, он сам не помнит. Да, где-то в районе Дмитровки там, да. И что, вы его просто так отпустили? А что с ним делать? В машину? Духан потом неделю выветривать. Могли бы наряд вызвать. Не порченый еще. Поаккуратней, старлей. Да понятно же, что вы его присвоить себе хотели. Девушка, как у вас, Алена же, да? Правильно? Да, Алена. Мы его вернуть хотели. Ждали, пока хозяин объявится. Угу. Дождались? Ну все, по нолям. Как бы то ни было, телефон у нас. Смотрите, у Яны на экстренном вызове мой телефон стоит. Они легко могли позвонить, даже не зная пин-кода. И не позвонили. Это что, они прям так хотели вернуть? И вы им верите? Идеальных людей не бывает. Кстати, Яна когда ехала ко мне, за ней гаишники увязались. Как будто бы следили. А телефон она в машине оставила. А нашелся у них. Так может быть, это они? Неожиданно Яна номер патрульки запомнила? Да навряд ли, не знаю. Вот. А вот это уже ожидаемо. И вам смешно? А если это кто-то из них? Тот самый угонщик в бейсболке и в очках, который сломал вам жизнь? Откуда он взялся? Откуда он взялся? Почему вы молчаете? Ну, это же не я придумала, это ваш сотрудник при всех. Никита? Наверное. Он недвусмысленно дал понять, что Сергей вполне мог быть причастен к угону. И Нина Владимировна, вы просто неправильно поняли. Сергей и Никита братья. Единоутробные. От разных отцов. Но росли вместе. И это у них такие братские шутки. Мне просто так не показалось. Но вам, конечно, виднее. Вы все-таки столько лет были вместе. А что-то я не припомню, чтобы я делилась с вами подробностями своей личной жизни. Это я с Сергеем разговаривала. Буквально на днях. Вы же узнаете ни одной подробности. А с кем еще из нового окружения вашей подруги вы общались на днях? Из гаишников? Ну, с майором вот одним. Алена о нем статью делала. А он приезжал. Высказать респект. Весь такой на прическе. На Мерседесе. На Мерседесе? Угу. На служебном. Меня увидел на Лексусе. Сразу сдулся. Я вернулась. Я вам не помешала? Нашла? Да. Где он был? Да... Что ты мне подсказываешь, что правды мы сейчас не услышим. Ну и почему же? Я нашла его на улице, на дороге. В траве. На что вы говорите? Да. Так может быть, где-то там и есть мой мальчик, а? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, я на минутку. Да, Никита. Ян, ты про гаишников ей что-нибудь говорила? Да я как-то и забыла. Ну, вот и молчи, поняла? Поняла? Тут полный голяк. Как в домино, пусто-пусто. Да и дождик идет. Ты меня как, мокренького примешь или только сухоньким? Никита, хватит болтать. Возвращайся сюда, я тоже почти закончила. Как до меня доехала, помнишь? Угу. Все, готова. Лена Андреевна, вы не оставите нас на минутку? Нам нужно договорить. Конечно. Товарищ подполковник. Только в этот раз, пожалуйста, не подслушивайте нас. Ой, а вы знаете, у меня от Алены секретов нет. Ну, здрасте, не от сети. Уцицевали. Ну, что? У кого-то подъехал, пора линять. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, красавица. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, думаешь, мент? Да не знаю я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ах ты ж, ну да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Никит, я же сказала, возвращайся. Погоди, Вирусь, не гони. Ты бесхозными тачками интересуешься, а то я тут надыбал одну. Нашел? Ты уверен, что это она? Ай-яй-яй, Вера Ивановна. Ты адресок записывай. Гагарина, 31, второй подъезд. Типичный, отстойный дворик. Мне номера на машинке уже поменяли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Ну и все. Трубка потерта напрочь. Козлу из ломбарда носил ее? Козел и сказал частяк. Хоть на толкучку неси. Подожди. Неси на толкучку. Подожди. Посмотрим, что костям свое оправдание расскажет. Борян! Борян, ты смотри, что он? Крыса! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА За крышу, Боря, ответишь. Деньги собери. Чего? Бабки в шляпу собери! Быстро! Боря, ну у кого я года крысять нечего? А что за предъявы? Я говорю, что говорю, Костик. Ты дуру предъявил. Стреляй. А крыса? Так ты и есть крыса. Что ж ты? Втихарят меня. Втихарят людей на стороне своей делишки ворганишь, да? Я своими ментами не поделился, что ли, а? А ты с кем делился, Костик? А? С кем? Ты даже пулей не поделишься. Стреляй! Ну, стреляй! Ай-яй-яй! Патронов нет! А-а-а! Что? А-а-а! А-а-а! Сука! Да! Как? Слежать! 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 Что она? А Борян всегда совсем делится. Ну, дай ствол. Мамя! Мамя! Не надо! А на тебе, Костик, мамин хвостик. Никита! Никита! Что с тобой? Тебя ронили? Это я облажался, Верульс, прости. Это весь в крови. Это меня со спины по башке злизанули. Вера, все нормально, честное слово. Жалко только машинка, тю-тю. Все? Теперь точно все? Послушай меня, тебе сейчас нельзя никуда идти. Я вызову скорую. Звони в дежурку. Пускай они весь район блокируют, пока эти далеко не ушли. А что, есть еще шанс? Мне бы телефончик с возвратом. Да, Берич. Товарищ лейтенант. Освяжите меня с дежурным. Держи. Вера Ивановна, с барского плечо. Пароль не меняла? Нет. Все, я на связи. Никита, послушай меня тебе нельзя никуда в таком состоянии. Никита! Вера Ивановна. Дежурный. Дай тяжелова. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Рома! В Пентагон проще дозвониться, чем к тебе в управление. Стукачок у тебя был. На зону еще отчалил. Не помню, то ли Махнов, то ли что-то такое фамилия какая-то такая вот. Может, Шмель? Да, да, точно. Да. Ща, погоди. Ага. Да, полгода назад по УДО вышел. А чего? Да так, виделись сегодня. Вот поздороваться не успел, пока думал, он не он. Это, не подскажешь, где его выцепить можно? Хочу наведаться, извиниться. Я уже смотрю. Рома, блин, не спи там. Да погоди ты. Готовлю тебе установочный, сейчас управлю. Контора у него какая-то в Южном округе. Грузовыми перевозками занимается. Таможка, растаможка, всякое такое. Грузовыми перевозками? Ну, все в масть. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Грузовыми перевозками. Снимаем. Скажемся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! А чего это вы позапирались? В картишке на раздевание рубитесь, а? Мужички! Бан на прачечный день. Борь, не надо, пожалуйста. Борь, не надо. Борь, пожалуйста, не надо. Или тебе крики душу греют. Борь! Костин? А? Кто был третий? Борь, я не знаю. Шмель его каленом называл. Больше я не знаю. Откуда? Кто он? Я ничего не знаю. Борь, ну, пожалуйста! Борь, я не надо! Борь! Там это черт пришел. Молодец. Матвина! Ну, что, ты нас убить хотел, да? Борь, борь! Борь, борь! Борь, борь! Борь, борь! Борь, борь! Борь! Борь, борь. Не объявлялся? Нет. Он же угодился по собственному желанию. Я думаю, что вы уже и не свидетельствует с ним. Ты когда шутишь, говори, шучу. Так понятнее. Ну да. Антонович, я тебе что говорю? Мой косяк. Я не так где дел. Спрос с меня. Но я с ним, а не в доле. Сто процентов. Хозяйку машины тоже он грыбанул? Пока не знаю. Понятно. Кто заказчик? Значит, кто же ты, тварь, скажет заказчик? Там сработали в темную, заказали из Кавказа. Отгрузка сегодня ночью. Ты механика своего пока не увольняй. При себе держи. Придет время, я его на другую работу присвою. Да. Заметана? Заметана. Ну а теперь я тебя слушаю внимательно. Клички, пароли, явки. Ты знаешь, я как-то сразу успокоилась после того, как ты напомнила мне про гаишников. Я все сразу сопоставила и поняла, что мой мальчик ко мне вернется. Причем сегодня же. Угу. Чай будешь? Угу. А ты слышала, как она его защищает? Она? Кого? Его бывшая. Твоего Сергея. Который, как я понимаю, все и подстроил. Что? Я с ума сошла? Подстроил что, убон? Зачем? Лапуль, ну это же элементарно. Неужели ты никогда об этом не слышала? Раскрываешь мнимое преступление. Вот тебе и звездочка, вот тебе плюсик от начальства, плюсик от тебя. Да даже я должна. Это же больше, чем одним выстрелом двух зайцев. Ян. Ну а как же его брат? Никиту чуть не убили, Ян. Это, по-твоему, тоже Сергей подстроил? Нет, это непредвиденная накладка. А то, что он просил своей бывшей не рассказывать, где обнаружился мой телефон, под предлогом того, что он сам все разрешит, это же... Ян, ну успокойся, пожалуйста. Ты прям как мой папа. Неадекватный, опасный. Обвиняется в похищении человека. Виновен в гибели. Так вот и не виновен, Ян. Он пытался задержать угонщика. Или? Что или, Ян? Помогал скрыться угонщику. Бывшая знала и молчала, но не сдала. Поэтому и покрывает. А Никита проговорился. Я тебя полдня ждал процентовку закрыть, а тебе за колючку впадлу поставить, да? Подпиши, говорю, работяги жду. Оставь, посмотрю, подпишу. Иди отсюда! Иди. Хозяин выискался на букву Х. Что, не в духе? Да пошел он! Здрасте. Здрасте. Мне бы груз, зато может, по-шустрому. Я вам звонил. Что за груз? Да так, Лексус один черный. Здравствуй, Шмель. Роман Петрович кланяется и вилял. СМЕХ Руки в стороны! Ну что? Узнал у меня насекомое? Два варианта у тебя. Первый, ты прямо сейчас начинаешь жужжать. А чего? А чего? Да я попросил, чтобы меня до метро добросили. Я ничего... Слушай, второй вариант. Ночуешь сегодня на пресс-хате. А маляву о том, что ты ментовской барабанщик, я сам лично туда зафундырю. За что? Да я же за рулем-то сидел. Я водителя не знаю. Да я и тебя не знаю, если честно. Роман Петровича. Где тачка, Шмель? На стоянке. В фуре. Покажу. Руку. Вставай. А ключик? Чтоб у тебя дурных мыслей в башке не было. Я где-нибудь здесь оставлю. Давай, иди. А чего вы? Переучет. Вот, вот сюда пойдем. Да, сюда. Здесь. Здесь. Под кем сейчас ходишь, Шмель? Под богом, как и все. Я же говорю, я не в теме. Мне сказали посылочку в Грузию затаможить. Я и затаможил. Кто сказал? Этого я сказать не могу. Но я знаю только одно, что он с вашими тесно трется. Вот сюда. Да. Там крутики-то покруче чем-то и будешь. Так что смотри, как бы тебя опирок свои не нахлобучили. Стой, погоди-ка. Дай угадаю. Вон тот дурачок, который за рулем сидел, когда вы меня пытались задавить, он мент, да? Или из бывших? Я угадал? Да за такой базар мне даже камера смертников не поможет. Гасите, Стос, какие люди без охраны? И без собаки поводыря, заметь. Я заметил. Машинку нашел? Нет, тут стою и жду, пока ты сам найдешь. Ну понятно. Бороться, искать, найти и перепрятать, конечно. Это фура. А это тоже из ваших? Хуже. Гаишник и брат. Ладно, братан. На этот раз сойдет ничья. Как тебе такую расплату? НИКТО САНИ. Никита Саня! ГОЛОСКИЙ СУРА ГОЛОСКИЙ СУРА Серега, твою мать, отлипни! Нож! Серега, нож! ГОЛОСКИЙ СУРА Гроза скобства! Не меня, не лови! ГОЛОСКИЙ СУРА ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Уголовный розыск всем ставит на месте. Где убийца? Убивец где? Ну, братан, это уже твой парсюль. Мой? А мне кажется, все-таки твой. Я за машинкой приехал. Конокрады не мой контингент. Ну, конечно. Именно поэтому ты даешь им уйти. Слишком часто. А главное, вовремя, Сережа. Пойду тачку посмотрю. Ну, спасибо, братан. Выручил по-братски. Я офицер полиции. Вам ксиву показать в кармане. Лежи. Алло. Дежурка. Дежурка, твою мать! Машинка точно тут. Глушилка сигнал убивает. Махнемся по-братски. Ты мне машинку, я тебе ствол. Махнемся по-братски. Субтитры создавал DimaTorzok